Добрый день, уважаемые коллеги и господи. Сейчас перед нашей страной, перед нашей экономикой встали очень серьезные вызовы. И будем откровенны, ни страна, ни граждане к этому не готовы. И в первую очередь страдает экономика. А экономика это валовый продукт, это рабочие места, это бюджет, это наша независимость. И чтобы ее качественно развить в кратчайшие сроки, нужно максимально исключить коррупциогенный фактор. Коррупция это отрава для любой экономики. У нас сейчас действует борьба с коррупцией по методу постреагирования. В то же время статистика коррупционных преступлений и качество работы чиновников, а также недовольство граждан показывает, что этого недостаточно. Нужен другой подход и более жесткие меры. К тому же в свете последних событий Государственная Дума довольно-таки быстро реагирует и принимает решения. Если за пропаганду и на борьбу с фейками депутаты Госдумы предусмотрели до 15 лет лишения свободы, то предлагаю за коррупцию вплоть до пожизненного, с полной конфискацией имущества. И тех, кто замешан на ней, и тех, кто ее покрывает. Только тогда наша страна и наши граждане станут явно качественнее жить. Суровые времена требуют суровых мер. Тем более есть отличные примеры. Это и Китайская Народная Республика, где за подобные преступления предусмотрена смертная казнь. Это и Сингапур, и Италия, и множество других стран. Я вас уверяю, что при таких условиях крысы первыми побегут с корабля. А как говорится, после того, как крысы убежали, корабль перестал тонуть. А посему предлагаю включить в поездку сегодняшней сессии и проголосовать за то, чтобы дать поручению аппарату Народного Хурала и Комитету по вопросам законодательства разработать проект федерального закона об ужесточении наказания по коррупционным преступлениям и рассмотреть данную инициативу уже на следующей сессии Народного Хурала и далее направить ее в Государственную Думу. Обращаясь к коллегам-депутатам, если вы действительно патриоты своей страны и не на словах, а на деле хотите доказать свою полезность, то у вас сейчас есть отличная возможность повлиять на развитие нашей страны. Потому что именно с подобных решений экономики многих стран стали развиваться. Спасибо. Особенно я моим коллегой-депутатом Кусминовым. И напомнить, что в программе нашей партии был пункт приравнять коррупцию к измене Родины. На самом деле это очень хороший пункт и сейчас в нынешних условиях он стал очень актуален. Поэтому обязательно, Анатолий Васильевич, вы должны дать такое поручение, прохватовить соответствующие изменения. Значит, мы прям вот, ведется видеозапись, значит, поручение, предложение председателю, а я такое поручение дам, тем более глава государства тоже готовит там документы. Мы в рамках тех правовых основ, наши правовые основы, уже республика, у нас есть свои особенности. Значит, есть над чем поработать, я тут согласен, давайте мы такое поручение. Рассматривается проект закона республики, подтверждение дополнительного соглашения, к соглашению, ну вот такая таталония, ну вот так надо, к соглашению предоставления бюджета республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета республики, заключенные между Министерством финансового Российской Федерации и правительством республики Коломынки. Вносится правительству поручено доложить заместителю министра финансов, Ходору Викторовичу, Нурнайу, я должен сказать, что министр у нас болеет, он готовился, но вот в течение уже недели он серьезно болеет, поэтому, уважаемые могли, получено заместителю министра. Ходор Викторович, пожалуйста. Здравствуйте. В рамках отведенного времени. Я распыляюсь, документы у нас все есть, отмечения есть. Мы уже сосредоточились. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые председатели Народного курала парламента республики Коломыкия, депутаты приглашенные, на ваше обсуждение представляется проект закон республики Коломыки об утверждении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении бюджета республики Коломыкия из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета республики Коломыкия заключенным между Министерством финансов РФ и правительством Республики Коломыкия. Представленный законопроект, разработан в целях выполнения обязательств, принятых Республикой Коломыкия в соответствии с правилами проведения в 2017 году реструктуризации обязательств субъектов РФ перед Российской Федерацией под учетным кредитом, утвержденными постановлением правительства РФ 13 декабря 2017 года, номер 1531. Согласно подпункту З.11 угаданных правил, одним из обязательств является предоставление дополнительных соглашений к закону субъекта РФ и 7-месячный срок со дня подписания дополнительного соглашения представления копии закона субъекта РФ в Минфин России. На основании пункта 7 ст.16 Федерального закона от 19 декабря 2016 года номер 415 ФЗ о федеральном бюджете на 2017 годе плановый период 18-19 годов и в соответствии с правилами в отношении Республики Коломыкия в 2017 году проведена реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам путем заключения соглашения между Минфином России и правительством Республики Коломыкия. Дополнительных соглашений, которые были утверждены законом Республики Коломыкия с 6 марта 2018 года, номер 275-5-Z. Кроме того, согласно с внесенными изменениями в 2019-2020 годах вышеуказанные правила, в Республике также были подписаны дополнительные соглашения, которые были утверждены законами Республики Коломыкия и их копии направлены в Министерство финансово-реструктуру. В 2021 году в соответствии с условиями соглашений о реструктуризации Республики осуществлено частичное дозрочное погашение задолженности по бюджетным кредитам. В этой связи внесены соответствующие изменения в графике в погашении задолженности и между Минфином России и правительством Республики Коломыкия 29 ноября 2021 года заключено дополнительное соглашение номер 8. Согласно подпункту З. пункта 11 правил, дополнительное соглашение номер 8 также подлежит утверждению закона Республики Коломыкия, в связи с чем разработан представленный законопроект. Законопроект не содержит коррупционных факторов. Уважаемые диктаты, прошу вас рассмотреть и поддержать представленный законопроект. Спасибо за внимание. Спасибо. Хван Викторович, сейчас вопрос пока мои коллеги смотрят документы. Что выиграем, что проигрываем? Проигрываем не знаю, но в крайнем случае, что выиграем, насколько это полезно. Что выиграем? В связи с проведенной структуризацией, соответственно, у нас изменился план-график погрешение задолженности по бюджетным кредитам, соответственно, он стал более плавным. То есть мы погрешаем равными частями, в соответствии с правилами, до 2029 года. То есть долговая нагрузка на республиканские бюджетные части погрешения задолженности по бюджетным кредитам более плавная и для бюджета это более эффективно. Рисков тут никаких? Рисков здесь нет. Пожалуйста, уже, мои коллеги. Оторезерю их, пожалуйста. У меня несколько вопросов. Я уже вам задавала вопросы по графикам, да? Вы что-то мне объяснили, что-то не объяснили на комитете, да? У меня вопрос по графикам. Вы только что сказали, что мы вносим изменения, да? В дополнительное соглашение в связи с тем, что мы досрочно погасили задолженность, да? Вот я бы хотела знать, когда такая сумма была погашена. Потому что, исходя из графиков, вот эти вот приложения номер один, номер шесть, мы видим, что последняя задолженность была погашена за 2019 год. А 2020-2021 вообще ничего не гасилось. Вот хотелось бы, мне кажется, какая-то логики я не вижу. Объясните. Спасибо. В 2020 году у нас не было погашения, потому что в связи с коронавирусом были внесены изменения в правила. И федеральный центр нам в 2020 году дал послабление субъектам, всем субъектам, кто участвовал в России. То есть мы должны были погашать задолженность, но нам ее в этом году перенесли на более поздний срок. Плавное, с 25 по 29, а нам мирно. В 2021 году мы погашали задолженность, погасили задолженность в размере 197 миллионов рублей. Но мы погасили за 2019 год, это как? Нет, в 2021 году мы тоже гасили. Но здесь в графике нигде не указано. Вы посмотрите, у вас шесть график, шесть приложений, и нигде в 2020 году стоит прочее. Нет, в 2021 году мы не гасили, в 2021 году тоже ничего нет. Ну нет, стоит в 2021 году. В каком приложении стоит? В каждом. В каждом из шести. В 2021 год. До 30 ноября 2021 года. Хорошо. Еще вопросы, Наталья? У меня следующий вопрос. Пожалуйста. Вот вы говорите, что этот график составлен с тем, чтобы более плавно, да? Ну, чтобы меньше было нагрузка для республиканского бюджета при погашении бюджетной задолженности. Но, с другой стороны, мы видим по графикам, что резко возрастает нагрузка на бюджет республики Калмыкия, начиная с 2025 года. Посмотрите внимательно. То есть, речь о плавности здесь идти не может. То есть, мы переносим долговую нагрузку перед бюджетом Российской Федерации на плечи налогоплательщиков, начиная с 2025 года основной. Я правильно говорю? Как мы перекладываем эту нагрузку на следующее покорение налогоплательщиков? По условиям реструктуризации мы ежегодно до 2025 года погрешаем в размере 5%, начиная с 2025 года мы уже равными частями от оставшейся службы должности. Это условия правил реструктуризации, которые движены правительством Российской Федерации. Еще вопрос, Антон Васильевна? Спасибо вам. Еще, пожалуйста. Так, уважаемый Кондор Викторович, у меня вопрос нечего характера. Но прежде чем перейти к вашему вопросу, хочу обратиться к Антону Васильевичу, как председателю Народного Курала, который обеспечивает равный доступ депутатов для подготовки к сессии Народного Курала. Вот в проекте закона, который внес председатель правительства Юрий Викторович Зайцев 21 февраля, в распоряжение от 11 февраля докладчиком определен Шурчилович Санджиевич, номер распоряжения от 11 февраля до номера 32 РМТ. У меня вопрос следующий. Ну вот, Омбр Викторович официально, в соответствии с действующим законодательством, не докладчик по проекту закона. Один момент. Антон Васильевич, второй момент. Заключение контрольно-счетной палаты, всех партнеров, о которых вы все время говорите, где в раздачном материале нет ни одного заключения. Ну, слава богу, вы на электронную почту стали присылать. Но для того, чтобы работать с документом, наверное, и в раздачном материале должно быть соответствующее заключение. Следующий вопрос у меня к Омбру Викторовичу. Омбр Викторович, скажите, пожалуйста, вот в рамках этого соглашения, да, вы увеличиваете бюджетный кредит? Я не случайно спросила по заключениям, которые прислали наши контролирующие органы, в том числе контрольно-счетная палата Республики Калмыкия, которая ответила, что у нас сегодня бюджетный кредит составляет 4 миллиарда 274 миллиона рублей, да. Скажите мне о направлении, в том числе использования этих бюджетных кредитов, на какие цели они используются. И поясните мне, пожалуйста, почему увеличиваете бюджетный кредит, при условии, что у нас и коммерческие кредиты, фактически на 1 февраля, по данным Министерства финансов Российской Федерации, составляют 3 миллиарда 500 миллионов рублей? Пожалуйста, понятно? Да, понятно. Бюджетные кредиты мы не увеличиваем. Да, у нас небольшой прирост пошел, отдельный вес между бюджетными и коммерческими кредитами. Бюджетные кредиты структуры поменялись, увеличились. В связи с тем, что в прошлом году у нас на федеральном уровне прошла замена коммерческими и бюджетными кредитами, и поэтому и доля, соответственно, бюджетных кредитов увеличилась. Кроме вопрос, цели используют бюджетные кредиты? Бюджетные кредиты, они у нас направляются, эти все бюджетные кредиты были ранее предоставлены Республике Калмыкия на покрытие дефицита бюджета. Соответственно, были направлены на покрытие дефицита бюджета на социальную работу. То есть на сегодняшний день, Хомирович, у меня уточняющий вопрос. У нас задолженности по социальным выплатам нет, в республике. Правильно? Я так понимаю вас. За должности? Я не ошибаюсь, я не могу вам точно сказать, но вроде не было у нас. Вы закрылись. Хорошо, значит, вопрос. Вроде тут не покоит. Значит, если их нет, то значит их нет. Или они есть. Теперь я согласна. Что касается мой адрес вопроса, значит, у нас в саде правительства есть письмо о ползании докладчика, потому что докладчик болел, он все недели болеет, поэтому не знаю, почему мы до вас доводить не должны, но если надо, мы вам дадим это письмо. А до депутатов доводить, это где написано, что можно доводить? Я вам ссылаюсь на соответствующие действующие республиканские. И, уважаемые коллеги, что касается заключений, вот я в каждой сессии, вот такие заключения у меня. По каждому вопросу заключения есть. Значит, что касается материала раздачного, вот такие папки нужны. Это надо еще 5 тонн материала. Для чего электронное правительство? Для того, чтобы, вернее, электронный документ обороны. Для того, чтобы вы могли работать с документами и уже с документами приходить сюда на мероприятие. Значит, поэтому я считаю, что вы получаете в требуемом, в нужном объеме все заключения в электронной почте. Работаете, согласен? Уважаемый Антон Васильевич, я вам напомню, что из 27 депутатов Народного Хурала, работающих на постоянной основе, 3 депутата. Поэтому у нас возможности, к сожалению, нет. А вы, как председатель, в соответствии с законом о Народном Хурале, обеспечиваете равный доступ депутатов. Антон Васильевич, в том числе, являясь депутатом Народного Хурала и избранным из состава депутатского корпуса, необходимыми документами для подготовки к качественным законопроектам Народного Хурала. Хорошо. Ладно. Я знаю у вас свои обязанности. Уважаемые коллеги, еще, пожалуйста, по... Пожалуйста, Арсан Ильич. Хондар Ильич, хотел уточнить. Ачерстан Жилищ, на предыдущем случае я говорил, что госдолг, он, ну, точнее, вы постараетесь остановить на, как раз таки, сумме 7,6. Сейчас уже 8,2. Мы сейчас видим очередное соглашение. Это к соглашениям. Если у вас реально действующие какие-то меры, какие-то, я не знаю, там, стратегии, потому что просто реструктуризация кредита, да, бюджетного, дает ли она такую возможность, чтобы хотя бы остановить, мы уже не говорим, чтобы сокращать, хотя бы остановить эту сумму государственного, растущую, гиперрастущую, как сказать, сумму государственного долга. У нас на сегодняшний день государственного долга остался на том же уровне, что было на начало года, 7,7 миллиардов, он у нас не растет. Мы не планируем его пока наращивать. Мы, как Ачерстан Жилищ, докладывали, планы будет оставаться на данном уровне. Еще вопросы, пожалуйста, в рамном комитете. Если нет вопросов, пожалуйста, решение комитета, пожалуйста. Добрый день. Комитет народного права парламента Республики Калмыкия по бюджетному и миску политику занимается и собственностью рассматривает проект закон о подтверждении дополнительных соглашения о предоставлении бюджета Республики Калмыкии с федеральным бюджетным кредитом для частичного покрытия бюджета Республики Калмыкии заключенным в Международном министерстве финансов Российской Федерации и правительства Республики Калмыкии решили рекомендовать народного права парламента Республики Калмыкии принять данный законопроект. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Возникли вопросы? Если нет, прошу подготовиться к голосованию. Идет голосование. Кто за принятие этого постановления? За. На ваше обсуждение представляется проект закона Республики Калмыкии о внесении изменений в закон Республики Калмыкии о методике распределения между поселениями субвинций из бюджета бюджетной системы Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют вооруженные комиссариаты. Представленный законопроект разработан в цели приведения методики распределения субвинций бюджета муниципальных образований в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 года номер 653 о внесении изменений в постановлении правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года в номер 258 о субвинциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органам местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов. Изменениями уточнено наименование субвинции, скорректирована методика распределения субвинций на осуществление полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету в части исключения слов на территории, где отсутствуют военные комиссариаты. Уточнены формулировки в формулах по нормативам рабочего времени для освобожденных работников и работников, осуществляющих работу по первичному воинскому учету по совместительству. Проект закона не содержит коррекционных факторов и коррекционных норм. Реализация законопроекта не потребует дополнительных средств из бюджета. Уважаемые депутаты, прошу вас рассмотреть и поддержать представленный законопроект. Уважаемые коллеги, Фондарь Викторович, вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, за вас. Вот три распоряжения, которые связаны с докладчиком, с изменением докладчика. Значит, это внутренние документы парламента, с которыми работаем председатель. Он, соответственно, дает поручение по 1 марта. Анатолий Васильевич, я вам показываю раздатку. Значит, там... Передать вам папку мою. Ну, что, в смысле, здесь пусть и заключение. Ракуратура, контрольный истинный палат. Сергей Александрович, я вас не спрашиваю. Это мое право работать на сессиях. Значит, согласно ответить здесь, что я вам ответил. Анатолий Васильевич, я вам указываю еще раз. Распоряжение в соответствии с законом о народном курале, Анатолий Васильевич. Вы не можете мне предупреждать. Если закон обносится с субъектом законодательной инициативы, где распоряжение по докладчику? Это один момент. Где заключение? Почему они не розданы депутатам? Согласен. Что вы зациклились? Я вам ответил. Пожалуйста, к Конгору Викторовичу вопрос. У меня вопрос к Конгору Викторовичу. Конгору Викторовичу, на 2022 год вы ставите субвенцию, да, органам местного сомправления. Мы с вами утверждали в декабре месяце, на прошлой сессии, в бюджет. Скажите, пожалуйста, за счет каких финансовых средств вы доведете, то есть за счет каких лимитов эти субвенции органам местного сомправления? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Сами субвенции, они как были, так и остаются. Это средства федерального бюджета, это передаваемые полномочия. Они как у нас в бюджете были, так и, еще раз повторяюсь, так и остались. Только меняется наименование. Мы в закон вносим изменения в части приведения в соответствии с действующим федеральным законодательством. Меняется просто наименование субвенции и некоторые формулировки при расчете данной субвенции. Сам закон не меняется. Сам закон не меняется. Понятия, не ловно, все понятно. Еще вопросы? Если больше вопросов нет, представить комитета, пожалуйста. Комитет Народного Хурала по районаме Республики Калмыкии по бюджетам и ремической политике рассматривая проект Закона Республики Калмыкия о внесении изменений Закона Республики Калмыкия о методике распределения между поселениями субвенции из бюджета, бюджетной системы Российской Федерации и осуществления полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты. Решил рекомендовать Народного Хурала по районаме Республики Калмыкии принять данный законопроект. Уважаемые коллеги, комитет рассмотрел данный вопрос, озвучил его решение. Есть какие-то вопросы, противоречия? Нет. Если нет, прошу поглотить. Кто за? Голосуем за. 24. Уважаемые депутаты, разработка законопроекта об условии необходимости разрешения проблемы, связанной с восстановлением нарушенных прав граждан и участников даревых строительных домов, пострадавших от недостроительных действий застройщиков. В настоящее время в едином реестре правления Народного Хурала состоят 4 даревых домов, застройщики которых заключили с гражданами 113 договоров даревого участия на общую сумму в 13,4 миллиона рублей, сроки исполнения, по которым наступили еще в 2018-2020 годах. На стадии разработки данного проекта закона пути решения обозначенной проблемы неоднократно обсуждались на различных площадках с участием правительства, региональными строя, городской администрации и, конечно, непосредственно с пострадавшими гражданами. В результате был выработан окончательный вариант проекта регионального закона, предлагающий несколько вариантов разрешения на основные проблемы. 1. Оказание содействия пострадавшим участникам строительства в создании и организации деятельности жилищно-строительных кооперативов в цель завершения строительства правильного объекта либо бесплатное предоставление пострадавшим участникам для его строительства земельных участков. 2. Привлечение инвестора, который завершает строительство правильного объекта, за счет собственных средств и передает жилые помещения в собственность пострадавшим дочкам или передает им собственность квартиры в ином квартирном доме, либо выплачивают им денежную компенсацию. С этой целью инвестору предоставляется право на заключение договора аренды иного земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Калмыкия, или муниципальной собственности, либо государственная собственность, которая не разграничена, без проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта. Безусловно, принятие названного проекта закона должно повлечь расходы из регионального бюджета, но только в том случае, если пострадавший горщик изъяв желание организовать жилищно-строительные кооперативы. Прошу депутатов поддержать представленный законопроект и принять его в очереди. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, доклад окончен. Вопросы к Евгению Евгеньевичу есть? Есть. Пожалуйста. Уважаемый Евгений Евгеньевич, при внесении данного законопроекта в финансово-экономическом обосновании, вы как субъект законодательной инициативы пишете, что ввиду отсутствия данных о намерениях пострадавших участников долевого строительства, создать даже лично-строительные кооперативы в целях завершения строительства проблемного объекта не позволяют рассчитать объем предполагаемых дополнительных расходов с республиканского бюджета. Несомненно, проблема обманутых дольщиков, она для республики актуальна. То, что вы выступили с законодательной инициативой, это очень хорошо. Три варианта предложены к концепции проекта закона, тоже хорошо. Но у меня вопрос по заключению правительства республики Калмыкия, который прислал Юрий Викторович Зайцев, о том, что представить объем финансовых средств, который может повлечь принятие проекта закона, который вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, не представляется возможным. Вот в случае того, что в декабре месяце мы приняли трехлетний бюджет, поправок сегодня, к сожалению, в республиканский бюджет нет, но есть заявления, которые поступают в уполномоченные органы, к нам, как депутатам. Как будем разрешать проблему по мере поступления, или все-таки с учетом того, что вы проговорили с правительством, будет какое-то дополнительное поступление средств из резбюджета? Спасибо за вопрос. Но дело в том, что я уже обозначил, что в настоящее время у нас 4 многоквартирных дома. По каждому из этих домов на рабочей группе мы встречались в том числе с гражданами, с инициативными группами. Предлагали мы один из способов именно это ЖСК. Но дело в том, что ЖСК никто из граждан не хочет рассматривать, потому что, как правило, за счет именно бюджетных денежных средств достроить, не представится возможным, то есть гражданам нужно будет участвовать и своими денежными средствами. Вместе с тем, безусловно, исходя из составляющей каждой семьи, которая у нас и так очень большую крупную сумму потратила, кто-то влез еще в долги, кто-то в кредиты, на адрес полностью инициативная группа, они отказываются из рассмотрения именно данной формы. Поэтому мы и ушли на будущее, если вдруг возникнет такая необходимость. А в практике как это будет? А в практике это будет субсидией с правительством на достройку граждан. Мы же говорим, что с правительством есть, да, по ферматизму. Есть. Спасибо. Еще есть вопросы? У меня есть вопросы. Пожалуйста, Наталья. Значит, этот вопрос обсуждался на бюджетном комитете. И остался не выясненным следующий пункт. Вот вопрос, который касается бесплатного предоставления земельных участков. Мы так все многоквартирные дома расположены в городе Листа, да? Значит, все земельные участки будет предоставлять администрация города Листы. Согласна с этим. В то же время, в заключении, которое дает председатель юридического городского собрания, говорится, что неурегулированным остается порядок обеспечения объектами инфраструктуры земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, при предоставлении собственности гражданам в качестве меры поддержки бесплатно. Вместе с тем, отсутствие финансовой возможности не будет освобождать органы местного самоуправления от выполнения возложенных на них законам обязанностей. На основании изложенного полагаем целесообразным исключить из проекта закона в качестве меры поддержки бесплатное предоставление пострадавшим участникам даревого строительства земельных участков. То есть, фактически, город сегодня не готов предоставлять бесплатно земельные участки. Получится, что мы приним закон, который не будет работать. Как он будет работать, если сегодня и другие льготные группы населения не могут получить земельные участки в городе? Фактически уже и участков мало осталось, и инфраструктура к ней не подведена. А мы должны подумать о дополнительном финансировании. На самом деле, Савдар Александровна, и в этой части возникает вопрос дополнительного финансирования этого закона. Поэтому вот я понимаю, что закон нужен, закон актуален. Иначе мы не продвинемся никуда. Они не хотят никто, не ворог, никто. Ну давайте, мы будем выделять им землю где-нибудь в районе поселка Ашамы, Лесовы. Они согласятся, без всякой инфраструктуры будут там хутора стоять без света, газа, без воды. Ну не об этом разговоры. А речь идет об этом, вот заключение главы, ответ главы Лесенского городского собрания. На самом деле проблем с выделением земельных участков в городе очень много. И вы как прокурор, наверное, прекрасно знаете. На каждом заседании Лесенского городского собрания присутствует, по-моему, представитель городской прокуратуры. И они как раз возмущаются по поводу того, что каждый раз, на каждом заседании рассматривается вопрос перевода земель из зоны зеленых насаждений в различные другие там. Под жерез, под многоквартирные дома, под коммерческую застройку. Скоро наш город останется без зеленой зоны. И в условиях изменяющегося климата мы вообще все здесь задохнемся. Сорегоградусную жару. Вот эти вопросы нужно продумывать. На самом деле, мне кажется, вот в этой части законопроект не до конца продуман, и он не будет просто действовать. Конечно, нужно принять этот законопроект, но нам нужны законопроекты, которые реально будут работать. А не просто для бумажки. Откладывайся по порядку. Да, Евгений Евгеньевич, хотел бы сказать, что, конечно, законопроект нужно, конечно, надо двигаться в этом направлении. Но, опять же, давайте возьмем в честь того, насколько потом эти законы работают. Да, и вот, опять же, по этому многоквартирному дому, да, который на третьем микрорайоне построился для переселенцев, который, ну, на седьмом микрорайоне, на восьмом микрорайоне взорвался. Запускался он, да, разговоров нет. Я обращался в прокуратуру, да, пришел ответ от городской прокуратуры, видел и прямые эфиры министра по строительству, и участвовали там. Мне пришел ответ, что якобы 21 декабря дом запустился полностью, были там и заключения от 15 декабря, что 15 декабря уже дом был полностью готов. Ответ пришел то, что якобы 27 декабря было принято решение по письму от заказчика поменять клепки на всем этом вентилируемом фасаде этого дома. То бишь 21 декабря он был готов. Но к чему этот самообман, да? Весь город, южная часть этого дома смотрит полностью на город. Весь город видел, что до января месяца ничего этот дом был не закончен. Но 21 декабря уже было введено в эксплуатацию, то бишь заказчик, подрядчик, причем подрядчик вообще не выступал как строитель, как таковой. Хотя по контракту, по 44 ФЗ обязан, там у него даже в контракте сказаны те работы, которые он обязательно должен делать. Вопрос, вопрос. И соответственно, да, это коррупционная составляющая, которая, есть видеосвидетельства блогеров, которые 25 декабря на этом доме еще делали, строили крышу. У меня все эти видео записаны, да? Есть куча свидетелей. У меня дядя живет сзади этого дома, он готов за свидетельство, что не было никакого там 21 декабря законченный дом. Это имеется в виду к чему? То, что коррупционная составляющая, да, она настолько здесь покрывает друг друга, да, оно настолько пропитано, что министр, зампред здесь сидит, да, которые полностью высказывали, что вот там, вот там построен был. И из-за этого далее, соответственно, вот такие, так сказать, пострадальцы у нас, то, что дома не водятся. Стройконтроль, которому оплачиваются деньги за надзор этого дома, ничего, они не вели этот стройнадзор своевременно. Аналогично по дорогим другим стройкам, соответственно, мы видим, да, в на рамках национальных проектов строились дороги. 8 дорог по Элисте, не закончились. По каждой дороге по 500 с лишним тысяч стройнадзор уплатили нас. Сейчас, по сути вопроса, я по сути вопроса, то, что, насколько это все это будет надзираться, насколько это будет продолжаться все это коррупционное составляющие. Второй вопрос, вот, Евгений Евгеньевич, вот я сделал предложение, да, в части ужесточения, так сказать, наказания по коррупционным преступлениям. Вы как смотрите на такое предложение? Вот ваше личное мнение. Хотелось бы. Спасибо. Начнем с первого вопроса. Как бы, это разные две вещи. Отбанок выдающийся и присоединение, так сказать, говорим. Ну, не соглашусь, потому что они являются последствием. Злобавич, этичность. Да, да, да. Я думаю, что вы касаемо ваших предложений, вы же стать сегодня ответственностью. Мы абсолютно здесь прокуратуры поддерживаем. Поэтому и по гостинскому смору. Есть я работаю. Вплоть до пожизненного, да? Ну, там уже надо смотреть. Да, да, да. Все, спасибо. Дорочный ручей. Пожалуйста, я хочу, чтобы наоборот усилили. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня, в принципе, похожий вопрос. Конечно, соглашусь, что меры поддержки необходимы и нужны. У меня такой вопрос по поводу ответственности именно со стороны застройщиков. Есть ли какие-то варианты по поводу усиления? Почему? Потому что, ну, все мы знаем, есть у нас один застройщик, который там рекордное количество возбужденных уголовных дел, но, тем не менее, он продолжает так же строить. Просто мы все понимаем, что вот эти меры поддержки – это следствие. А нужно еще и с причиной бороться. Откуда они появляются, эти застройщики, которые таким образом ведут себя, что они получают, которые вынуждены были с бюджета помогать своим гражданам, которые попались на обувки этих мошенников. Просто вот реально есть человек, которого, я не знаю, уже с десяток уголовных дел он продолжает работать, строить, привлекать деньги. Это же мы через два года будем и этим помогать, если это никак не прекратить. Есть ли какие-то по поводу усиления? Вас, Сергей, по всем застройщикам, да, уголовно-проварцам, если вы сейчас говорите про «Кристаллстрой», раз, он уже два, что он был уже осужден, в последний раз в условном мире наказание, в настоящее время два уголовных дела в суде рассматриваются. Поэтому здесь ответственность есть. Но дело в том, что привлечение к уголовной ответственности в последующем, если суд примет решение о его изоляции от общества, вот поверьте мне, для граждан это вообще дальний вес. То есть граждане хотят видеть жилье, им от этого не холодно и жарко, от того, что кто-то будет сидеть несколько лет и по копейке там выплачивать, если он вдруг будет еще трудоустроен в местах решения собой. Хорошо, спасибо. Желающие выступить, пожалуйста, по данному вопросу. У нас так получилось и вопросы, и выступления вместе. Решение комитета, пожалуйста. Продолжение следует... Соглашение о организации масштабного инвестиционного проекта, указанное на части 3 настоящей статьи, заключается между полномоченным проектом и службой Кроники и Органа исполнительской власти и инициатором проекта в порядке установленного в правительстве Республики Кроники. В части 1 и 2 статьи 8 изложены в следующей редакции. Если расходы инвестора необходимы для исполнения обязательства по обеспечению восстановления правов послодавших участников до любого строительства, а также на переход к установленным законодательством Российской Федерации, порядок права обязанностей застройщиков проблемного объекта в отношении проблемного объекта и земельного участка, на котором находятся данные проблемные объекты, либо приобретенные имущества, в том числе и имущества прав. И обязательства застройщика проблемного объекта в соответствии с нормой федерального закона под номером 127 федерального закона. Больше рыночной стоимости жилых и недвижимых проявлений, проблемные объекты, свободных прав граждан, заключенных в договоре, участие в любом строительстве с застройщиками, определенных на дату государственной регистрации, переход к инвестору прав и обязанностей застройщика проблемного объекта в отношении проблемного объекта и земельного участка, на котором расположен данный проблемный объект, либо на дату государственной регистрации перехода к инвестору прав на земельный участок, на котором расположен данный проблемный объект, находящийся на нем неотделимым улучшением. То инвестору предоставляется право на заключение договора иного земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Панухи или в муниципальной собственности, либо в государственной собственности, на котором не разграничено без проведения торгов целях реализации инвестиционного проекта. Второе. Кадастровая стоимость земельного участка, предоставляемого в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта, не может быть большей суммы расходов за брать инвестора, указанной частью первой настоящей статьи, уменьшенной на рыночную стоимость жилых и нежилых помещений, свободных от прав граждан заключенных договоров, участие в долевом строительстве со строительщиками, определенную на дату государственной регистрации перехода к инвестору прав и обязанности строительства проблемного объекта в отношении проблемного объекта и земельных участков, на которых расположен данный проблемный объект, либо на дату государственной регистрации перехода к инвестору прав на земельные участки, на котором расположен данный проблемный объект, находящийся на нем неотделимыми улучшениями. Решение комитета озвучено. Уважаемые коллеги, возникли противоречия. Если не возникли, прошу подготовиться к голосованию. По вопросу номер 4. Постанапроект постановление на руках. Кто за? За. 24. Уважаемые депутаты, настоящий законопроект является спутником ранее представленного вашего внимания проекта закона в поддержке государства, частников боевого строительства. При этом закон предлагается дополнить закон Республики Калмыкия об установлении критерий, в котором должны соответствовать социально-культурному, коммунально-бытовому значению, масштабной инвесторной проекты, для размещения которых допускается предоставление земельного участка в аренду без поведения торгов, критериями, определяющими штабные инвесторные проекты. Одновременно предлагаем дополнить закон Республики Калмыкия регулирован земельных отношений в истории колонки новым положением и гарантирующий порядок и условия бесплатного предоставления собственности пострадавшим участкам дорогого строительства земельных участков. Принятие настоящего закона не потребует дополнительных расходов без искусства канцерского бюджета. Прошу депутатов поддержать представительный законопроект и принятие его в учтение. Наталья Сергеевна сказала, что будут возникать вопросы у нас потом по будущей этих земельных участков с тем, что земельных участков особо нет. Дело в том, что я тоже неоднократно писал по градостроительному плану, который у нас уже по сути, в принципе, бездейственный. Вы, Евгений Евгеньевич, прекрасно это знаете, что уже есть решение суда, есть конституционные решения суда. То, на что ссывается у нас градостроительный план Элисты, а я так думаю, что это помимо того, что Элисты, это все остальные муниципалитеты, которые имеют градостроительные планы, у них тоже, соответственно, они не соответствуют. Когда мы, вы, как прокуратура республики, потребуете приведения в соответствии градостроительного плана Элисты и других муниципалитетов. Пожалуйста, Светлана Борисович, вам на ваше обращение даны письменный ответ. Если вы не согласны с какой-то частью ответа, пожалуйста, обжалуйте. Нет, на последнее пока еще не... Нет, на последнее пока нет, ну просто в рамках этого вопроса как раз-таки я... А вы можете обратиться в органы прокуратуры для его разъяснения. Я вам дам разъяснение. Уважаемые коллеги, давайте так, договоримся. Задал вопрос, ответ. Значит, нужно что-то уточнить. Уточни, ну что вы, устраиваем. Уточняю. Так, пожалуйста, еще вопросы. Желающий, Наталья Сергеевна, пожалуйста. Ну так как мы уже проголосовали за принятие законопроекта предыдущего, Борис практически является спутником, и он уточняет, поэтому, наверное, надо его принимать. Спасибо, Наталья Сергеевна. Если желающих выступить нет, решение комитета прошло озвучено. В комитете народного хñosова Воронка Республики Калмурки по отбережитório и местопонистике 1. подпункт 2 статьи 2 законопроекта считается подпунктом B. Второй под пункт 2 статьи 2 законопроекта дополнен под пунктом Б с следующей редакцией. Под пункт П1, пункт 4, с пунктом 2, с пунктом С, с пунктом 2 и 5. Решение комитета озвучено. Возникли противоречия? Если нет, прошу определиться с голосованием по вопросу номер 5. Постановление на руках. Кто за? Единогласно спасибо, уважаемые депутаты. Спасибо Евгению Евгеньевичу. Мы приступаем к проекту закона республики о внесении изменений в закон республики об административных правонарушениях. В республике Калмыкия вносится по курорам. Евгений Евгеньевич докладывается. Пожалуйста, Евгений Евгеньевич. Уважаемые депутаты, представлено вашим вниманием законопроект разработан в целях обеспечения своевременной актуализации региональной программы капитального ремонта, корректировки очередности проведения капитального ремонта, отсутствие достоверной информации на областных домах, подлежащих капитального ремонта, их технического состояния в значительной степени препятствует оперативно принимать правовеские решения, связанные с эффективным использованием обеспечения надлежащих технического состояния этого жилищного фонда региона, при реализации программы капитального ремонта, определение размера, состава и технического состояния общедомого имущества. Прокурорским проверками являются многочисленные факты непредставления несовременного предоставления, либо предоставления органов местного управления республики в инспекцию государственного жилищного назора недостоверной информации о техническом состоянии на квартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований. Подобная ситуация объясняется отсутствие в инспекции информации о буквальных характеристиках объектов недвижимости. С учетом этого предлагается в соответствии с законами республики Калмуте административное правонарушение по республике Калмуте административно ответственных должностных листов органов местного управления за нарушение порядка проведения мониторингового технического состояния на квартирных домах, ведь и штраф по размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Принятие законопроекта не потребует бюджетных расходов, прошу ли вкладку поддержать законопроект принятия вывода чтения. Спасибо, Евгений Евгеньевич. Вопросы есть? Наталья Сергеевна Морозова. У меня такой вопрос. Скорее всего, вот эти изменения, которые вы вносите в закон республики Калмуте, они не являются оригинальными. Вполне возможно, подобные изменения работают в соседних регионах. Есть такое? Есть. В соседних работают. Волгоградской области. Волгоградской области. И там именно такой штраф от 1 тысячи до 3 тысячи рублей? Ну, просто мизерный штраф. Соседями надо тоже посматривать. Ну, спасибо. Еще вопросы. Если нет, желающие выступить. Нет решения комитета. Пожалуйста. Продолжение подправки. Ну, уважаемые коллеги, вопрос рассматривается на нашем комитете. Все отзывы, которые пришли, положительные. Но особняком стоит отзывы Елесинского городского собрания, связанные с уборкой, с санитарным состоянием. Но комитет считает, что эти отзывы могут быть предметом регулирования отдельного законопроекта. В связи с этим, в решении комитета рекомендовать принять законопроект с учетом следующего предложения. В пункте 3 статьи 1 законопроекта слова «уполномоченный орган заменить словами орган, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор функции показания государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, лицензионному контролю за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». Спасибо. Решение комитета озвучено, уважаемые коллеги. Возникли вопросы? Уважаемые коллеги, решение комитета... У меня вопрос к реплике Мутуо, как председателя комитета, когда он зачитывал решение комитета, а не к сути законопроекта. Да, да, вы члены этого комитета. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Итак, прошу подготовиться к голосованию по вопросу номер 6. Кто за это постановление, прошу проголосовать. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, мы можем всем поздравить с прошедшими праздниками наших дорогих, уважаемых законодателей, приглашенных женщин. Анатолий Васильевич в своем выступлении высказал поздравительные слова от имени депутатского корпуса. У меня вот такая приглашенных, если бы вас всех поздравили, проживаясь вам мира, добра и благотворной деятельности на благо государства российской и родной республики. Так, переходим к отчетам. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемый депутат, уважаемые приглашенные. В 2020 году органы внутренней Белой республики продолжали работать в непростых условиях. Несмотря на сложную санитарную и педагогическую обстановку, основные задачи, поставленные перед полицией региона, выполнены. В целом, в истекшем году обеспечен правопорядок в ходе проведения свыше тысячи массовых мероприятий, в том числе единого дня голосования. Отмечу, что грубых нарушений общественного порядка не допущено. Всего к административной ответственности привлечено 22 человека. Уважаемые законодатели, бескорно политическая конкуренция должна осуществляться исключительно в правовом поле. Экстремистские диалоги могут быть разрушительными посредствами. Недавние события со сильней государства тому наглядные примеры. В этой связи борьба с экстремизмом остается в числе приоритетных направлений деятельности полиции. Принятые меры позволили не допустить правонарушений и способность провоцировать эскалацию напряженности региона. В отношении лиц, придерживающихся нацистской идеологии и распространяющих экстремистские материалы, возможно, на 4 уголовных делу и 15 административных производств. Заблокировано 34 интернет-сообщества, публикующих информацию, направленные на склонение совершеннолетних, суицидальному поведению и пропагандирующих разрушающие идеи насилия. Пристанное внимание уделялось контроль за миграционными процессами. Введение ограничений, связанных с пандемией, привлекло с собой уменьшение миграционных потоков по регионам. При этом, а шагы контроля на обзорных мероприятиях соответствовали складывающиеся ситуации. Составлены свыше 2 тысяч административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. Выяснено 17 тысяч представлений о запрете въезда на иностранцев на территорию Российской Федерации. Принимая во внимание потребности экономики регионов трудовых мигрантов, нами будет продолжено надзорное мероприятие, направленное на обеление рынка труда в данном сегменте. В связи с проведением социальной военной операции на территории Украины и большим потоком беженства страны Донецкой и Луганской народных республик, пребывающих на территории Ростовской области, необходимо обратить внимание на своевременное принятие мер антирористической направленности, в особенности при наличных районах республики. В целом, характеризуюсь состояние оперативной остановки регионов, отмечу, что в орган внутренних дел в прошедшем году поступило свыше 36 тысяч заявлений и сообщение о преступлениях и правонарушениях. С учетом месяца рекомплекта, нагрузка на личный состав осталась весьма существенной и продолжает расти. Более того, второй пандемийный год заставил нас адаптироваться к длительным и неприятным условиям функционирования. Не могу не отметить, что сотрудники органов внутренних дел проявили высокую сознательность в вопросах вакцинации от COVID-19, обеспечив 70% уровень коллективного иммунитета. По-прежнему, основной объем выполненных задач прорекуется на службу участковых у полномочных полиции. На их плечи ложится каждое второе заявление и обращение граждан о преступлениях и происшествиях. Имя раскрыто около 30 секунд преступных посягательств. Складывающие социально-экономические ситуации и оперативная остановка в стране требуют более деятельного участия регионов в реализации государственной политики по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности. Напомню, эти вопросы находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Подчеркну, что Министерством предела России и региональным министерством, в свою очередь, предпринимаются активные усилия в развитии службы участковых у полномочных полиции в рамках соответствующей концепции, рассчитанной до 2023 года включительно. Вместе с тем, обеспечить достижение ее целей, в числе которых повышение уровня социальной гарантии участковых исключительно за счет внутренних резервов в очередливчании службы. Эффективность этой работы могла быть на порядок выше при содействии региональных властей. Сложительных примеров по решению данных вопросов в стране имеется немало. К примеру, в четырех российских субъектах для участковых предусмотрены одновременные и ежемесячные выплаты. В пяти регионах имеется положительный опыт выделения средств на строительство либо приобретение жилья. Необходимо отметить, что в рамках реализуемых республики государственных и муниципальных программ заложено мероприятие по выделению или управлению служебных помещений для нужных участковых. Однако данные мероприятия остались фактически не реализованы, ввиду недостаточного финансирования. В настоящее время служебные помещения участковых отсутствуют в пяти населенных пунктах. Необходимый ремонт 37 использованных пунктов полиции. Кроме того, жилыми помещениями, выделенными из муниципального жилочного фонда, обеспечено всего три участковых уполномоченных из 165. Те самым обеспеченность составляет 1,8%. Одновременно служба участковых и медицинский комплект 5 вакансий, при этом существующий уровень денежного удовольствия, ограничивает на текущий момент воздушности качественного отбора кандидата. Не менее сложной ситуации, подразумение патрульно-постовой службы в день комплект составляет 9,7%, а уровень заработной платы на сегодняшний день желает лучшего. Понципиальное значение имеет борьба с незаконной торговлей алкоголем. В прошедшем году причинул 237 таких нарушений в административном порядке и 8 в рамках применения уголовного законодательства. Из незаконного оборота изъято свыше 38 тысяч литров пик содержащих продукции. Напомню, что в нашем регионе уже имело место факты, массовое отравление суррогатным алкоголем в 2018 году в Саркинском районе. Несомненно, случившееся стало дополнительным поводом для критики правоохранительной системы. И отчасти данные упрекли общество справедливо. Между тем, корень этой проблемы, как вы понимаете, кроется гораздо глубже. Трагические события прежде всего привел низкий уровень жизни граждан и неразвитый соответствующий социальный сфер в отдельных так называемых депрессивных районах. Несмотря на то, что мы максимально усилили работу на данном направлении, не должно возникать иллюзий, что проблему удастся решить лишь одними правоохранительными инструментами. В министерствах, как одним из ключевых субъектов профилактики системно, решались вопросы по повреждению и пронушению в подростковой среде. В современных условиях именно несовершеннолетние активно вручены в цифровые технологии, что несет за собой определенные риски. Только за последние пять лет число преступлений, совершаемых в киберпространстве в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, увеличилось в стране в три раза, в нашем регионе в семь раз. Струпы данных преступлений более половины составляют развратные и насильственные действия социального характера. Не могу не отметить, что по нашей инициативе в прошедшем году заблокировано в социальных сетях свыше 80 интернет-ресурсов, содержащих информацию о продаже наркотиков, насилии и экстремистских материалов. Тесное взаимодействие осуществлялось с органами и учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты населения и Роскомнадзора. Соответствующая работа проводилась с родителями, которые не исполняли свои обязанности, жестоко обращались к детьми, оказывая на них негативное влияние. К уголовной ответственности причины двое взрослых, административные свыше 600 человек. Причинуло порядка 14 факторов продажи алкоголя несовершеннолетних. Отнесенный консенсированный подход способствовал дальнейшему снижению уровня подростковой преступности. Снижение за отчетный период составило 43,5%, в том числе в составе групп минус 52,6%. В прошедшем году найдены разрешены по месту жительства 92 подростка без вести пропавших, ушедших из дома либо спецучреждений. Существенную помощь сотрудников полиции по всей стране отказывают представители различных общественных формирований правоохранительной направленности. Новые вехи в развитии партнерских взаимоотношений с обществом должно быть стать киберволонтерство, с помощью которого можно успешно выставить заградительные барьеры на спуте интернет-мошенников и граждан с сексуальными отклонениями. Безусловно, этот опыт необходимо осваивать, и здесь без поддержки органов региональной власти нам не обойтись. Вместе с тем в нашем регионе профилактическая работа с привлечениями народных дружин и у них общественные формирования фактически не реализуются. При этом мероприятие по стимулированию деятельности народных дружин заложено в рамках реализуемого Республики государственной программы профилактика правонарушений, но финансирование по ним не предусмотрено. Полагаю, что стимулирование этой деятельности позволит значительно повысить эффективность противодействия преступности. Широкое распространение гиберпреступности является одной из доминирующих тенденций настоящего времени. Доля таких криминальных деяний в общей структуре преступности превысила 18%. Динамика ежегодного прироста отмечается в последние несколько лет. Ошибочно полагают, что жертвами дистанционного мошенничества становятся в основном гражданами пожилого возраста. Ситуация скорее обратная. Специфика подобных преступлений и возможностей их совершения из-за рубежа ограничивают технические консенсивы обмутных дел по их раскрытии и возмущению причиненного ущерба. Поэтому наиболее действенной формой борьбы с показанными посягательствами остается выработка у населения определенного иммунитета. На лекции паровой безопасности в современном мире необходимо прививать уже со школьной пистаней, полагая, что они должны стать обязательной частью образовательных программ всех доступных уровней. При этом дальнейшее повышение эффективности мы видим в скоординированной работе правоохранительных органов и соответствующих регуляторов. Полагаем, что российские банки могут шире применять практику при оставлении сомнительных денежных переводов, осуществляемых без согласия клиентов. Другим способом минимизации ущерба граждан IT-преступлений стало бы страхование их планов за счет кредитнофинансовых организаций. Необходимо, на наш взгляд, активнее использовать регуляторные возможности и полномочия для оперативной блокировки новых криминальных механизмов, возникающих в глобальной сети. Несмотря на принимаемые меры, по-прежнему напряженность встает в наркоситуациях. Основные наши усилия были направлены на противодействие организованной наркопреступности, в том числе имеющей межрегиональный характер. Всего в отчетном году окончено расследование на правный суд 20 уголовных дел по преступлению, совершенных 12 активных участников из 6 организованных групп и 2 уголовных дела по преступлению, совершенные в составе группы лиц по предварительному сбору. Аналогичный период 2020 года у нас было 10 таких дел. Как пример, по одной из самых успешных операций в 2021 году стало причечение деятельности участника организованных преступных групп, в состав которой входили помимо двух уроженцев нашего региона, жители Ростовской области и Республики Казахстан, которые действовали в интересах одного интернет-магазина, магазина Атриум, занимавшего поставками и сбытом наркотических средств синтетического происхождения. Всего в прошлом году появилось свыше 250 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 35 килограммов запрещенных веществ, документированы два факта о реализации преступных доходов. В сфере незаконного оборота наркотиков также происходит смещение акцентов в области высоких технологий. В взаимодействии с Роскомнадзором произведена блокировка пяти интернет-ресурсов, пропагандирующих наркопотребление, а также распространяющие нелегальные препараты. Выявлено более 32 фактов сбыта наркотиков с использованием информационно-телекоменционных технологий, что составило более 12% последствия регистрированных преступлений. Большое внимание нами уделено профилактической наркомании и увеличению молодежи в противоправную деятельность, связанную с распространением наркотиков. В этих целях проведено случай 300 специальных аккоративно-профилактических мероприятий, в том числе образовательных организаций. В условиях невыкоприятной технологической обстановки и санкционного давления значительно возросла актуальность защиты экономических отмог государства и интересов бизнес-сообщества. Реализация соответствующих мероприятий, наиболее важных отраслях экономики региона осуществлялась в координации с другими прокурорительными контролирующими органами. В течение года причинено свыше 170 преступлений экономической направленности, из которых 43,1% совершены крупные на 100 крупных размерах. Завершено расследование 156 экономических составов, приняты меры по замещению ущерба на сумму более 300 миллионов рублей. Доказана причастность организованных преступных групп и преступных сообществ в 18 уголовном наказуемом деянии. Серьезное внимание уделялось при чтении посягательных бюджетных средств в первую очередь по идеям на реализацию национальных проектов. Всего сотрудников подразделения экономической безопасности противодействия коррупции выявлено 9 полицирующих преступлений, связанных с их хищением и целевыми использованиями, большие части которых совершены в крупном размере. Из них связаны с реализацией национального права демократии 6, жилье 2, здравоохранение 1. Уровень внутренних дел в рамках реализации национального плана противодействия коррупции документировано 26 должностных преступлений, в том числе 12 актов взятничества. В целом, реализация комплекса мирно-направленности системной противодействия преступности дала свои позитивные результаты. В прошедшем году загрестировано почти 3 тысячи преступлений, при этом растыто более 2 тысячи преступных деяний. Раскрывание составило 72,6%, для сравнения Южно-федеральный округ отчетный пиот, это 50%, Российской Федерации 52,5%. Одновременно установлена причастность лиц к совершению 484 тяжких, особо тяжких преступлений. Их раскрываемость по тяжким, особо тяжким достигла 66,7%. Южно-федеральный округ 42,1%, Россия 42,7%. Стабильным истоким оставались показатели раскрываемости убийств, фактов, умышленных причин, тяжкого вида здоровья, изнасилования, разбойных, нападения и грабежей. Благодаря грамотным и профессиональным действиям сотрудников полиции раскрыт ряд резонансных преступлений, произошедших в последнее время в нашем регионе, включая убийства с разбойным нападением в городе Елисе и Сарпинском районе. В соответствии с майским указанным продолжена реализация кописи мер по производительной организованной преступности, в том числе сформированные на этнической основе. Прещена деятельность 70 лидеров и активных участников организованных преступных групп. Выбраны два факта создания преступного сообщества или участия в нем. В прошлом году установлены искажения 107 лиц кровавших от органов дознания, следствия и суда, а также 28 пропавших без вести. Однако это не дает нам поводу для самого успокоения. Люди, находящиеся в зоне рисков, подверженные криминальному влиянию, должны постоянно находиться на этой полиции. При этом, в числе наших главных приоритетов, остается повышение качества направления в суд уголовных дел, а также максимальное возмещение ущерба пострадавшего от преступления. Не менее важным запросом общества и стратегической задачи государства является снижение смертности и травматизма на автомобильной дороге. Ключевая роль в ее решении отведена национальному проекту безопасной и качественной дороги. В рамках ее реализации территориальной подразделения ГИБДД поставлено 28 новейших технических транс-контроллей. Автопарк госавтоинспекции обновлен на 39 патрульных автомобилей. В настоящее время система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения включает в себя 93 комплекса. За год их число возросло на 35 единиц. Как следствие в местах расположения такого оборудования отмечается снижение количества происшествий а главное тяжесть наступивших последствий. В целом предпринятые меры позволят сократить количество дорожных транспортных происшествий в результате аварии. Вместе с тем добиться главной задачи выполнения прогнозных значений установленного федерального проекта безопасно-дорожного движения национального проекта безопасной и качественной дороги нам не удалось. В регионе остались недостигнуты индикаторы прогнозных значений социального и транспортных рисков. В целях достижения поставленной задачи по сокращению смертности в результате СТП в 2021 году в госавцензии было организовано межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления региональными профильными министерствами главой республики. В настоящее время по инициативе министерства внесены изменения в госпрограмму профилактических правонарушений. Однако за счет действующих расходных обязательств публиканского бюджета запланировано финансировано только мероприятие регионального проекта общесистемные меры развития по функционированию системы фото-видео фиксации. Несмотря на замечания в Министерском пределах республики Калмыкия проекта постановления финансирования мероприятия регионального проекта безопасных дорожного движения присутствуют только и средства дополнительных объемов ресурсов. Здесь следует отметить, что при отсутствии должного финансирования мероприятия по профилактике дорожного транспорта травматизма сохраняются высокие риски невыполнения данных индикаторов прогнозов целевых показателей не только в 2022 году, но и в последующих 2023-2024 годах, так как в этих мерах по профилактике закладывается основа закона послушения. Ресурсы для дальнейшего повышения эффективности работаны прежде всего видим в укреплении взаимодействия региона, в том числе при разрешении вопросов, связанных об устройстве уличной дорожной сети с обязательным отражением результата системы эталон. К сожалению, неоспоримые преимущества в виде аналитических систем не находят широкого применения за пределами дорожной возраста. Определенные стагнации в вопросах развития автоматического комплекса безопасный город не способствуют укреплению правопорядка в регионе и приводят к технологическому оставанию систем безопасности. Требуется замена имеющего установка новых цифровых управляемых видеокламер высокого разрешения в местах массово встопления людей на улицах городов и районах республики Талмыгия. Отсутствует отдельная государственная программа предусматривающая создание АПК безопасный город. Финансирование штатов только в рамках отдельных сегментов. Для справки из 104 видеокамер на текущий момент в рабочем состоянии находится 55 морально устаревшего образца. Уважаемые депутаты, подглотя общий итог работы органов наездил за прошлый год, еще раз отмечу, что несмотря на имеющие проблемы и нерешенные вопросы, поставленные нами задачи выполнены в полном объеме. Большая часть личного состава является профессионалом своего дела, более того, готовы с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Только за прошедший год за грамотные профессиональные действия свыше 3000 полицейских представлены поощрением два офицера достойных высоких государственных наград. Работа 99 наших коллег отмечена министром Угландил Российской Федерации. Поэтому Угландил рассчитывает на дальнейшее понимание и содействие в решении правоохранительных программ. Спасибо за внимание, спасибо за взаимодействие. Отчет о деятельности полиции в 21-м году завершен. Готов спасибо Сергей Анатольевич пока мои коллеги готовятся мы давайте только так вопросы потом выступления все равно четко понятно потому что вопросы действительно есть вот один из вопросов у меня сразу Сергей Анатольевич все-таки вот низовое звено участковое вы об этом уделили определенное внимание но очень проблемные часто значит буквально несколькими словами как его поправить на сегодня вопрос сложный действительно сложный учитывая наполнение бюджета и выполнение задач которые определены федеральным создательством за счет только возможно только за счет выделения средств больше другого источника я не вижу решения но мы можем как-то в своем постановлении поручить правительству к следующим поправкам предложить эти изменения я бы ходатайствовал в данном как раз вопросе поручения и помимо вопроса что двигает вперед помимо поручения по работе с участковыми ну и вопрос еще два сегмента наиболее актуально сегодняшний стоят безопасные качественные дороги вопрос профилактики безопасности дорожного движения и второй вопрос это вопрос безопасный город в том виде когда в следующий момент находится честно говоря даже бывает за то что у нас есть уважаемый Сергей Анатольевич мы с вами буквально на 22 сессии заслушали также ваш отчет о подчиненных органах за двадцатый год сегодня у нас есть возможность задать вам вопросы за двадцать первым скажите пожалуйста резонансное нападение на коллегу нашего депутата народного права парламента республики колонки Кусминова Арслан Борисович насколько сегодня есть вообще виновные лица и найдены заказчики это один момент второй вопрос который я хотел задать он касается на 22 сессии в отчете своем вы как раз озвучивали проблемы которые были у нас с проведением азартных игр и скрытием подпольных казино на территории республики колонки и коллега мой задавал вопрос в том числе о том что в этом видео которое гуляло в социальных сетях и в той информации которая присутствовала фигурировала фигура председателя Листинского городского собрания является секретарем Листинского местного отделения партии Единой России Арзаева Николаевича сегодня я читаю на сайте Министерства внутренних дел о том что сегодня понесена ответственность а в комментарии на 22 сессии сводился к тому что сотрудники правоохранительных органов понесли наказание ну что касается деятельности Листинского городского собрания и партийной составляющей это не моя тема сегодня мы на сайте МВД видим о том что виновные лица привлечены к ответственности но в данном случае возникает вопрос у меня как у депутата народного курала как у гражданина республики Калмыки о том что все-таки у нас работает избирательное законодательство в отношении определенных лиц я напомню почему Сергей Анатольевич вот мне недавнее помимо того что было нападение в адрес депутата моего коллеги Кусмина Варсан Борисовича после его критики в адрес главы республики Калмыкия причем эта критика носила конструктивный характер он использовал действующее законодательство о статусе депутата и так далее сегодня мы видим поджог автомобиля который тоже в частности касался блогера гражданина республики Калмыкия Макса Цеденова Максима Цеденова и так далее который носит интересный характер третий момент о чем я вам хотела сказать Сергей Анатольевич избирательное законодательство и то давление которое идет на людей имеющих другое мнение имеющих критику по отношению к деятельности руководства республики Калмыкия но по себе я даже рассказывать не буду Сергей Анатольевич но у меня в связи с этим тоже вопрос буквально вот 17 февраля в мой день рождения в мой день рождения когда мне исполнился юбилей в 7-20 утра ко мне приходят с обыском сотрудники подчиненные вам и показывают мне постановление суда Элистинского городского судья Фурманов ну судью Фурманова мы все знаем и из которого следует из постановления Элистинского городского суда на основании рапорта старшего оперуполномоченного УБ ВВД Берикова Менгияна который является племянником руководителя администрации главы республики Калмыкия Берикова Чингис Николаевича проводится обыск в моем доме целью выявления преступной деятельности связанной с работой министерства спорта и молодежной политики республики Калмыкия Сергей Антон я конечно понимаю постановление суда было от 26 января 17 февраля был выдержан срок именно 7.20 утра пришли при этом ссылается постановление суда только на рапорт старшего оперуполномоченного соответствующий действующим законодательством федеральным но я знаю что рапорта старшего оперуполномоченного недостаточно сегодня в той ситуации которая сложилась в отношении меня как депутата народного курала вообще граждан республики которые выступают сегодня с открытой критикой действующего руководства республики главы республики Калмыкия Хасикова руководителя администрации Берикова Чингис Николаевича это связано с моими событиями когда на депутатов в том числе были оказаны давления части голосования у меня возникает вопрос а вообще у нас законодательство работает избрано или все-таки есть буква закона какая-то и хотелось бы Сергей Анатольевич чтобы это вот избранное законодательство работало в рамках действующего федерального законодательства не носило характер когда есть какой-то заказ и отрабатывается и когда мне мои же знакомые передают о том что Саквар Александровна вы знаете там вам передают чтобы вы уехали из республики это же ненормально понимаете никогда за время своей работы я не думала что это возможно что сегодня у нас законодательство работает в отношении избранных лиц и где виновные которые были наказаны в отношении того же нападения действующего депутата народного права Кусьминова Аслан Борисович спасибо пожалуйста спасибо за вопрос спасибо за вопрос по поводу сразу нападения ну наверное в курсе там же средственный комитет вопрос да ну я думаю здесь вот нам комитет наверное в первую очередь вопрос набрать они занимаются этим вопросом мы работаем в рамках воздушного уголовного дела только на основании поручений ну давай им исследовать поэтому комментировать целом дело ход расследования либо вот работу проводимую я могу только в рамках отдельных поручений которые мне даны это раз что касается депутата государственного законодательства городского союза ну опять таки возвращаясь к федеральному законодательству его действия на территории всех субъек напомню что это субъект не нашей компетенции решения по нему я вам в прошлый раз говорил принимаем не мы в рамках тех субъектов которые реализованы были в плане наших полномочий информация вся собрана направлена компетенция которая касалась других правоохранителей и дальше уголовного правовой оценки определила форму которая была направлена в судебный орган и вынесла соответствующее решение суда что касается событий которые вы озвучили 17 февраля давайте так я честно говоря не знаю по поводу этого привязка его к 17 февраля я назывались на вас Сергей Анатольевич а на меня ну да тем более вы можете мне прям официально написать запросы с чем я проведу здесь проверку саму что именно есть принципиально поверьте мне себя я там никому не надо топтать в том числе что там за ссылки такие ну вас с прошедшим днем рождения поэтому здесь не буду спрашивать по возрасту просто я действительно как вот этой ситуации не знаю я знаю что имеется дело у нас работа осуществляется там вот наверное было бы неправильно если я знал и понял все уголовные дела и тем более какие конкретные данные серьезные спасибо Наталья Сирейна пожалуйста ну я хотела бы сказать вот за Галерею Александровне что у нас угрозы они идут и при предыдущем главе республики и перед первым президентом республики Калмыкия мне в свое время пришлось из этих угроз детей вывозить из республики все было я вот хотел бы вернуться к избирательному праву к нарушениям вот я к вам в сентябре по-моему этого года обращалась со следующей жалобой значит за несколько дней до дня выборов вышла вторая газета огромным тиражом она была разбросана по всем микрорайонам города Элисты и по частным домам называлась она справедливая Россия за правду фейковая газета которая якобы от нашей партии шла в которой в общем-то была распространена негативная информация на отдельных кандидатов депутатов государственной думы я получила ответ от вашего ведомства что заявление принято разработку прошло 6 месяцев никакого ответа я больше не получила давайте я тоже посмотрю потому что ответ должен был быть на правду что тут понятны интересанты кто был это вам понятно давайте так это не только мне это многим избирателям города Элисты и республики было понятно но никаких мер не было принято это первый вопрос второй вопрос вот вы пишете каждый год мы заслушиваем отчет министра Республики Калмыкия мы принимаем решение принять сведения отчет и рекомендовать Министерству внутренних дел по республике и ряд позиций идет хотелось бы чтобы ваш отчет все-таки был ответом на эти рекомендации вот в вашем отчете я четко не услышала этого это вы можете озвучить сейчас с вами эти рекомендации те рекомендации я помню некоторые из них когда касались избирательного права четко чтобы на участках сотрудники милиции не нарушали закон на только по всем заявлениям поступившим по избирательным дана оценка по всем дана чтобы впредь ваш отчет все-таки был ответом на все эти рекомендации иначе эти рекомендации просто пустую пишутся и вот у меня вопрос по некоторым моментам вашего отчета вы сказали что выросло количество документированных сотрудниками полиции преступлений коррупционной направленности 44 до 50 казалось бы похвально вы могли бы озвучить наиболее резонансное ну таких вот что вы хотели послушать ими ряд из них решений не закрыты своим судебным процессом поэтому я думаю что если вы хотите более детально это знать давайте я вам просто запрос направьте я вам по законченным делам которые приняты решения судебного я вам дам информацию по которым решения приняты иступили законные следующий вопрос вы знаете вот только что вы говорили о камерах видеонаблюдения это действительно актуальный вопрос вот вы сказали из 100 4 видеокамер только 55 действующих да и те морально устояли и они я знаю речь идет о видеокамерах расположенных на дорогах нет не на дорогах вы не путайте видеофиксация дорожного движения я сказал 93 камеры у нас действует дорожная 93 камеры а 104 это городская среда это городская среда да городская среда вот насколько я знаю что те видеокамеры которые расположены в местах массового пребывания да жители города лесной и районных центров это количество видеокамер нужно просто увеличивать согласно мы хотели бы увидеть эту цифру ну вот я какое количество видеокамер необходимо это как раз профилактика спасибо вам за этот вопрос я вы внимательно слушали мой отчет в моем отчете есть еще и фраза такая что у нас отсутствует программа понимаете а программа это как раз и заключается должна себя именно расстановку выявление тех или иных очковых мест расстановка по ним соответствующая и потребность но я не буду для сравнения говорить и по-субъектам но и тем более в расчет город столицу нашей родины Москва там наверное бессмысленно проводить но из сопоставимых более-менее ну допустим взять чепоксара там сфтк там непорядок на 2-3 порядка больше понимаете но это требует именно подхода программного системного программного подхода не просто так вот захотелся мне очень много в отчете у вас статистики очень много цифр а причина в общем-то в основном одна и та же упоминается недостаток финансирования я не увидела нет по повышению эффективности работы сотрудников подведостного вам Наталья Сергеевна раскрываем это очень важно как работают наши сотрудники полиции насколько они подкованы насколько они знают законы потому что даже на избирательных участках мы сталкиваемся с тем что они не знают законы Наталья Сергеевна тоже хороший вопрос но я как индикатор вам скажу здесь раскрывание с преступлений наверное это лучший здесь индикатор у нас он состоял я озвучил по всем составам 72,6 по тяжким особо тяжким по морю в районе 65 процентов это больше чем на 20 процентов превышает средний средний российский средний уровень по южно-федеральному конечно здесь надо накладывать определенную корреляцию на условия осуществления деятельности потому что все таки у нас регион не считается криминогренно опасным и ряд преступлений они латентность их невысока но в целом я хочу сказать что орган правоохранительный орган внутренних дел вопросы подготовки кадров вопросы профессиональной подготовки они одни из самых приоритетных на сегодня день у нас и вопрос реализации задач которые связаны в первую очередь с ростом профессионального мастерства они не просто определен директивами МВД они закреплены нашими решениями и самое главное они осуществляются контроль за их реализацией я для примера вам скажу так что у нас помимо сегодняшний день уже запланировано из числа подготовки личного состава который включен резерв на повышение помимо федерального обучения спланировали с апреля начнут работать группы по индивидуальной программе мы достигли договоренности с Волгоградской академией они нам передали программный продукт мы договорились их преподавательский состав будет осуществлять и дистанционный приезда где будет эта работа осуществляться да я соглашусь что есть вопросы которые на сегодняшний день они ну так скажем в плане его реализации выхода этого качественного состава он еще не имеет своего ну может быть должного уровня но но в целом работа не я закончу свой вопрос вот вы только что сказали что наш регион не является криминогенно опасным неправильно неправильно неприятно опасным я скажу криминогенно сложен это разное немножко недавно разговаривали ой жалуется избирательница дочь избили на улице она лежит в больнице я спрашиваю вы обращались в милицию нет а зачем смысла нет толку нет а зятька как она сказала зятька уже три раза избивали и вечернее время на улице города А сколько вы раз обращались к министру вот так пресечай попили я соглашусь вот тут знаете я каждое утро делаю анализ событий которые там проходят читаю сводку материалов а есть отчасти доли правды ваших слов есть отчасти но поверьте мне поверьте мне позиция руководства министерства она направлена на одну конечную цель что лучшей благодарность за работу правоохранителя является благодарность гражданину вот в этом отношении здесь я железно скажу и ни один из сотрудников не даст меня здесь вот уличить какой-то лжи это позиция министерства в целом и она жестко здесь но вы диалог продолжите Сергей Григорьевич это видеофинексация которая стоит на трассах федеральных на любых трассах это первое что это безопасное движение или финансовое финансовое что здесь преобладает вот я как скажу мы при условии что у нас в прошлом году не работали до ноября все средства видеофиксации практически 80% этих камен в бюджет в бюджет республики было принесено 103 миллиона рублей ни копейки МВД отсюда не получило о чем вы говорите какой здесь заинтересованность министерства в чем это совокупность мер понимаете это совокупность мер и говорить в одну сторону или в другую я не вижу здесь целесообразности потому что именно вот сейчас выступил депутат с инициативой по коррупционной усилению коррупционной составляющей что это в одиночестве своей это мера я думаю нет это комплекс мере даже и здесь видеофиксация это одна из мер которая комплексно должна решаться я поэтому озвучил что помимо иных мер связанных с выделением проведением задач связанных безопасно выделение средств и привлечения на это направление практически отсутствует понимаете и мы живем в этом мире понимание что стоит камера и она нас сейчас оштрафует и все а внутреннее так скажем сознание человека на исполнении закона а мы его не формируем и как-то сказал беджамин франкл так что там где бедность там законы не приветствуют поэтому наша задача и оборот бедность и сделать закон он еще вопрос пожалуйста пожалуйста по выборам были факты вброса это в малых дербетах в кичинерах есть видео весь материал собран мы отдали весь материал компетенция еще вот мы говорим о федеральном создать мы должны быть весь материал полном объеме по заявлением был собран и перенос по компетенции рассмотрения с чем связано так долго то что это потому что вроде там очевидный факт знают кто что чем если бы я хватил я вам опять хорошо и еще также по выборам до в период как раз таки выборной кампании бегали гопники прокалывали машины то я сам непосредственно вот во всем и как раз таки в этот же период приезжал министр здравоохранения мурашка да и открытие детской поликлиники есть также видео где вот как раз таки эти гопники да видно и люди знают то что это явно не какие-то они сотрудники полиции вырывают телефоны также у кандидата в депутат государственную думу его прям эти гопники одну залампали руки хотели его вывести свидетели были именно сотрудники полиции всему это есть вот именно конкретные имена кто из сотрудников полиции это видел и на видео видно тоже заявление но я даже сейчас не по заявлению говорю а непосредственно по видео да потому что эти видео они были в соцсетях они соответственно были предметом обсуждения и многие жители наши видели ну то бишь здесь я думаю даже без заявления должна была быть какая-то реакция со стороны мвд это было должно было быть пояснение либо сотрудники точнее жители нашего региона должны смотреть на все это и думают то что это в принципе на нами ситуации и также по национальным проектам да вот вы сейчас озвучили как раз таки по дорогам что стыдно знаете я скажу вам даже не то что стыдно это опасно для жизни дело в том что по участку трассы или 100 или 100 арсгир да там 23 там 40 какой там 5 километр здесь как раз таки сидит министр по строительству и сидит курирующий зампред да дорога не была сделана тот же самый по сути но по факту подрядчик владелец компании там две разные юридические фирмы эра еще какая-то принципе сейчас просто с ним расторгнут договор никакой не уголовной ответственности никакой в принципе сейчас мы не видят и в части этого тоже хочу чтобы вы дали какое-то пояснение потому что это и несколько порядка скрыти там пяти по моему участку дорог в листе тоже даже не приступили и даже последствием одного из участков там стало то то что разрушился дом у жительницы города листы пожалуйста тоже поэтому пожалуйста но по первым по азим по выборам по азима ну все какие материалы у нас были я в жаттем туда что у нас все по всем да на своя правовая оценка вот у нас материал который доставлен без соответствующей реализации и без соответствующего ответа не имеется производства вот раз второе по все-таки безопасным качественным дорогам да предмет нашего рассмотрения я просто формат не тут как можно было бы говорить да мы работаем вот есть ряд вопросов которые здесь находятся так скажем в зоне полномочия правительства которые реализуют его соответствии с имеющимся и данными возможностями но по всем тем вещам которые не будут находить и будет нести ущерб государству мы будем давать оценку следующее Сергей Анатольевич нет я хочу все-таки поконкретнее дело в том что да я даже я даже я вот и говорю смотрите Сергей Анатольевич да я просто сейчас скажу что смотрите дело в том что да по каждой из этих дорог я видел прям договора есть договор со строительным контролем да надзором который должен еженедельно выезжать на эти участки и смотреть то бишь договора заключены еще в мае прошлого года они должны были соответственно доносить соответственно до заказчика это до мэрии да и те соответственно должны были среагировать и расторгнуть потому что договор был заключен в рамках 44 физе он жесткая соответственно обусловлен только в начале этого года пошла переписка да то бишь стройконтроля который получил по каждой из дорог более 500 тысяч рублей не выполнял свою работу это как минимум халатность да это по-любому преступный сговор да и соответственно в этой части хотела бы соответственно вот здесь вот как я говорю как раз таки министр по строительству сидеть все ну так же вот представитель прокуратуры все вот тут можно же соответственно сейчас вот определить поэтому я уже просматривается халатность и еще подобные а как это объяснить то что стройконтроль который получил не добровольных основных отел тысяч по каждой дороге у вас есть информация вы давайте так сделаем вы ее оформите но пришлите нам и мы и наложим на то что мы но у меня в принципе сейчас как официальное заявление уже в рамках сессии воспринимается по третьему вопросу то то что были опубликованы видео да где видно что сотрудники полиции до видят эти правонарушения у нас по всем вопросам дано по всем это не повык дано то или на правовая оценка по данному видео я не видел что какие-то но по данным видео еще раз вы же не знаете кто давал заявление не подавал социальных сетях мы можем это вопрос решать и текущим просто у нас почему-то это все события происходят от заседания отчетного до отчетного а в текущем опросе не запросов нет ни обращение как уважаемые я же щеладури беденство для этого открыто мы готовы если сотрудничать и работать незаметно давайте встречаться с министрами начальниками управления прошу вас ну я суммарно вам точно не могу сейчас сказать количество писем обращение были но конкретно касающиеся по безопасности дорожного движения 13 11 21 года для корректировки как раз и поступивши уже корректировки англитарственная программа от этой принятой на были вас был направлен в том числе возражение по этим корректировкам и по финансированию реальному финансирование программ 13 12 21 6 2 14 73 ну в том объеме как раз который предусмотрена государственная программа государственной программой по безопасности дорожного движения а вот этой программы если не память из меня 132 миллиона они они были предусмотрены только из средств дополнительного объема получаем бюджетных средств не бюджет был заложен а только при условии получения дополнительных доходов тогда эти средства будут возможно выделены понимать это не одно но вы знаете то что например было предложение вообще по кадрам совместно и выборы к работе не только по направлению довольно полетела значит не были на пицце какая-то была выгода лидера задание сколько человек будет направлено на себе какие-то должности или рекомендовано выше учебность летние выше учебных средней соцсетей это практика ушла и на сегодняшний день то что мы видим мы видим вы работаете с тем персоналом который у нас есть и который наш делили желание прийти что касается на сегодняшний день вот не только участковыми говорить по участковым да на сегодняшний день ваше обращение к сожалению так сложилось вы обращаясь только на уровень и генеральный уровень по муниципалитетам а это установка задача о муниципалитетах у полномоченных сотрудников обеспечить на территории муниципалитета значит всего все наши законы и все остальное сожалению вот эта практика она обеспечение жильем и транспортом но к сожалению транспорт сейчас сняли но обещение жильем на уровне муниципальном уровне она очень каким образом вообще исчезла и не только это вас касается и касается и учителей и врачей и так далее поэтому я считаю что необходимо дополнительно в тех рекомендаций которые сегодня мы посмотрели носим значит предусмотреть и направить в адрес правительства и в том числе я считаю что правительство предусмотреть и на муниципальном уровне и выделение средств или выделение на служебных квартир том числе и автомашинностью полномочия полномочия начнут тогда можно и требовать работу когда он исходит в пешкомность и бегает ищет машина или же ночует на квартирах и не приспособлено сего требовать работ нельзя это первое и еще один момент я бы хотел бы назначить ильяна тоже чем сказать всех вы своих сотрудников знали в общем то и работают у вас и свою собственную безопасность и так далее и далее но сожалению я не хочу сегодня огонь на все сотрудники говорить начну я имею ввиду начальника отделения отделов которые работают у нас в районах не не случайно у них каждый из них имеет на специанский расходящий конечно они на них записаны имеют значить земли сельхозяйственного значения тоже значит обеспечить себя там семьи все остальное я бы не хотел конечно сегодня озвучить какие-то фамилии но была такая рекомендация все-таки с той ситуацией находимся так все-таки потребует я думаю что вы знаете как это все это делать чтобы они значит умерили свой пыл и во время значит службы своей не ездили по полям значит так именно не просили команды какие-то переносить зерно скотт и так далее так далее такие вы таких информации знаете прекрасно но тем не менее в этом отношении хотел бы вас просить чтобы все-таки в этом отношении более жестче надо будет спрашивать люди все это видят они все это видят видят кто делает это и все остальное мы на встрече бываем и откровенно говоря вот этот парень он у него значит триста сорок гектаров земли значит он там все и пошли что-то где-то в этом отношении спасибо еще раз значит чтобы все таки со своей стороны как и несколько потребовались этих людей не знаю каким образом потому что очень трудно с ними работать потому что понятно что они все на подстанные лица записаны на тёщи еще кого-то ночи и таким образом хотя это не только ваша так скажем да это и прокуратуры касается это касается и шум не касается карьера говорю земли которые записаны они записаны на других людей но имеет оттуда так сказать больших значит хотя саши люди спасибо как и завершаем вопрос да если нет возражений у вас проект наука мы его еще под работой включенном ваших позиции то за принятие соответствующего документа прошу проголосовать за кто за спасибо уважаемые председатель народного права парламента республики калмыки депутаты приглашенные на ваше обсуждение представляется проект закона республики калмыки обнесение изменения закону республики калмыки о некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы республики калмыки федеральным законом от 19 до 21 года номер 376 ф.з. начали изменения федеральных закон об общих принципах организационно обратился местного управления российской федерации направлены на совершенствование вопросы в организации местного Guardians 2 а республики камер Square и увидели пример зоны даже не выписывайтесь на хорошо восторганную муниципального района, муниципального округа, городского округа к организационным требованиям осуществляется с участием финансового органа субъекта Российской Федерации. При этом порядок участия финансового органа субъекта Российской Федерации в проведении указанной проверки устанавливается законным субъектом Российской Федерации. В связи с этим, мы забрали проект закон Республики Калмыкия, предусматривающий внесение изменения в закон Республики Калмыкия о некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы Республики Калмыкия. Законопроектом предлагается урегулировать порядок участия Министерства финансов Республики Калмыкия в проведении проверки соответствия кандидатов в разрешении руководителя финансового органа муниципального района в квалификационных требованиях, предъявляемых руководителям финансового органа муниципального района, включающим исподавление приличных документов, необходимых для проведения проверки, порядок проведения проверки соответствия кандидатов в квалификационных требованиях, перечень принимаемых по результатам проверки решений и форму заключения результатов проверки. При разработке законопроекта учительное положение приказа Министерства финансов Российской Федерации 19 декабря 2019 года номер 300-238-Н в ополиционных требованиях, предъявляемых руководителем финансового уровня межпального образования. Проект законы в полной день не содержит коррупционных фактов. Уважаемый депутат, я прошу вас отгласить и поддержать представление закона проекции. Спасибо. Уважаемые коллеги, Конкар Викторович, огласим проект постановления, проект доклада по постановлению. Пожалуйста, хочу вопросы. Конкар Викторович, закон надо принимать, понятно, да, извините. Меня интересует, знаете, какое замечание в связи с тем, что на уровне федеральном уровне, у нас, видимо, понятие такой округ муниципальный. Значит, так было, замечание было отмечено. Вы предусмотрели глава в законе. То есть, вы часто когда докладываете, муниципальный район, муниципальный район. Там будет муниципальный район, глава муниципальный район, глава городского округа, глава муниципального округа. Советно, да. Все. Спасибо. С учетом замечания на комитете, да? Нет, это просто я эти моменты не ставлю. А, просто, понятно. Для более краткого доклада. Хорошо. Еще вопросы. Желающие выступить. Решение комитета. Пожалуйста. Решение комитета. Рекомендовать народного права республики Калмыкия принять данный законопроект с учетом следующего изменения. Под пункт 3, пункт 1 законопроект это полный словами или сведения о трудовой деятельности кандидата. Это связано с тем, что сведения о работе могут сформированы кроме трудовых движений и все в электронном виде. Спасибо. Уважаемые коллеги, я отзвучу на решение комитета. Если противоречий не возникло, прошу подготовиться к голосованию по проекту постановления. Вопрос номер 9. Кто? 8. Я извиняюсь. 8, 8. Это я. Вопрос номер 8. Кто за? Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо. А мы продолжаем вопрос номер 9. Рассматривается проект закона республики. Обнести не умеет закон республика Калмыкия. А на отделение органов местного самоправления отдельными государственными полномочиями республика Калмыкия в сфере поддержки сельхозяйственного производства. Правительство вносится. Поручено налоги администратор сельского хозяйства Максим Бюревич и Кокнасуров. Пожалуйста, Максим Бюревич. В рамках отведенного времени Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты народного хорала, парламент республики Калмыкия, уважаемые приглашенные, добрый день. На ваше рассмотрение вносится проект закона республики Калмыкия внести неизменений. Закон республики Калмыкия о наделении органов местного самоправления отдельными государственными полномочиями республики Калмыкия в сфере поддержки сельхозяйственного производства. В начале своего доклада хочу напомнить и предысторию данного вопроса. До принятия закона республики Калмыкия от 25 апреля 2008 года о наделении органов местного самоправления отдельными государственными полномочиями республики Калмыкия в сфере поддержки сельхозпроизводства в каждом районе республики Калмыкия работали в районные структурные подразделения Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Калмыкия, которые назывались управлениями государственных сельхозяйственных служб. Это прописывалось и регламентировалось в постановлении правительства республики Калмыкия от 22 ноября 2005 года и которое называлось об утверждении положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики Калмыкия. 11 декабря 2007 года вышел указ главы республики Калмыкия за номером 195 о совершенствовании органов исполнительной власти республики Калмыкия и постановлением правительства республики было утверждено новое положение о Министерстве сельского хозяйства и развитии земельных отношений с Калмыкием, согласно которому деятельность районных управлений государственных сельскохозяйственных служб была прекращена. Основной причиной послужила банальная оптимизация госслужащих. В свою очередь, Министерство сельского хозяйства столкнулось со сложностью работы с сельхозтоваропроизводителями ввиду того, что данную работу в районах брали на себя управление государственных сельскохозяйственных служб. В этой связи был принят закон республики Калмыкия с 25 апреля 2008 года о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки сельскохозяйственного производства. Органы местного самоуправления были наделены государственными полномочиями, имевших в данный период времени особую актуальность, а именно в предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по займам, которые были получены в сельхозкредитных потребкоперативах, а также в российских кредитных организациях, христианско-фермерскими хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. С 2017 года был введен новый механизм предоставления льготных кредитов, согласно которому кредитные организации субсидируются напрямую из федерального бюджета в размере ключевой ставки Центрального банка России. Соответственно, уже в 2017 году передные государственные полномочия органов местного самоуправления уже начали утрачивать свою актуальность. В 2021 году обслуживание и возврат ранее выданных льготных кредитов закончилось. Соответственно, необходимо внести соответствующие изменения в законы суббоки и калмыки о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере поддержки сельхозпроизводства. А именно, первое, по приему и передаче в полномочия в органы исполнительной власти в сфере сельского хозяйства в порядке, установленном в правительственном республике Калмыки следующих документах. А именно, это отчеты о финансо-экономическом состоянии сельхозпроизводителей, это отчеты о достижении значения и результатов предоставления субсидий и показателей, необходимых для достижения и результатов предоставления субсидий. Это отчеты об осуществлении расходов источников финансового обеспечения, которых являются субсидии, а также заявлений и документов, необходимых для получения субсидий от сельхозпроизводителей. Вторую функцию, которую мы предлагаем передать, это организация защиты от проникновения на территорию республики и вредителей растений. Третья функция, это информационное обеспечение сельхозпроизводителей по развитию агропромышленного комплекса республики. И четвертая функция, это предоставление данных федеральную информационную систему земель сельхозназначения. На наш взгляд, данные мероприятия значительно упрощают процесс получения сельхозтоваропроизводителей республики и государственной поддержки в виде субсидий, а также предоставление отчетности субсидий и о их финансово-экономическом состоянии. Не нужно забывать, что прямыми и последними участниками государственной программы развития сельского хозяйства в Калмыгии являются 80-70 хозорганизаций, 2961 христианское фермерское хозяйство и более 60 тысяч лично-пособных хозяйств. Например, в 2021 году было подано 2245 заявок на получение всех видов субсидий. Учитывая важность и большой объем работы в органах местного массового управления пока промышленной помощи республики Калмыгия, а также фактическое завершение переданных государственных полномочий, предусмотренных в действующей редакции закона о переданных полномочиях, поэтому и подготовлен и внесен настоящий законопроект Народный курал Парламент Республики Калмыгии. Также нужно отметить, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из сельского и танцевального бюджета. Турцович, доклад закончен, готов. Максим Владимирович, спасибо вам. Уважаемые коллеги, давайте вопросы, потом выступление, потом соответственно принятие документа. Вопросы? Нет вопросов? Желаете? Есть вопрос. Есть, пожалуйста, Наталья Селина, потом будет выступление. Я рада, что этот вопрос выступил из сельского прозества. Максим Владимирович, у меня такой вопрос. Кто у нас в республике у Павла Мурчин заниматься мониторингом нагрузки на кладбище? Ой, на пастбище. Вот я не так давно беседовала с одним из глав районов. Он говорит, это не наш функционал. Мы этим не занимаемся. Кто занимается? Он так почесал голову, говорит, нарядная налоговая инспекция. Но я сомневаюсь, что налоговые инспекторы у нас контролируют количество скота. Поэтому вопрос, кто конкретно занимается этим мониторингом? И может быть, мы вот эту функцию как раз и передадим органам местного самоуправления? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. На самом деле вопрос очень актуальный на сегодня. Учитывая тот народный катапризм, который мы вместе с вами пережили в 2020 и его последствия в 2021 годах, он является актуальным. Не нужно забывать, что у нас произошло сокращение поголовья, поэтому соответственно нагрузка на пастбище уже в 2021 и 2022 годах снизилась. Что касается передачи этого вопроса органам местного самоуправления, я думаю, пока рановато об этом говорить. Прежде всего нужно будет его продумать, проанализировать. Пока на сегодня такой работы не ведется, мы планируем, что в этом году, может быть, осенью мы этот вопрос уже проработаем. Сейчас у нас пока приоритеты и вопросы какие. Это восстановление отрасли, это восстановление финансово-экономическом состоянии тех предприятий, которые прошли через сложные периоды, и оптимизация, и правильное распределение мер государственной поддержки. У нас каждый год, к сожалению, уже на федеральном уровне все нормативные порядки меняются. То есть нет такого, что в один год приняли определенную нормативную базу, и она там в течение трех-пяти лет работает. Каждый год меняется вся нормативка. поэтому соответственно всем регионам приходится эту нормативку приводить свою региональную, приводить уже к федеральным требованиям. На это уходит много времени. Вот мы уже с декабря прошлого года начали работу проводить. На сегодня практически вся нормативная региональная база уже подготовлена, находится на согласовании в АИВах, прокуратуре. И мы в этом году планируем всю государственную поддержку, не всю, хотя бы половину уже довести до 1 июля месяца. В том числе оказать, вот вопрос первый месяц был от Валерия Ставича по поводу поддержки укриминого живых у нас. Мы в апреле месяце планируем эту поддержку уже оказать. А так вопрос согласен с вами актуальный, но пока я думаю, что рановато его передавать уже на местное управление. Потому что на уровне правительства нет понимания пока, как эту работу осуществлять. Соответственно, провести определенный анализ, после этого уже принимать какие-то решения. То есть на сегодня ни один из органов не занимается мониторингом нагрузки на паспорт. Хотя есть решение правительства, вы определяете норму нагрузки, а кто отслеживает. Пока, к сожалению, такой работы не ведется. Вы же понимаете, вы говорите, вот сейчас это не так актуально. На самом деле, вы правильно сказали, что вот это вот засу, покойные боли, это же все связано с превышением нагрузки на пастыщи. В том числе. не в том числе. На самом деле, у нас же уменьшается площадь посевные посевные обязательства. Это тоже актуально на сегодня. Здесь до его обещаниям в течение этого года этот вопрос проработаем. Если вместе с вами мы его начнем обсуждать, то мы только за. где-то может быть к мае, июне месяце уже несите закон на проект, мы согласны с вами тоже поработаем. Если вместе с министерством земельных и имущества, конечно, конечно. Или вместе с сроки, хотя бы к началу лета уже... Давайте в первом полугодии текущего года хоть какой-то план действий возьму вопрос. Азлабрите, пожалуйста. Вопрос. Да, Максим Гривич, хотел задать вопрос, знаете, у нас сейчас в свете опять же последних событий, насколько наше именно республиканское сельскохозяйство зависимо от импортных каких-либо товаров. Конкретно спрашивают дербициды, инсектициды. То, что сейчас уже весенний период понадобится. Помимо этого семенной материал, может быть еще какие-то соответственно связанные с животноводством, это там и лекарства ветеринарные и тому подобное. Просто с чем уже ожидать, проводилась ли во-первых такая работа в части зависимости нашего сельского сельского хозяйства зависимости зависит насколько от импортных товаров. И насколько это, грубо говоря, повлияет на секторы животноводства и растения и волчеводства все в целом. Пожалуйста, спасибо за вопрос. Да, вы правильно отметили, что ситуация сейчас в целом сложная и в целом уже на уровне Минсехозной России определенные уже разговоры, работы проведены. Уже разработан план мероприятий по смягчению этих эффектов введенных санкций. Это касается прежде всего увеличения финансирования по льготному коллектованию. Что касается и скурки и калмыкии, то жилкоморческая подвод сельскохозяйца мы не сильно импортозависимы в этом направлении. Единственное, может повлиять серьезно рост цен на зерно. Но сейчас мы ожидаем, как федеральный регулятор выставит работу в этом направлении. Будет ли фактироваться экспорт зерновых, либо будет меняться политика в части установления пошли на экспорт. Поэтому пока я думаю понимание о таком и на федеральном уровне нет. Что касается сельского хозяйства республики, то в части подготовки к висению больного работа сегодня мы не ожидаем какого-то дефицита в части минерального утопления семенного материала. То есть у нас рисков в части именно замещения импортных каких-то компонентов на сегодня отсутствуют. У вас совсем не значат. Еще вопросы? Наталья Сирина так не бывает. Здравствуйте. Говорите. Если председатель письма одну вермячку ну что уже вы пожалуйста говорите. Нет, просто у меня вопрос как раз вот коррелирует с предыдущим вопросом. Вы говорите, что у нас нет такого неактуального для нас вот эпохозамещения. На самом деле вот я не так давно разговаривала с фермерами, которые выращивают павчевы. Так оказывается стопроцентно используют голландские семена для дыр. Вот какая помощь им будет оказана? Почему они используют голландские семена стопроцентно используют? Здесь уже тоже вопрос к тому как на федеральном уровне идет эта работа. На самом деле вся страна зависит от семенного материала и части овощепарчевого культуры. Но на сегодня от серхозловой образовательной республики никаких жалоб о том, что они ощущают какой-то дефицит в части приобретения семенного материала нет. Хорошо, Возможно в следующем сезоне как это мы понимаем будет в части именно цифра. Еще вопросы? Пожалуйста. Уважаемый Максим Первич, у меня вопрос в рамках проекта закона, который официально внесло правительство. Судя по концепции проекта закона, речь идет о передаче государственных полномочий органам местного самоуправления. Внимательно выслушала ваше выступление, ссылка на подзаконный акт, это все хорошо, но не увидев в проекте закона, более вы передаете государственные полномочия и методику распределения и финансовое обеспечение региона и спального образования. То есть речь идет о, скажем так, вменить ответственность органам местного самоуправления, при этом нет финансово-экономического обоснования. Переписка есть с правительством, официально видел ответ правительства, что это потребует внесения изменений под законные акты, постановления правительства о методике распределения и так далее, положения о Министерстве сельского хозяйства. Вот в чем тогда будет определяться контролирующая деятельность органа исполнительной власти Министерства сельского хозяйства, если речь идет о передаче этих полномочий на уровень органов местного управления. Спасибо. В части вопроса по финансированию, если я правильно понял, то в прошлом году уже в бюджете на 22-й год необходимые средства заложены. Основное направление расходов бюджетных средств это зарплаты на данный момент в отделах развития ПК числится 67 работников. Что касается перед нас полномочий, де-факто на сегодня отделы развития ПК в районе республики такую работу уже выполняют. То есть они собирают отчеты, взаимодействуют сельхозтоваропроизводителем, тем самым упрощая работу Министерства хозяйства и упрощая работу самим сельхозтоваропроизводителем. То есть из отдаленных районов республики не нужно приезжать в Министерство сельскохозяйства и тем самым сдавать свою отчетность. То есть они могут сдать у себя в районе дело развития ПК могут аккумулировать агрегировать информацию и соответственно уже переслать Министерство сельскохозяйства. Тем самым нужно учиться еще сложную эпидемиологическую ситуацию, которая сложилась в последние пару лет. Это значительно упрощает работу. Плюс не нужно забывать про ту работу, которую РМО ведут в части защиты растений от предителей, в том числе саранчевых. У меня уточняющий вопрос. Понятно, 67 сотрудников они состоят в штате Министерства сельскохозяйства Республики Каломки. Я же говорю сейчас разумно ответственность. Нет, они не состоят в структуре Министерства не находятся в администрации. Марк Сибирь, вы же понимаете подзаконный акт это не есть истинно в последней инстанции. Когда принимается закон, вы практически обменяете ответственность органов местного управления. Почему я задаю вопрос? У вас в проекте закона нет сразу методики распределения. Сколько субвенций вы передаете районным отделам образования сельского хозяйства? Здесь исходя из количества работников, которые находятся в Дехпорте, так формируется фонд оплаты труда, соответственно, и распределяется в Дехпорте. Мы не говорим о укреплении материально-технической базы, о приобретении транспорта, затраты на ГСМ и так далее. В основном идет на оплату заработных плат. Ладно, хорошо. Еще вопросы есть? Пожалуйста, Игорь Михайлович. И вопросы завершаем. Максим Гребенович, давайте мы здесь немножко запутимся. Я здесь обновил только по первым значимым позициям. Только сбор. Только сбор и передача в Министерство Сельскохозяйств. Они ответственности никакую не несут за то, что, например, скажем, да, что не собрали, передали вам, и ответственности ни впереди никаким не имеем. Я так понимаю? Ответственность за всю предоставленную информацию уважается на сухую процедуру. теперь по четвертому организация защиты в срекновении на территории с пульта внутренней и учителей растений. написано, они не информацию представляют, а они организовывают защиту. То есть, они обеспечивают, значит, так, во-первых, всю работу. Защиту, бронетоверия, это закупка гембицида, какие-то отряды создаются, кто финансирует, кто вообще. То есть, что-то ясно написано, организация защиты, это не просто так. Последние, значит, последние, по-моему, пятые тоже. Мы этой работы плотно занимаемся, да, в республике, в том числе, в начале всех хозяйствах, но и другие, по-моему, на уровне верно, на уровне занимаются здесь. Так? Служба, да? Да. Часть защиты растений объяснит. Смотрите, мы не передаем себя вообще всех полномочий за счет. Сейчас только отделы развития пока вот этим заниматься. Прежде всего, тут имеется в виду, чтобы именно организация работы именно во взаимодействии между птичанскими фермерами, хозяйствами, предприятиями, а так, по приобретению необходимых запасов и этих индикаторов, конечно, тут вся ответственность лежит уже на фермерах, на хозяйствах, те, кто на чьих территориях прогнозируется от рождения саранчева, ведь. Здесь именно только говорится о взаимодействии, выстраивании работы. Мне кажется, в законе как бы надо было написать о взаимодействии в испанных органах и со всеми телеорганизациям, которые на федеральном море, чтобы как бы наложить на них. Но есть так написано, четко ясно организация защита про не поверить. Я понимаю, значит, ответ с этим законам сильно необходимы и требуют. Если они не защитят, условно говоря, к ним, условно, завтра, значит, силовые структуры, значит, вопросы будут, и административно какие-то меры от них приниматься. А я не понимаю. По сбору ясно вопросов нет. А здесь все-таки должен сказать, что есть ряд моментов, когда мы возлагаем на органы местного самоуправления то, что предусмотрено на федеральном уровне. Вы же понимаете, борьба с этой защитой у нас возможно на федеральном уровне. У нас есть форитер, поэтому направо здесь в части мониторинга вот это что-то существует в суде и срочный хороцентр. здесь мы не говорим о том, что федеральный центр должен эту работу проводить. Возможно, только на землях федерального собственности, только так. А так, в части, допустим, работы в республике только хозяйство несут ответственность за ту работу, которую проводят в части защиты растений, мы министерство сельскохозяйства 1-го просто должны им в этом поспособствовать. Правильная организация работы и проводить себя к нам все. Еще? Пожалуйста, уважаемые коллеги, мы вопросы завершили, желающие высказать позицию. Можно отвечать, пожалуйста, по существу. Да, да, конечно. Максим Белеведович, но у меня тогда вот, опять же, в связи вот этих последних событий, предложения, то, чтобы наш мельсельхоз составил, во-первых, провел какое-нибудь открытое расширенное совещание с представителями разных секторов бизнеса, в сфере как раз-таки сельского хозяйства. И отсюда потом уже выработал какие-нибудь пулы проектов в чести импортозамещения, то, что наша республика, именно сельское хозяйство может предложить в целом России. Потому что сейчас множество, грубо говоря, секторов, которые просели из-за того, что были импортозависимы, может быть, и опять же в части каких-то производственных вещей для сельского хозяйства может быть как раз-таки было бы хорошо эту площадку устроить у нас здесь на территории республики. То бишь, конечно, кризис кризиса, но это и порождает определенные возможности, ну и соответственно, пожелания, чтобы сельского хозяйства держало, как говорится, мусловитого и предлагало. Спасибо от пожелания. Еще желающие есть? Пожалуйста. Согласен. Уважаемый Максим Первич, ну как случилось, что в условиях введения жестких экономических санкций ваша отрасль наверное самая основная, которая сегодня нуждается в государственной поддержке со стороны республиканского бюджета. Все-таки хотелось бы, чтобы вы как министр эту ситуацию оперативно уловили и на очередной сессии мы видели внесение изменений в республиканский бюджет с поддержкой наших товаропроизводителей, сельхозтоваропроизводителей. Возвращаясь к проекту закона, о котором мы сегодня официально являемся докладчиком, все-таки наделение органов местного управления отдельными государственными полномочиями в сфере сельского хозяйства, оно подразумевает не только передачу субвенций, но и заключение соглашения. Ведь мы как субъект Российской Федерации при передаче полномочий всегда говорим о том, что субъект готов отвечать за эти полномочия только при условии должного финансирования. Сегодня происходит на мой взгляд ситуация ухода от ответственности в лице уполномоченного органа Министерства сельского хозяйства Республики Калмыкия, передача их на районный уровень без соответствующего должного финансирования. Вы как министр сельского хозяйства должны думать о тех последствиях, которые произойдут в данном случае для органов местного мусорного управления и как министр отвечающий за обрасть сельского хозяйства в целом Республике. Спасибо. Пожалуйста, Ваше. в соответствии законам и на мой взгляд коллегия закон изменения поднимал принимать. Почему? Потому что как точнее министр сельскохозяйства идет вопрос только о сборе и в принципе в текущем бюджете финансирование присмотрено в разделе министр сельскохозяйства. Это один вопрос. Я хотел попроситься в правительство нашей республики. Концент концерк. Когда будет давать нам закон не в соул виде как это делать и потом догонять в день когда идет комитет присылать документы догонку вечером и так далее. Мы в принципе не можем дать четкую объективную оценку в связи с тем что правительство Республики опаздывает а иногда даже отделы не знают что министерство подконтрольную как расслевые придают законы нам комитеты на которых мы работаем. По этому закону буквально в течение недели трех у нас были коллективы переговоры и так далее и так далее. К сожалению на сегодняшний день в связи с тем когда готовят закон или изменения закон правительство параллельно готовят ряд распоряжений или постановлений правительства. Единственное что я хочу отметить 5 числа на комитете нам пришло документ от правительства 5-го когда идет комитет о том что в связи с тем что мы носим до разработки этого документа мы когда-то отменим ряд постановлений 14 по моему постановлений правительства Канныкии вы же понимаете а потом возъезжает вопрос разговоры в этой ситуации прошу обратить внимание правительства республики или вы с аппаратом своим работать или вы мигузируете свои мунистерства спасибо давайте совершенствовать ситуацию уходить от користи о которой говорим значит уважаемые коллеги коллеги пожалуйста Валерий Николаевич правое дело Народного хурала парламента республики Канныкии полностью отработало и согласовало с прокуратурой поэтому комитет решила рекомендовать Народному хуралу парламента республики Канныкии данный законопроект с ученой следующих замечаний статья 1 законопроекта взады 4, 5, 6 пункт 1 изложений следующей преданции по приему передачи органов исполнительной власти республики в сфере сельского хозяйства порядков установленном правительственного республики следующие документы отчет о финансе экономической создании сельского хозяйства товаропроизводителя отчет о достижении значения результата предоставления субсидий и показать необходимую для достижения результата предоставления субсидий отчет о достижении расхода и стоимости финансового финансового предписания которые являются субсидии. Заявление и документы необходимы для получения субсидийства сельскохозяйственного производителя. Номерация абзацев 7, 8, 9 пункта «Лесчитать» пунктами 2, 3, 4. Дополненный пункт 1 абзацев. Пункт 1 нового абзаца. Печень нормативных правов актов регулированных порядок приема и передачи дополнительных органов местных сомпроводов указанного на пункте 1 на статусе установлен правительством. Статья 2. Так оно произвело в течение 10 дней после дня его официального пункта «Ломанин» с 1 июня 2022 года. Хорошо. Решение комитета озвучено, решение в ходе подготовки проектных комитетов. Значит, поэтому, уважаемые кредиты, уважаемые депутаты, решение комитета озвучено. Прошу подготовиться к голосованию. По проекту. Маша, до голосования мне все-таки сказать. Вот у меня только закон, законопроект. У меня вот этого решения, которое звучит председатель комитета, нет. На слух очень трудно определить изменения, в какие пункты вносятся статью, что мы меняем. Получается, я сейчас буду голосовать, не зная, за что я голосую. Почему решение комитетам нам не выдают, не раздают депутатов. Я просто не член этого комитета. Ну, вот так сегодня. Если надо раздавать, давайте будем раздавать. Конечно, решение. Хотя, Наталья Сиринасова, проекты решения мы раздавали. Хотя вы тут рассказали, что вы не получили заключение ЕГЭС, вы получили 15.02.18.07.18.18. А электроны больше у нас есть у нас, да. Ну, понятно. Ну, это вот так надо карту. Нет. У меня просто электроны больше не работают плохо. А зачем тогда электроны больше? А я не знаю, почему-то трогать только еще что-то. Поставим. Уже заказали. А именно. Вот это будет облегчать. Договорились. Наталья Сиринасова, все, спасибо. Я сейчас не понимаю, за что я голосую. Понятно. Ну, внимательно слушать. Законопроект по 1. Давайте голосуем. Решение комитета озвучено. Замечание есть. Голосуем. Кто за? 21. Кто против? Один. Кто воздержался? Один. Кого-то одного нет. Один потерялся. Один голосовал. Давайте еще раз. Кто за? За цвета. Другие в один взялся. Хорошо, спасибо. Спасибо. Вы можете дать свободу. Мы продолжаем работу. А насчет компьютеров, мы же с вами уже родили смету расходу, в том числе. Программный участие. Рассматривается проект закона республики о нематериальном культурном наследии в республике Кавыгия. Вносится правительство. Докладывает министр культуры и туризма Саглара Динеевна Тюрбеева. Саглара Динеевна на трибуне в букву отведенное время. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые депутаты, приглашенные. Вашему вниманию предоставляется доклад по проекту закона республики Кавыгия о нематериальном культурном наследии в республике Кавыгия. Данный законопроект разработан с целью создания правовых и организационных основ для обеспечения и сохранения охраны нематериального культурного наследия, обеспечения жизнеспособности нематериального культурного наследия, включая его идентификацию, документирование, исследование, сохранение, защиту, популяризацию, повышение его роликов, и его придачу к вам образом с помощью формального и неформального образования, а также возрождение различных аспектов такого наследия. Благодаря принятию закона в Республике Калмыкия появится республиканский реестр объектов нематериального бутерного наследия, порядок его введения и порядок проведения экспертизы. Для освещения объекта в реестр будет разработан Министерство культуры и туризма и будет внесен в правительство Республики Калмыкия для утверждения. Дальнейшим объектом нематериального бутерного наследия из Республиканского реестр можно будет включить в федеральный реестр. Схема по включению в региональный каталог и затем в федеральный отделена на два этапа. Это подготовка материалов для включения в каталог, создание регионального исследовательного совета, заполнение информации в соответствии с формами и критериями от ГТНТ и проведение заседания экспертного совета. Далее, уже на федеральном этапе, заполнение информации об объекте, подготовка к ходатайству руководителю комитета и директора ГТНТ. Республика Калмыкия обладает огромным потенциалом данной области. Виды объектов нематериального бутерного наследия. Первое. Произведения фольклора, устное народное творчество, устные традиции и формы выражения, включая яйца в качестве носителя материального бутерного наследия, обычаи, обряды, музыкальное и театральное кинематографическое наследие, созданные уникальной системой подготовки творческих кадров, народные праздники, знания, навыки, связанные с традиционными ремеслами и народными художественными промыслами, например, калмыцкие героические, пруджангар, сказки, триады, пословицы, поговорки и т.д. Уникальные формы исполнительских искусств, в том числе, с надежными вокального, инструментального и танцевального, например, благопожелания при церемонии приготовления и угощения гостей калмыцем чаем. Знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами, приготовления предметов народного декоративно-прикладного искусства, музыкальных инструментов, предметов быта, технологий изготовления национальных люд, например, песни, исполняемые во время изготовления войлка, в настоящее время практически утраченные обычаи, национальное культурное пространство, идеальные ценности, этические нормы поведения, диалекты, символы, национальные культуры, исторические и географические названия, художественные каноны, реализующиеся в исторически сложившихся сюжетах, образах и стилистике их воплощения, например, коммунские национальные этики, традиционные народные игры, состязания, забавы, например, альчики, наречивающиеся, и другая. Обмен законов и иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия в связи с принятием настоящего закона не потребуется. Доклад окончен. Спасибо, Саглана Динаевна, за все вопросы к министру культуры. Пожалуйста, Парсал Павлович. Добрый день, Саглана Динаевна. Хотел узнать, сейчас, 22-й год объявлен годом культурного наследия народов России, какие приоритеты у Министерства культуры Республики Калмыкия, если разработана уже концепция развития культуры региона. Ну, какие видения? Пожалуйста, понятно согласен. Да, конечно. В ряде мероприятий, которые насчитывают 42 крупных мероприятия, из них мы выделили 10, относится к столическому культурному в этом году, к 150-летию Пармова, основательному музею, 350-летию встречи Петра и Айки, хана, затем создание энциклопедии по разным направлениям нашего культурного наследия, вместе с тем создание серии видеофильмов, которые будут более наглядно демонстрировать собранную информацию, из чего состоит наше культурное наследие, сайт информационный. Все это, вот, одни из главных мероприятий, которые, на которые мы сейчас работаем. И, конечно же, знакомый проект. Я считаю, что он должен был быть уже давно в работе, точнее, функционировать, но вот только сейчас мы его на вопрос. Хорошо. Еще вопросы? Пожалуйста, уже вопросы. Пожалуйста, на насилие. Вопросы, по годике. Смотрите, статья 12, Светлана Геннадьевна. У вас сказано, что финансирование мероприятий по выявлению, возрождению, сохранению, использованию, изучению, популяризации объекта нематериального культурного наследия и государственной охране объекта нематериального культурного наследия осуществляется за счет средств республиканского бюджета. В то же время в финансово-экономическом обосновании проекта закона сказано, что принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета. Как-то одно с другим не сходится. Здесь речь идет, в первую очередь, о принятии закона. Да, здесь не требуется финансовых средств, но при работе над сохранением исследований сухонного наследия для принятия закона не требуется финансовых средств. Я хочу вообще вы разъяснили это. Я разъясняю сейчас. Итак, для того, чтобы выполнить те или иные задачи в рамках этого закона, конечно же, каждый год предварительно будут вноситься изменения в бюджет на каждый следующий год. Собственно, если в эти мероприятия не входят затратные мероприятия, то значит, что в один году финансовые средства не понадобятся. В частности, идет сейчас сбор информации. В этом году финансовые средства не требуются для исполнения этого закона. Спасибо. Я так понимаю, что в следующем году финансовые средства потребуются, да? Объем этих средств вы представляете? Можете озвучить сейчас? Раз уж вы вносите этот закон. В случае, но вашего плана. Смотрите, из чего состоит работа? Создание экспертного совета. Сбор информации. Часть из них, из этих пунктов, которые войдут в приезды, уже собраны. Дополнительные средства могут понадобиться только на какие-либо командировки в будущем. Но в нашей обстановке экономической ситуации мы не рассматриваем такие затратные командировки в Китай, как это было озвучено на комитете. И так далее. И другие регионы. Хорошо. Спасибо. Вы же понимаете, что вы вносите законопроект не на один год, не на этот, не на следующий. Поэтому вы не имеете права финансово-экономическое обоснование писать эту фразу, что не потребует. Это неправильно. Наталья Сергеевна, это такое выступление в данный суд? это не выступление. У меня вопрос был. Одно другому противоречит. Но если мы так будем... мы просто нужно нормально готовить документы. Нам же вносит законопроект о том, что мы смотрим. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста. Ну вот мы сегодня говорим о том, что наше прошлое, великое, светлое Советский Союз. 22 декабря исполняет 100-летие Союз Советов Соцсоциалистических И президент говорит об этом, что мы выберли войну, советский народ и так далее, и так далее, и так далее. Здесь сидят почти две трети людей, которые, значит, прошли, воспитывались, родились в этом государстве, государстве, державе. А Министерство культуры вообще каким-то образом собирается отмечать. Как вы собираетесь воспитывать молодое поколение передавать наше славное прошлое? И это один вопрос. И это второй вопрос. Я на комитете задавал, в том числе, значит, и Командирога Китая, вопрос в этом задавая принцип, придумал пример, каким образом вы хотите вот этот закон исполнять. У нас получается сегодня, как говорили, просто перед этим законом, который мы принимали, а на деле неполномоченность, принять его для того, чтобы принять. За каждым законом, даже за этот год, всегда идут финансы. Всегда они идут. поэтому закон на сегодняшний день, которым сегодня нам, значит, просит принять, в этом отношении он слабый. И я бы хотел бы повторить и сказать, каким образом и кто будет определять экспертный совет. То есть вы хотите четко и ясно сказать, что экспертный совет будет правительством, основанием правительства? Или каким образом закон это не написано? подобный реестр вы хотите создавать? Реестр создает экспертную советность? Или опять постановление правительства будет реестр утверждаться? Или что это будет? Потому что этот же акт правовой будет распространяться на аникультуру наследия. Вы понимаете, это не недвижие, имущество. Проявляется очень много сложностей. Поэтому я хотел бы увидеть ваше понимание, как вы дальше собираетесь выполнять. Спасибо, пожалуйста. Под программой развития культуры государственной программы Республики Кануки и развития культуры кризисной Республики Кануки утвержденное постановлением правительства Республики Кануки 27 декабря 2018 года номер 417 предусмотрено мероприятие по сохранению нематериального культурного наследия. На этом основании мы можем выделять средства из республиканского бюджета на данные мероприятия. Это что, закон или постановление? Это программа. Это программа территории предприятия, что? Да. А зачем это закрепить приезда, который будет собран на основе правил ГРТНТ? Хорошо. Спасибо. А можно вопрос? Но я не ответил мне по столетию. По данному вопросу можно быть отдельно встретиться, и я подготовлюсь, и я скажу, что именно мы будем. не так. не скажите, программа, которая озвучила там, есть садар память, память, значит, и почему я вопрос почему нет, значит, отметить столетие СССР? Ну, она у всех пожила. Нет, значит, они утверждены, я так что, они несут или не несут? Каким образом говорить патриотического обсуждения и так далее, и так далее. Нас ничего вы хотите восхватиться. Когда вы сегодня, профукали, значит, 87-110-й Калмыкинской дивизии, столетие республики Калмыкии. И сегодня, на сегодняшний день, уже четко, ясно, понятно, что он не собирается отмечать истолетие СССР. Я еще раз вам задаю вопрос. Значит, будет ли мероприятие посвященном столетии СССР на уровне правительства и Министерства культуры республики Калмыкии? На мой взгляд, столетие СССР не относятся к культурному наследию республики Калмыкия. Его нужно не включать в тот список, который относится именно к этому году. Это раз. Два. Термин по поводу профукали 110-й Калмыкии. Работа была проделана и большая. Если вы не в курсе, знание 110-й Калмыкии прибыло в музей. И это была большая коллективная работа. Мероприятие по установлению плит мемориальных также сейчас проводится. И много каких-то мероприятий сейчас не будет вычислять. Хорошо. Давайте по закону. Иначе мы, если во все мероприятия сейчас бросимся, мы долго будем анализировать. Пожалуйста, вопросы и будем завершать. Да, мне просто по моему вопросу, я считаю, не полностью ответили. Просто Наталья Сергеевна начала задавать вопрос. То бишь, вы хотите сказать, что по этому году в рамках вашей концепции запланированы, по сути, одни событийные мероприятия. Все-таки, наверное, может быть, имеет смысл включить, разработать, чтобы что-то осталось. Такое действительно культурное наследие. Это, не знаю, строительство какого-то объекта, который будет, как и наши хурул, помимо того, что это религиозный объект. Но приносить, соответственно, тоже притягивать, являться туристически привлекательным, соответственно, объектом. В этой части у вас что-нибудь распроектировано? Есть ли какие-то интересные условия? Пожалуйста. И бюджет на этот год вы уже примерно планируете? Потому что уже март месяца и на... Пожалуйста. Что касается событийных мероприятий. В столетие Когутинова у нас запланирована установка памятника. Это тоже будет туристическое место, которое будет, я думаю, не менее популярным после его установки. Далее. Для того, чтобы направить средства на строительство какого-то того или иного объекта, это нужно один или два года работы, чтобы создать. То есть направить его в федеральный бюджет и затем только получить подтверждение и построить его через три года. Огонь культурному наследию была объявлена в начале этого года. Но хочу сказать, что на 2023-2024 год у нас запланировано строительство Центра культурного развития. Это будет новый объект на территории РБНТ через дорогу от Мусея Пальмон Джангера-20. Это, я считаю, что один из знаковых проектов Министерства культуры. Спасибо. Оля Юрьевна, пожалуйста. Здравствуйте. Я не услышала, знаете, об этом по поводу, я правильно понимаю, оформировать реестр данный, будет экспертный совет по материальным культурному наследию. Кто вообще будет входить, кто будет решать, кто туда будет входить. И на сегодняшний день какие советы работают при Министерстве культуры и вообще работают при Министерстве. И второй момент, все мы знаем, что в этом воскресенье будет сто лети Народного порядка Даритович Пульсиново наше состояние. И вообще что-то планируется, и я, к сожалению, тоже об этом не слышала. Спасибо. По реестру. Да, экспертный совет будет формироваться в АИВе, который полномочен регулировать фондов с культурой, многие процессы, в том числе формировать экспертный совет. И туда будут входить не только подведы Министерства культуры, но и подведы Министерства образования, также КАЛНГУ и другие. И даже физические лица могут принимать участие в подготовке материалов, предложений для рассмотрения на экспертном совете, в том числе внесения предложений по участникам в этом экспертном совете. Это раз. По Кулаке. По Кулаке, но 13 марта состоится торжественное мероприятие в театре, в Национальном театре имени Басанглова. Приедут писатели, друзья, поэты Давиду Никитичу. Также в тех регионах, где он жил, пребывал, и в тех регионах, где его знают, также запланированы ряд мероприятий. Об этом нам сообщили в ответ на письмо от главы республики, другим главам и губернаторам. Если перечислять мероприятие, то также запланированы театральные постановки о сказке Сар-Плевел и относящихся к конкретной личности Давиду Никитичу. И какой еще вопрос был? А советы у нас есть? Советы. У нас есть художественный экспертный совет. Недавно мы проводили совещание по как раз-таки году культурного наследия. К сожалению, половина участников, членов ХЭС не прибыли по разным причинам. И есть общественный совет. Да, он тоже функционирует, но, к сожалению, из-за эпид-обстановки не всегда есть возможности собрать всех. Очень. Спасибо. Уважаемые друзья, мы договорились. Вопросы? Вопросы? Да. Давайте завершать. Вопросы, пожалуйста. Уважаемый Согвардиняй, поскольку вы являетесь у нас официально сегодня докладчиком по проекту закона о датематериальном культурном наследии, вы в своем выступлении отметили, что необходимо было давно уже практически вчера принять этот закон и так далее. Наверное, все-таки предварительную работу вы проводили в министерстве. Согласно вашим предварительным расчетам, какое количество у нас объектов нематериального культурного наследия войдут в реестр? Это один вопрос. Второй вопрос. Вот какой, быстро хотелось сказать, реестр объектов, о котором вы говорите, не потребует расходов из республиканского бюджета? То есть у вас на сегодняшний день материально-техническая база обеспечена, чтобы завтра уже начинать собирать этот реестр объектом нематериального культурного наследия? Третий вопрос. Вот в проекте закона у нас есть понятийный аппарат носителю объектов нематериального культурного наследия, сообщества, группы и в отдельных случаях отдельные лица. Вот по вашим предварительным расчетам, какое количество у нас уже сегодня есть носителей объектов нематериального культурного наследия? И в части, четвертый вопрос, в части информационной открытости министерства, ведь коллеги сегодня, задавая вопрос, наверное, хотели услышать от вас не только план мероприятий, да, и событийные мероприятия, как вы говорите, утверждены на уровне Министерства культуры, но в целом ряда комплексных моментов, которые касаются и строительства объектов, да, в рамках национального проекта культуры, это в части завершения их сроков, вопросы, конечно, касаются и вообще открытой позиции у вас внутри самого Министерства, я не случайно этот последний вопрос оставил про запас, все-таки мы все свидетели открытого письма работников культуры, да, в том числе у нас сегодня и коллега депутат, который подписал это письмо, говорит о том, что как знак того, что что-то у нас не так в работе Министерства. Вот на ваш взгляд, Саглородиняйна, после этого открытого обращения, каким образом вы попытались как бы услышать проблемачку от своих коллег, если это открытое письмо в адрес главы Республики Калмыкия, и как наметили вообще взаимодействие? Спасибо. Вы на первый вопрос ответите. Да, благодарю за вопрос. По количеству объектов нематериальных, которые на наследие очень сложно наказать. Вот, например, по данным Калунгу около 300 наименований, пунктов было собрано силами на кого мы будем делать. И это может быть бесконечное количество предложений, но при этом только экспертный совет может принять решение о том, какое количество в итоге войдет в реестр. Дальше. В том числе, вы имеете в виду носители, это значит традицию, это тоже сложно ответить на этот вопрос, потому что это может быть бабушка сельского поселения, которая может знать отдельные обычаи, традиции, которые может также передать от любого физического лица свое предложение. Дальше. О открытости Министерства культуры и францелона. Периодически я даю интервью и о пройденной работе, и о планах на следующий год, где я даю информацию о том, какие объекты будут строиться, какие планы и мероприятия на тот или иной урок запланированы. Затем. Реестр объектов, с завтрашнего дня, условно говоря, вы сможете его запустить, а вы пишете, что не потребует расхода. Реестр объектов, это научная работа. То есть, на мне, конечно же, это ляжет на плечи наших учреждений, и да, это будет дополнительная работа, но мне кажется, что без этой работы мы не можем идти спокойно дальше и оставлять без этой работы вообще наш народ в целом. По открытому письму. Да, конечно же, я встречалась с сотрудниками, с руководителями учреждений, которые были в этом списке партистантов, и, конечно же, мы обсуждали у каждого своя причина. Кому-то они дали финансирование на период гостей, например, к какому-то мероприятию, кто-то воспринимает очень острые мои требования к тем или иным вопросам по поводу, например, адаптации к современному миру, введения сайта, в инстаграм и так далее. Ведь мы должны, в первую очередь, молодежь подключать к этому, они об этом мало думают, они не ставят себе список мероприятий, посещения музея, библиотеки и так далее. И мы должны бороться на их территории за их внимание. Мы – учреждения культуры. Ну и, собственно, у каждого были свои причины. То есть, возможно, какие-то субъективные обиды на то, что по разным техническим причинам, например, не было закуплено оборудование, а затем ввиду дефицита бюджета были сняты средства республиканские на выдачу зарплаты, а потом, значит, министр должна изыскивать эти средства в конце года, а либо в конце года решать вопрос на следующий год, где найти 3 миллиона, например, на финансирование. Вы встретились во всем этих колпасах? Да, естественно. Во всем этом году? Да, естественно, я встретилась. Но не со всеми. Конечно, вот с Ольгой Сергеевной, например, вы хотели еще то, с возможностью этих мероприятий, встреч и так далее, с национальным оркестром встретиться. Но в целом, я думаю, что многие подтвердят, что министерство культуры, и я, в частности, открытый к диалогу, просто не всегда бывает возможность полностью встретить. Коллеги, спасибо, мы тут можем долго об агнеститься и говорить. У нас закон на повестке дня. Значит, в том числе мы направили это письмо и нам пришло письмо, в правительство. Мне в том числе присылали ответ о том, что таких серьезных объединений, которые там планировались, оркестр с национальным оркестром и так далее, это все исключают они. А то, что касается взаимоотношений, наверное, некоторая неопытность и, так сказать, позволяет дальше двигаться. Ну, вот организационных дел, которые как-то там выломали структуру, ее нет, нет. Так, в крайнем случае, мы получили от правительства такое письмо. Основное, это дело министра выстраивать рабочие отношения, куратора правительства выстраивать рабочие отношения с учреждением культуры. Это непростое, это дело, мы понимаем, что каждое учреждение оно наполнено и опытными, и великими людьми, поэтому все это надо понимать и все это надо решать. Ну, я тоже, как председатель, получивший это письмо, был участником тех или иных действий. Ну, на правилы повестных для того, чтобы они решили, то, что можно решить. В крайнем случае, революции не творить там, с точки зрения, объединение, и развитие этого уже проходили. Да, спасибо. Я прошу наполнить по работе министерства на время моей работы. Прошлый год, 21-й, показал себя, по-моему, наглядно, и все федеральные средства были освоены в срок, все оборудование, там, книжная комплектовая библиотека была закуплена вовремя, все объекты были достроены. Слава Богу, открылся театр Купкова, после ремонта открылся русский театр. Также филармония, наконец, открылась после четырех лет закрытия. Была проделана большая работа, поэтому говорить о некомпетентности министра, только когда была проделана такая большая работа, но, на мой взгляд, совсем в соответствии. Значит, уважаемые коллеги, мы от главного вопроса отходим, мы от проекта закона. Я по проекту закона, пожалуйста. Так, пожалуйста. Так, Вартиния, еще раз возвращаясь к проекту закона, я не услышала ответ, все-таки у нас к объектам нематериального культурного наследия по предварительной работе, которую вы проводили, как уполномоченный орган предварительно таких объектов и того, вместе с носителями объектов нематериального культурного наследия, столько-то. Хотелось бы услышать. Спасибо. Хотя бы. Хотя бы на сферу. Это будет известно после создания спектрного совета. После понятия закона. Ну, в общем, нет, это не сфера, а на шкатейку 9-10. Производительная работа не велась при подготовке проекта закона, я так понимаю. Конечно же велась. Она велась в Республиканском доме народного прочства. Но сейчас, в принципе, далека от реальности. Ольга Владимировна, и будем завершать рассмотрение. А мы так, понятно, очень всех беспокоят многие вопросы. Но, Ольга Владимировна, пожалуйста, Сергей Викторович. Микрофон. Добрый день. Я хотела бы, конечно, пропомментировать. Раз уж коснулась письма, я действительно его подписала. Я его подписала в первую очередь как художественный руководитель государственного хора. И далее уже как депутат, потому что вопросы были конкретно прям касались культуры. И здесь в письме, если кто-то читал, и я тут читаю все, в первую очередь был акцент именно на совмещение двух коллективов. И дело в том, что почему случилась вообще такая ситуация, случилась вообще-то письмо, потому что у нас не было действительно контакта, потому что мы буквально по срывкам узнавали, а не было понимания того, что вообще происходит, и что готовится конкретно. Но сегодня понятно, Ольга? Да, сегодня... Что, все? А сегодня мы уже на рекламе 3 минуты? Нет, сегодня понятно, что там делается. Нет, сегодня понятно. Все, значит, закрываем. Когда я не хочу этот разговор, мы до утра... Я прошу дополнить, так как... Значит, одну минуточку. Все дополнения с моего ведома. Значит, уважаемые... Ну, бой закончил, Анатолий Васильевич. А, закончил? По поводу компетенции в письме просто было указано, сограждение, но там на самом деле имелось в виду, что мы хотели вертикально выстроить именно в нашей внутри культуры, потому что действительно были советы, была коллегия, но как бы не выносились такие вопросы, мы о них не знали. Понятно. Это единственное... Но сегодня выстроили эти отношения? Я пока не поняла, потому что мы сами делали собрание с Тюльпаном и с национальным оркестром. После собрания, в принципе, с того и ординально, мы не собирались никак. Вот идеально, не советовало. Вот говорят, что правильно. Понятно. То есть, это дело, мы будем говорить, завершилось. Значит, это беспокойство закончилось. Следующее беспокойство о вертикале, которую вы хотели выстроить вместе с министром. Да, это обязанность и министра, и этих коллективов. Значит, я думаю, там письмо правительства находится. Я лично проконтролирую ход выполнения этого... То есть, вам официально ответ не пришел. Я пришел. Так, значит, давайте так. Значит, не все понятно. Все, но все понятно. Ну, что бы не перескать, а в организации вопрос-ответ. Уважаемый... На микрофон нажмите, включите. Перед тем, как это письмо было опубликовано, было совещание с национальным оркестром, на котором присутствовала Ольга Владимировна. Профсоюз и многие другие идеи этой культуры. Мы обсуждали возможное взаимодействие с национальным оркестром и Кирпаном. И после того, как стало понятно, что представители национального оркестра против того, чтобы в будущем рассматривался такой вопрос, естественно, юридически нет смысла... То есть, я не буду объяснять причины того, того, что нет смысла объединять эти два коллектива. Они могут также оставаться юридически самостоятельными, но продолжать делать, создавать совместные проекты. Вот о чем шла речь. Спасибо, это и встреча с национальным оркестром. Значит, согласен. Это вот на Буэнтере, согласен. Значит, здесь председатель руководит. Все понятно ваше пояснение. Вы же сами пояснили, что к вам официально тоже обратились. Я все, что надо, вижу на контроле Николаевича выступления. Иначе мы не завершим по проекту. Уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание на сегодняшний день, что закон этот надо принимать. Но я хочу другой сказать. При подготовке этого закона, министр культуры, который носит этот закон, вообще не подготовился. Сегодня те вопросы, которые мы сегодня задаем, она не может ответить. То есть, этот закон кем-то подготовлен, принесли, значит, и она нам здесь доложили. Умогаться не получилось. Я считаю, что в этом отношении, значит, вам надо, так сказать, к этому относиться более серьезно. Если вы заявляете, что, например, в столетии СССР не надо делать, или с тем, что это дни памятных необходимости, тогда скажите, а зачем вы, значит, знамя со десятков мусско-лубийских делите привезли и на, значит, музей вывезли. Вы знаете, когда он прошел? В 23 феврале 42-го года, когда дивизия уходила на фронт, а зачем вы тогда хотите отметить день памяти, значит, дейтического мультива, который является народным поэтом СССР, героем социалистического труда СССР? Для чего? Объясните, пожалуйста, где у вас приоритеты? Если вы не хотите, вы отмечаете тех людей, которые получали награды, были признаны в Советском Союзе, а сам факт даты, вы не хотите говорить, что это медная макаринность. Мы не видим, такое не поймите. Почему мы так решили, что вы решаете это все? Это один вопрос. Вы сейчас с трибуны заявили о том, что вы хотите нашу молодежь повести, значит, в современном мире, хотите дать какие-то креативные вещи, направления и все остальное. А на основе чего вы хотите все делать? На основе чего? С 91-го года вот это то, что вы с чем-нибудь лицами это видели, и сегодня, в конце концов, мы назрели до того, что есть необходимость нашей молодежи, какие по образу она честно спит. И сегодня президент признал, что прошлое, но я не открою за прошлое. Там было и лучшее, которое необходимо перевести сюда. А вы считаете, что в растролюте необходимо затмечать. Поэтому я считаю, вам надо поправиться, надо принять решение. Не забывать о том, что у нас есть ветераны великой отец войны чужие. Это один вопрос. Ветераны труда, дети войны, которые, вы мне извините, прошли этот путь, и получилось так, что сегодня почти 17 миллионов. Вы что, не хотите, чтобы... Они не знали об этом, что ли? Поэтому в этом отношении я просил вас поправиться и внести значительное решение. И я думаю, что и правительство в этом отношении должна поправиться. А что касается, значит, что Прокополь, я действительно скажу, что Прокополь 20 октября я звонил в Министерство культуры, Министерство спорта, военкомат, и в том числе, значит, вот сидит перед вами председатель Народного права Республика Мэри. Когда я ему доложил, значит, ему вести поднимали этот вопрос, значит, и говорили. Я вам скажу, например, Министерство спорта вообще не знало, что такая дата существует. Хотя вы знаете, что в марте месяце 2019 года, значит, собирались, и под руководством, значит, Берегова было, значит, организованно собрание, вы там наметили вопросы, но ни о одном мероприятии не было. Поэтому мне надо говорить, что, значит, что вы там решили сделать. Уже после того, когда 80 лет было отмечено. Спасибо на меня. Спасибо. Уважаемые коллеги. Очень мое задержание. Нет, одну минуту. Все, все, все более чем ясно. Голосование. Значит, будет голосование сейчас. Выступление тоже, тоже выступление. Выступление у нас по рекламе. Да, по рекламе. Я все знаю. Я ничего не нарушаю еще. Вот вы нарушаете, если это вам, моего берете слово. Значит, мы продолжаем, чтобы завершить нам этот вопрос. Значит, коротко, выступление до трех минут имеет право пропустить. Я акцентирую внимание, поэтому я ничего не нарушаю. И прошу вас, меня не упрекай. Я тоже здесь председатель пока избранной вами. Значит, пожалуйста, кто желает выступить еще? Я хочу... Мне еще не надо отвечать. Кто должен принять? Я хочу... Вы разрешаете? Пожалуйста. Ну, на мой взгляд, на самом деле, Светлана Денина и права, может быть, действительно, проблема принятия этого законопроекта назвела, но и в том виде, какого он сегодня нам представлен. Мало того, что сам докладчик очень слабо представил законопроект, не ответил на ряд вопросов. Мы не услышали внятных ответов на ряд вопросов, поставленных депутатами. Человек не ориентируется в этих вопросах. И здесь мало конкретики. Законопроект очень общий. Мне не нравится, например, статья 8 экспертиза объектов нематериального культурного наследия. Пункт 2. Порядок проведения экспертизы объектов нематериального культурного наследия определяется правительством Республики Камыки. Кем? Господином Зайцевым? Господином Троицким? Господином Трапезниковым, который вообще, мне кажется, плохо разбирается в объектах нематериального культурного наследия Республики Камыки. Нет, я не унижаю, я о фактах говорю. Законопроект должен быть более конкретным. Каждый пункт конкретизирован. В данном случае этого нет. Но тут еще технические погрешности этого закона. Пусть переделают и вносят нормальный закон. Хорошо, спасибо. Ваше мнение услышно. Согласна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну, сегодня Согласна Деняевна в первый раз у нас на Курчатке, да, на Рудном Урала, поэтому это ее дебют. Конечно, о том, что проект закона о нематериальном культурном наследии в республике Камыки нужен, необходим и так далее. Части все-таки качественной проработки проекта закона Наталья Сергеевна действительно сделал ряд замечаний, я с ними согласна, потому что выхолачивать данный проект закона без предварительной проработки, вынося в том числе на площадку депутатов Народного Урала это не совсем правильно. Части доводов и комментариев, которые сегодня озвучили. Мои коллеги и Ольга Владимировна попросили в части обращения открытого письма это хороший звонок для самого министра о том, что необходимо конструктивно взаимодействовать с представителями культуры и решать вопросы, не вынося их за пределы министерства. вот та работа и тот посыл, который сама Согвардиняйна сказала в части информационной открытости он должен быть в работе министерства. Именно представители культуры должны нести до нас с вами как до граждан республики необходимость и популяризацию всего того нашего достояния исторического, которым мы можем гордиться именно только через представителей культуры. Поэтому Согвардиняйна у меня общий к вам посыл работайте встретись с представителями открытого письма со всеми для того чтобы слышать друг друга и при этом работать на общий результат. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. И завершать мини. Пожалуйста. Да. Ну у нас как раз таки здесь заделись вопросов в части компетенции и как раз таки и Ольга Владимировна сказала то, что там в письме было сказано как раз таки в части имени компетенции министра туризма. И сегодня мы как раз таки в ее ответах в ее, так сказать, докладе мы это видим. Отперто, что Николай Арменич заметил то, что очень слабый доклад и министра вообще не погружена в тематику данного вопроса. И то, о чем вот эти ответы то, что СССР это не совсем про так сказать наше национальное наследие но тогда может быть господин министр и депортацию калмыков возьмет вычеркнет из истории калмыкии. И часть ответа то, что я сказал то, что год культурного наследия и можно какие-то стройобьекты соответственно выбить какие-то значимые довольно-таки слабый экскурс строительный регламент я так и побольше знаю вашего спасибо за такой слабый экскурс но это как раз таки и вопрос про то, что сейчас есть возможность включиться мы без вас знаем все эти регламенты и процедуры то, что даже сейчас если вы забьете в этом году не построите возможно и построите дом же построили за 4 месяца и я так думаю объекты какие-то можно тоже включить те же самые паникники и по 110 публической дивизии другие объекты возможно включить поэтому пожалуйста именно по компетенции вы себя оттяните перед тем как делать замечания другим хорошо спасибо уважаемые коллеги действительно тут изменения разные проект вышел на комитет он принят комитет я думаю что в любом случае должны принимать как николай и другие сказали если есть какие-то замечания они есть то нас никто не разгроняет вносить туда поправки не со слова или не понравилось слово кто принимает решение обоснованно на основе правовой экспертизы поэтому решение Это касается альфлора, это касается истории, это касается научных, в том числе, открытий. Поэтому стоит огромная совместная работа. Поэтому первое, о чем еще не обращаюсь, для основания разрешения нашего комитета, рекомендовать Народному Куралу, в рамках истории Калмыкии, принять данный законопроект. Теперь, что касается положения. Положение о спектрном совете или требовании к объектам культурного наследия и отдельный абортирный документ, который рекомендовал за финансирование, поскольку это очень важный документ и очень важный, это необходимо в рамках данного проекта закона после принятия его определить выполнен научным образом, а скорее всего, это, видимо, Министерство культуры или по ответственности учреждения, которое должно в оперативном порядке рассмотреть, учесть все замечания и предложения депутатов и вместе согласовывать принять решение. А в целом, уважаемые коллеги, я обращаюсь к вам и прошу нам рассмотреть и на проект каждого решения комитета рекомендовать принять данный законопроект. Решение комитета озвучено, уважаемые коллеги. Прошу подготовиться к голосованию. Кто за? Наши три. Кто против? Кто возрешался? Два. Спасибо. Решение принято. Согласно? Два. Спасибо вам. Значит, реализуйте проект. Учитывайте замещания, приходите к нам чаще. Удачи, до встречи. Уважаемые коллеги, мы рассматриваем следующий вопрос. Вы можете быть свободны. Рассматриваем следующий вопрос, номер одиннадцать. Проект закона республики о признаке утративших силу отдельных законодательных актов республики Калурки вновь с опять-таки, докладает министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Антон Ильясович Рубанов. Пожалуйста, Антон Ильясович. Добрый день, коллеги, депутаты Наруновского Уралов. Вношу на рассмотрение проект закона республики Калмыки о признании утрачившей силу закона республика Калмыки ответила на ноябре 2011 года за номером 297-4-Z. Регионы на государственном контроле за соблюдением юридическими лицами индивидуальных предпринимателей на требованиях для осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории республики Калмыки. Настоящий проект закона разработан в целях приведения в соответствие действующего федерального законодательства. Федеральным законом от 11 июня 2021 года за номером 170-4-Z о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в связи с принятием федерального закона о государственном контроле и муниципальном контроле Российской Федерации внесены изменения федерального закона 21 апреля 2011 года за номером 69-4-Z о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части исключения полномочий субъекта Российской Федерации по определению закона субъекта Российской Федерации порядка осуществления оригинального государственного контроля за соблюдением юридическими лицами индивидуальных предпринимательных требований в предусмотрении статьи 9 федерального закона. Если не говорить долго, то в соответствии с федеральным законом 248 ФСЗ постановлением правительства Республики Калмыкия от 29.09.2021 года утверждено за номером 388 положение осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и легкового и багажа легковыми такси Республики Калмыкия. Таким образом, принятие указанного проекта закона позволит обеспечить соблюдение требований действующих федерального закона, а также организацию полномочий по региональному государственному контролю в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым транспортным республикам Калмыкия. Доклад законодательный ответ на вопрос. Уважаемые коллеги, докладчик, как бы правда, так сказать, в одном тоне, но кто внимательно слушал, суть была понятна. Пожалуйста, вопросы. Имеется предложение. Этот вопрос достаточно подробно мы рассмотрели, на комитете. И есть предложение по проекту. Да, там не возникло противоречий больших. Там были какие-то... Да. Ну, Наталья Сергеевна, очень хорошее и правильное предложение. Уважаемые коллеги, не возражаете по проекту? Пожалуйста, решение комитета. Прошу вас, Валерий Васильевич. Комитет народного права парламента республики Калмыкия по бюджетам и инвестициям и политикам и мячам и собственности. Рассмотрев проект «Казонный республик Калмыкия» о признании против силы отдельных и законодательных актов Республики Калмыкии, решил рекомендовать народному праву парламента республики Калмыкии принять данный закон проект. Уважаемые коллеги, озвучено решение. Не возникло противоречий? Анатолий Алексеевич, у меня единственная просьба министров остаться до вопроса разного. Хорошо. Не будете высказывать? Нет, хорошо. Кто за принятие после оглашения постановления под номером 11, прошу про вас. Спасибо. Товарищ министр, посаживайтесь потом. Разно, чтобы ответить. На вопросы не было. Уважаемые коллеги, вопрос номер 12. Рассматривается правительство закона Республики о признании против силы закона Республики о порядке взаимодействия органов муниципально-жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора и приоследствии муниципального жилищного контроля. Ну вот так звучит. Так в норме права. Поэтому, по его мнению, не так. Вносится правительством в район начальника инспекции государственного жилищного надзора Миньян Мандолович Яванов. Димура Ручина, далаш. Пожалуйста. Миньян Мандолович, вам все. Добрый день, уважаемый председатель, уважаемый депутат Народного Курала, Парламент Республики, приглашенный. Вашему вниманию представляется проект закона Республики о признании против вашей силы закона Республики о порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора при осуществлении муниципального жилищного контроля. Указанный проект внесен в Народный Курал в связи с отступлением на силу с 1 июля 2021 года федерального закона от 31 июля 2020 года номер 248 ФЗ о государственном контроле надзоре и муниципальном контроле Российской Федерации. Таким образом, положение федерального закона от 26 декабря 2008 года 294 о защите прав юридических лиц и индивидуальным принимать при осуществлении госконтроля и муниципального контроля применяется с учетом особенностей, установленной статьей 26.3 294 Федерального закона. Содержание указанной статьи следует, что положение законное не применяется при организации и осуществлении жилищного надзора. Новый порядок организации и осуществления государственного надзора и муниципального контроля, в том числе регионального государственного жилищного обзора и муниципального жилищного контроля, установлен 248 федеральный закон. Сидится сложен и предлагается провести региональное законодательство сооткрытия с федеральным законом. О необходимости признания утратившим силу данного закона прокуратура Республики Ковынки указывает в декабре 2021 года на имя председателя правительства. Спасибо за внимание. Уважаемый доклад, где он? Возникли вопросы или без обсуждения? Уважаемые коллеги, предлагается по проекту принимать. Уважаемые коллеги, без обсуждения, пожалуйста, решение комитета, Валерий Александрович, пожалуйста. На комитете тоже. Это в соответствии с федеральным, он не согласно проголосовали, были обсуждения, и комитет решил. Уважаемые коллеги, без обсуждения, и комитета, Республики Ковынки указывает в декабре 2021 года на имя председателя правительства. Уважаемые коллеги, без обсуждения, и комитета, Республики Ковынки указывает в декабре 2021 года на имя председателя правительства. Уважаемые коллеги, без обсуждения, и комитета, Республики Ковынки указывает в декабре 2021 года на имя председателя правительства. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Если не возникло противоречий, прошу подготовиться к голосованию. Кто за принятие постановления под номером 12? Уважаемые коллеги, есть предложение на 15 минут прорываться по ветре, потому что у нас дальше еще есть два отчетных вопроса. Да, там оставили вопросы, повел один, кто более напряженный, а здесь вопрос есть. Перерывы организации в 114 дошкольных образовательных организациях и 42 организациями до образования. В развитии каждого направления, в части обеспечения доступности дошкольного образования, то оно осуществляется в 112 муниципальных дошкольных организациях и в двух частных, а также в 30 дошкольных группах при школах. Численность воспитанников оплаченных дошкольным образованием составляет 11 721 человек. На 1 января 2022 года очередность дошкольной образовательной организации Республики Калмыкия возраста от 3 до 7 лет отсутствует. В период 2021 года создано 810 новых мест в рамках реализации нацпроекта «Демография». Теперь по развитию общего образования. Общее образование реализуется в 161 общеобразовательных организациях, в том числе в трех частных общеобразовательных организациях. Численность обучающих составляет 34 673 человека. За последние годы наблюдается стабильный рост контингента обучающихся в общеобразовательных школах. В целях ликвидации второй двухсменного процесса обучения в Республике создаются новые места в общеобразовательных организациях. Так, в 2021 году введена новая школа в село Малый Герпетый на 275 мест, в село Троицкое на 528 мест. В 2022 году планируется создание 825 мест путем строительства четырех пристроек общей мощности 825 мест к действующим школам города Элисты. Это МОС-3 школа, 17-я школа, 18-я школа и МЭГ. В 2021 году созданы 35 центров образования естественно-научной и технологической направленности, которая называется МОС-точка Роста. Создан детский технопарк «Вандориум» на базе 20-й школы. Закуплено компьютерное оборудование для коррекционных школ Лаганской, Сарпинской и Элистинской. В шести образовательных организациях обновлена материально-техническая база. В целях своевременной и полноценной реализации мероприятий приобретено компьютерное оборудование для 41 образовательной организации. Создан и действует Центр цифрового образования IT-клуб на базе РУК и национальной гимназии с местом размещения в Доме детского творчества. В рамках реализации поддержки добровольчества, волонтерства по итогам проведения ежегодного всероссийского конкурса лучших региональных практик, регион Добрых Дет, делегация от Калмыкии ежегодно отправляет своих представителей на все мероприятия в рамках данной программы. Число образовательных организаций, реализующих образовательные программы по профессиональному образованию, у нас на сегодняшний день 9 единиц с Калом-Госуниверситетом, уже 10, в котором получается порядка 7200 человек. Позитивными моментами могу отметить то, что у нас наши студенты участвуют в движении Обилимпикс, а также в центре Обилимпикс и WorldSkills. Создан Центр содействия трудоустройства выпускников на базе Елистинского политехнического колледжа. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе Елистинского политехнического колледжа, созданных условий для образовательного процесса и соблюдения индивидуальной возможности каждого человека. В 2021 году регион принял участие в мероприятиях проекта «Билеты в будущее». Во все школы прошли онлайн профориентированные уроки, в которых было охвачено порядка 900 человек. Регион принимает активное участие в реализации федеральных программ содействия занятости. Так, в республике региональным операторам определен торгово-технологический колледж. В 2021 году выделено 82 коды на обучение различных граждан. В 2024 году на базе ПТК будет создан центр, опережающий профессиональные подготовки. По итогам участия в конкурсном отборе финансирование из федерального бюджета составит 25 миллионов. В настоящее время регион также принимает участие в конкурсе на предоставление в 2022 году грантов в форме субсидии в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Определены два колледжа. Это колледж нефти и газа и Лаганский наш колледж. Сейчас, в данный момент, документы находятся на рассмотрении. Могу также сообщить, что в 2021 году создано 4 мастерские в Городовиковском колледже. А в этом году мы планируем открыть 11 мастерских на более чем сумму 56 миллионов. Конечно, основной задачей для всех наших СПО является их последующее трудоустройство. В этом году показатель по данному направлению в 2021 году был достигнут. Плановое значение было 62,9% из фактических 63. Созданы центры содействия занятости и трудоустройства выпускников на базе каждого учреждения СПО. Разработан региональный план по содействию трудоустройства выпускников. В конце 2021 года мы совместно с Министерством экономики и ТТК провели рабочее совещание на базе нашего центра поддержки предпринимательства, где соединили наших преподавателей СПО, студентов и предпринимателями, где была достигнута договоренность о том, чтобы взаимодействовать в рамках производственной практики и последующего трудоустройства наших студентов к предпринимателям. В Республике Калмыкия функционируют 42 организации до образования детей, которые вместе с другими образовательными организациями составляют целостную систему, определяющую путь ребенка. То есть это порядка 310 кружков и секций, организованные на бесплатной основе, что позволяет обеспечить досуг детей, подростков из них благополучных и малообеспеченных семей. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» реализуем программы по созданию регионального модельного центра, который был создан в 2021 году. В рамках регионального модельного центра создано 14 опорных муниципальных пунктов. Внедрена система персонифицированного учета детей. Внедрил навигатор дополнительного образования детей. На 31 декабря 2021 года в навигаторе зарегистрированы 316 учреждения, 28 543 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет, обучающихся по 1807 образовательным программам. То есть мы ставим задачу именно по охвату наших детей, для того, чтобы они как можно больше отражались в нашем навигаторе, который постоянно освеживается федеральным центром. Благодаря этому мы надеемся, что федеральный центр в виде наших детей может в дальнейшем реализовывать свои программы по финансированию, в том числе. Для предоставления повышенного уровня обучения в республике создана сеть инновационных учреждений, представленная 15 гимназиями, семью лицеями, этнокультурной школой для творчески одаренных детей. В образовательных организациях реализуются индивидуальные профильные обучения, углубленное изучение школьных предметов на факультативах и дополнительных занятиях. Обеспечено взаимодействие с Калмыцким государственным университетом, обеспечено взаимодействие с Саратовской государственной юридической академией. Цель подготовки школьников к правовому юридическому профилю с федеральным образовательным центром «Филиус» по подготовкам и обучению одаренных школьников республики в профильных сменах. На базе РЦДТ, это Республиканский центр детского творчества, открыт региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей. Благодаря деятельности центра организовываются профильные смены по подготовке учащихся школ в республике к различным этапам олимпиад. Одним из наиболее эффективных и масштабных мероприятий по выявлению одаренных и способных обучающихся является, конечно, Всероссийская олимпиада школьников. Справочно, если сказать, что у нас порядка было 11500 одаренных детей выявлено, которые были выявлены в поле организации порядка 30 конкурсов. В 2020-2021 учебном году в этапах Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 643 школьника 9-11 классов. Конечно же, основными направлениями участия школьников и престижными, наверное, являются такие как математика. Математика, а также необходимо отметить, что одним из таких же предметов сейчас является информатика, куда наши школьники идут активно участвовать для того, чтобы создать себя определенное портфорио. В целях обеспечения возможности получения творчески одаренными и талантливыми качественного образования в сфере национального искусства при РЦДТ функционирует этношкола. Большая часть обучающихся, это порядка 65% этношколы, из районной республики находились в режиме круглосуточного пребывания. Однако в марте 2020 года, когда началась пандемия с коронавирусом, здание РЦДТ было передано под госпиталь, как вы все знаете, и до настоящего времени здание еще нам не возвращено. И, конечно же, в этой связи, уважаемые депутаты, здесь бы от лица не несется, конечно же, надо бы нашим детям это здание вернуть, потому что то федеральное имущество, которое было приобретено в рамках нацпроектов, оно реализуется, будем говорить, если честно, неполной мере. То есть, то здание было огромное, большое, понимаете, вы же сейчас, сейчас они переехали, находятся на 5-м их районе, частично мы их разместили в нашем колледже, в Филистинском политехническом некоторых этажей, поэтому некоторые по некоторым направлениям вынуждены были, ну не сократить, а число, не так комфортно заниматься, как было ранее. Однако, между тем, мы постарались перевести большую часть детей на дистанционное обучение, и выпускники 70% на школы продолжают обучение по профилю в колледже искусств, где они потом становятся, вливаются в творческие коллективы, как Тюльпана и Раты, поэтому здесь мы имеем такую положительную динамику. Премией главы РК ежегодно награждается 20 талантливых и одаренных обучающихся, это в размере 20 тысяч. Премией глав районов поощряются лучшие школьники районных школ и награждается за особые успехи в учении, аттестатом особого образца. В целях поддержки талантливых и одаренных детей реализуется программа по поощрению в виде путевок Арте, Корленок, Сириус и по путевкам в федеральные центры только за последние три года поощрено порядка 937 обучающихся. Конечно же, здесь реализуются и также программы по линии КТК. В части соблюдения эколога просветительского проекта «Сохрани природу родного края» разработана нашим республиканским центром детского творчества. Ну и вы тоже видели, наверное, массу информации, когда на территориях школы идет посадка куек и различных деревьев в рамках экологических акций. Александр, я немножко приостановлюсь. В принципе, вы тему хорошо слагаете, но вот времени не так много у нас. Вы все-таки два-три слова скажете, как взаимодействуете с Минсоц и с Минздравом, потому что мы потом их тоже поспрашиваем. А сейчас буквально 3-4 минуты продолжить надо разговор. Особенно у нас интересны еще не государственные, учебные и не школьные учреждения. Тут какая взаимосвязь? Нет и там какой-то, так сказать, бессистемности в работе, что ли. Ну вот, если можно. И о взаимодействии. Допустим, Марина Петровна, у вас лотное взаимодействие не совсем его нет. Допустим, с Уладом Галимовичем. В рамках межведомственного взаимодействия, я начну первое, что мы взаимодействуем с Министерством строительства, в рамках того, что мы формируем списки детей-сирок, Министерство строительства реализует программу по обеспечению детей-сирок жильем по согласно федеральной судоведенной субсидии. По линии Министерства социальной защиты работает именно тоже в части опеки и попечительства. по линии Минздрава у нас тоже есть части медицинских комиссий. Да, я к тому, что ссылаюсь на коллег, в рамках каких мероприятий мы с ними осуществляем деятельность. Понятно, все дети, попадающие в наш соц. приют, обязательно проходят определенные медицинские освидетельствования. и... Вот, кстати, два слова о соц. приютах, пожалуйста. Так, секунду. Сейчас я... Контроль, сейчас начну, да, да. Контроль за и на должность соблюдения прав и свободы детей-сирок и детей, оставшихся без попечения родителей, регулярно шляет прокуратура, Министерство образования, Минздрав, органы опеки и попечительства. В 21 году фактов нецелевое использование денежных средств, выделяемых на содержание опекаемых детей, не надлежащего выполнения опекунами и попечительными своих обязанностей или жестокого обращения с детьми, не установлено. Случаи гибели детей-сирок тоже оставшихся, детей-сирок тоже не выявлено. В 21 году один ребенок возвращен из опекунской семьи в организацию. Здесь основанием явилось, не смогли выстроить отношения опекун и, конечно же, поведение самого ребенка оставляло желать лучшего. То есть он не сошлись. В положительной тенденции в сфере защиты законных прав детей становится возвращение детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную биологическую семью. В 21 году 7 детей, из них 4 ребенка, из организации соцприют, и трое детей, находившиеся ранее под опекой. Также у нас здесь предусматривается финансирование за тем граждан, которые принимают свои семьи, детей. За это идет выплата за ребенка-инвалида. Ежемесячная выплата составляет 45 тысяч, за ребенка 32 тысячи ежемесячные. Также еще одним таким единственным действенным инструментом сейчас по обеспечению детей жильем является выдача того, что происходит именно по линии Министерства образования. Это жилищный сертификат, так называемый, законом Республики Калмыкия, внесения изменений в закон РК о единовременной денежной выплате, предоставляемой детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также летом из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей для производства, ремонта и жилых помещений РК. В этой части установлен альтернативный способ обеспечения жилыми помещениями. То есть мы сейчас заложили в бюджет на 22, 23, 24 годы по 89 миллионов, и сумма данного сертификата рассчитывается из 33 квадратных метров минимальных, которые необходимо, должен отделяться ребенок, и средней цены квадратного метра жилья. То есть это сейчас, наверное, даже хорошо, что с нового года она стала стоить не 33 тысячи, а 45, и то есть сейчас такой ребенок имеет право получить сертификат на 1 миллион 507 тысяч. Сейчас в министерство поступило порядка 55 заявлений, уже по 6 направленные документы на финансирование, и планируем, что в этом году, так как у нас тоже имеем лимиты 89 миллионов, охватить порядка 60 человек. Давайте так, в общем-то, средств понятия, давайте мы к вопросам, я смотрю, многие наши коллеги хотят задать вопросы, которые у нас интересуют. Ну, еще строительство сейчас, конечно... Вот назовите одну цифру, сколько мы школ будем строить в этом и в следующем году. В этом году у нас подвяжет сейчас... Строительство ремонта. Начнем с ремонта. В рамках программы модернизации школьных систем, в этом году, мы 25 ноября подали заявку, и где определили 17 школ. 17 школ и на 23-й год определили 18 школ. В этом году у нас заходят 7 городских на 22-й год. Из 17-й 7 городских и 10 районных. 10 районов. Сумма финансирования или доведенной субсидии федеральных средств составляет 1 миллиард 647 тысяч. На ремонт школ. Да, на ремонт школ. На 23-й год 1 миллиард 528. То есть нам сейчас надо реализовать. Городские школы у нас будут реализовываться по установленному, будем говорить, потопочной планке. Это была сумма 127 миллионов. В том числе там находится оборудование на 9-900. То есть порядка 117 миллионов мы должны отремонтировать школу. Конечно, это для нашего бюджета и для нашей республики сумма такая беспрецедентная. Поэтому никогда, наверное, еще муниципалитет не мог выделить такие суммы на реализацию капитального ремонта. Капитальный ремонт осуществляется по 14 видам работ, укрепленных, то есть периметры здания. То есть мы будем менять кровлю. То, что вот сейчас является, наверное, самой насущной проблемой. Отопление, электрику, можем укрепить фундамент. И также рекомендовали активно привлечь штабы общественного родительского контроля для дизайнерского подхода именно в решении капремонта. А значит теперь по новой школе? Теперь про новую школу. Я знаю, что всех интересует школа Шапшукова. В рамках строительства Шапшукова первоначально было выделено 569 миллионов. Мы понимали, что в период реализации 21-22 мы не успеваем. Не успеваем и не можем на эти деньги на 569 построить школу на 825 мест. Поэтому мы 7 июля заключили дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации, где сохранили целевой показатель 825 мест и ушли на строительство четырех пристроек. Это третья школа, 17-я, как я озвучил, 18-я и бывшая 19-я МГ. Таким образом, четыре пристроим-устроим. Сейчас вы видели, работа уже начата. Сейчас уже на базе у нас поднимаются фундаментные блоки. Где-то там уже на МГ у нас поднимается первый этаж. Трехэтажное здание будет емкостью, мощностью 209 мест, 206 мест. И таким образом все вместе в складе у нас получается 825 мест. По поводу строительства новых школ, именно такой, какой есть. Определили, что Шапшукова подали заявку, имея заключенное соглашение с Министерством просвещения, получили 720 миллионов одобрения. Но понимаем, что этих денег у нас, опять же, в связи с тем, что произошел рост настроя материала, не хватает. Сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения, решения, принятия решения по нему. Совсем недавно вышло 292-е постановление распоряжения правительства, подписанное Мишустином, где в рамках выделения из резервного фонда дополнительных сумм на реализацию этих проектов. Там определено 144 миллиона. Но нам их надо, конечно, будет доказать. Тогда мы, если все соберем, у нас докажем, что произошло увеличение средств. Тогда мы сможем подтянуть до 880 миллионов. Но, опять же, понимаем, что может денег не хватить. Поэтому принимаем решения, в том числе с Минстроем, с ГУКСом и, конечно же, правительством. В части того, что Шапшукова, уважаемые коллеги, там большой перепад, порядка 7 метров. Если реализовывать этот проект, любой проект на данном земельном участке, дополнительно возникает порядка 250-300 миллионов. Где-то 200-300 миллионов, в зависимости от проекта. Как его? Ну и что делать будем? Давай самое главное. То там перепады мы тут не решим сейчас. Что делать? Как школу будем на Шапшукове? Сейчас я... По этому вопросу выходим на финишную прямую. Конечно же... Вот это нам важно. Сейчас ждем, когда, конечно, члены правительства и... Соответствующие уполномоченные организации могут действительно нам сказать, будем строить деньги. В том числе, конечно, нужна здесь четкая позиция Министерства финансов. В части того, что если придется докладывать свои деньги, сколько это будет... И какими траншами? Хорошо, спасибо. Пока по этому вопросу вопрос еще открыт, но работаем каждый день. Хорошо, спасибо. Давайте вот на этом остановимся. Следующий вопрос. Пожалуйста, уважаемые коллеги. Да, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемый депутат, уважаемый докладчик. У меня короткий вопрос. Вы сейчас вспомянули про укрупленный перечень при проведении работ капитального ремонта образовательных учреждений. Но туда не входит приведение в нормативное состояние стадиона. Как будет решаться этот вопрос? Потому что мы сегодня знаем, что школа номер 4, реконструкция стадиона, обошлась в 12 миллионов рублей. Это были инвестиционные средства. Есть ли понимание или решение у Министерства образования, как мы будем приводить нормативное состояние именно при школьные стадионы? Спасибо. То, что касается... Да, мы этот вопрос поднимали перед Министерством просвещения Российской Федерации. Нам дали понять, что все затраты, связанные с выделением федеральных субсидий, должны быть потрачены четко в периметре этого здания и в рамках этих 14 видов работы. Никаких вопросов по благоустройству или даже ремонта канализации. У нас даже, если честно, выпали школы. Вы как знаете, у них сбоку прикреплены котлы отопления. Их вынесли за территорию. То есть сбоку сделали такую шестерную пристройку, там котлы поставили. Но эти котлы не были оформлены в тех паспорт здания. Поэтому нельзя. Вот даже некоторые школы выпали у нас. Другая программа есть. Да, я думаю, что по ремонту... Ну, у нас есть, Сергей Александрович, программа. Пока по малым городам в рамках успеха каждого ребенка мы ремонтируем спортзалы и строим плоскостные сооружения, наружные, как бы, ну, уличные, плоскостные сооружения. В 21-м году мы построили в Экибу-Хуси и построили в Шинмере, в поселке Шинмер. То есть там уже дети могут вполне играть в свободном футболе. В этом году запланировано ремонт 6 на 22-й год, ремонт 6 спортивных залов. Что касается, будем говорить, именно ремонта городских школьных площадок, конечно же, мы все-таки надеемся, что программа такая с министерства, ну, то есть с Российской, с федерального центра поступит. И мы, конечно же, что-то новое появляется, мы активно за нее поднимемся. Единственное, нам не всегда, наш бюджет, с учетом софинансирования, не всегда бывает, может, выкинуть некоторые вещи. Так, что-то я ожидал. Прочиняю еще вопрос, вы сказали про программу, но, насколько мне известно, она работает только для сельских школьных. Да, да, для сельских школьных. Для города она не работает. Я почему бы хотел бы обратиться к вам, уважаемые коллеги, может быть, мы в решении пропишем, а именно в обращении к какому-то на нужный уровень, чтобы решить проблему реконструкции, вернее, приведения в соответствие спортивных площадок школ города, потому что они сегодня заборкают. И нет никакой программы, в которой мы могли бы принять участие. 23-я школа, ФОКО, там пошла другая совершенно программа. Будет ли она продолжена, нам на сегодняшний момент неизвестно. А вопрос очень важный, потому что это касается физического воспитания нашего подрастающего поколения. То есть мы нормативное состояние в школу приводим, меняем коммуникации, а в уроке физкультуры у нас... Я собираюсь, если разумно, давайте мы подумаем. Вы с обращением, может быть, на следующем заседании, вы, ну, нам подготовиться. Наталья Сергеевна, пожалуйста. Буквально в воскресенье, вот я была в Селе Троицком, их интересует, когда же все-таки будет завершено строительство средней школы в городе Селе Троицком. Это первый вопрос. Сдан будет, но пока вот я сама убедилась, я была в воскресенье, там еще очень много работ. Второй вопрос у меня касается вот детей-сирот, да? Здесь у вас дана хорошая таблица. Смотрите, в 21-м году всего количество человек, приобретших жилье, 27. Из них, согласно судебным решениям, 10 из спецшилл фонда 17, да? Вот 10 человек. Вот с каким из этих 10-ти министерство помогло дойти до суда и принять? Получить решение. Да. Скольким вы помогли, инициировали? Потому что у Центра защиты право-граждан, который у нас работает, обращается очень много детей-сирот, и нашим специалистам-юристам приходится доводить их прямо до суда, до решения. Почему министерство с ней включается в эту работу? И третий вопрос. Вот сразу три вопроса. Так, прошу, доводируйте. Третий вопрос. Вы знаете, что у нас в республике есть проект региональный спорт нового жизни. У нас есть государственная программа развития физической культуры и спорта, да? Да. Но, вот я уже поднимала этот вопрос, по-моему, в прошлом году, и, как говорится, обострованы не там. Открытые спортивные площадки при школах. Почему все лето закрыты? Дети не могут туда попасть, позаниматься спортом. Ведь на самом деле, вот в рамках этих программ они же могут... Почему не открыты эти площадки? К сожалению, как только начинаются каникулы, закрываются. Детям негде заниматься спортом. Хорошо, понятно. Три вопроса, пожалуйста. Хорошо. Так, начиная с первого вопроса. Школа Троицкая на 528 мест. Она на сегодняшний день у нас сдана. Сейчас ведут... Там очень много педагогических. Нет, смотрите. Вы задали вопрос. Я вам говорю, то, что видел сам. Я бываю на этом объекте каждую неделю, каждые выходные встречаю. Все работы, которые внутри здания будут, завершены. Завершены. Сейчас остались некоторые вопросы по благоустройству. Футбольная площадка ждала положительной температуры. То есть само покрытие требует разогрева и настила. Там есть кое-какие работы по географической зоне, мелкой. И, конечно же, мы опять же ждем немножко такого тепла, без морозов, чтобы начать озеленение. В принципе, все. Параллельно сейчас ведутся все документации, оформляется вся необходимая документация для получения лицензии, для получения соответствующих разрешений Роспотребнадзора и других. Поэтому, конечно же, мы безусловно, 100% школа 1 сентября начнет функционировать. Но мы сейчас ведем работу для того, чтобы постараться четвертую... Может, я думаю? Четверть, конечно. Четверть. Но мы стараемся, ведем к тому, чтобы все-таки попробовать организовать там учебный процесс. Или даже, возможно, в рамках летней оздоровительной кампании провести там лагерь дневного пребывания. Ну, пока, уважаемые коллеги, второй вопрос, что касается... Действительно, вы правильно сказали, у нас несколько. В части обеспечения жилым фондом, да, как бы не совсем функционал Министерства образования. Мы занимаемся только формированием списка, выдачей жилья и реализацией именно вот этого, будем говорить, этих квартир напрямую и непосредственно занимается Минстрой. Это определено уже. В части оказания помощи мы, наши специалисты, оказывают всяческую помощь. Всех практически, будем говорить, из этого списка, наши специалисты знают прям поименно, обзваниваем. И то, что касается сейчас вот именно альтернативного способа выдачить сертификат, мы уже даже слишком вперед ушли. И то есть порядка 55 человек у нас уже сегодня написали заявление. И там, по-моему, если не ошибаюсь, 47, я сейчас не вижу, порядка 47 уже в работе, по 6 уже ожидаем финансирования. Хорошо. То есть... То есть мы здесь вместе работаем с ними, кто... Да, да, мы это непосредственно. Знаете, в чем проблема? Не от того, что мы не хотим, ни мы, ни Минстрой не хотим выдавать, будем говорить, квартиры. Дело в том, что вторичный рынок в городе Листа, он, будем говорить, ограничен определенными вот этими квартирами, 33 квадратными. Построить одно здание, куда мы заселим всех, допустим, 20-30 человек, мы тоже не можем, потому что есть нормы, там не более 30-ти процентов, если не ошибаюсь, чтобы не создавать определенную социальную напряженность в этих домах. Мы знаем, есть у нас на первом микрорайоне, ну, десятый микрорайон, живью, где у нас постоянно идут побоище. Поэтому, чтобы избежать, реализуем вот в таком направлении. По поводу второй судебных решений возникла вторая очередь, потому что идут те, кто, будем говорить, как вот шли по списку, но часть из них обращалась в прокуратуру, после этого выносилось определенное судебное решение обеспечить, и появлялась вторая очередь. И правильно и те правила, и эти правила. Здесь проблема такая, ну, не глобальная, но она есть. Третий вопрос. Спортивные площадки. Спортивные площадки. И почему не открыты? Да. В силу того, что у нас была неблагополучная кипит ситуация, конечно же, мы часто уходили на дистанк в этом году. У нас даже, знаете, что летняя зарядка... Спортивные площадки были закрыты и до пандемии, не только пандемии. Хорошо, я понял. Давайте мы этот вопрос еще раз поднимем. У нас есть управление образованием города Елисты, которые непосредственно должны решать этот вопрос. И, в принципе, в любом рабочем совещании мы, думаю, этот вопрос решим. Вы эту тему обозначили, она действительно... Хорошо, вы... Хорошо. Да, Ольга Юрьевна, пожалуйста. Спасибо. У меня три вопроса. Первый вопрос касается обеспечения доступности дошкольного образования. Согласно региональному проекту «Содействие занятости женщин в создании условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», национального проекта «Демография», «Согласно вашему докладу, было создано 200 мест, и все они в районах республики». Правильно ли я понимаю, что на три, скажем так, за три 21 года не создано ни одного дополнительного места дошкольных учреждений именно данного возраста? То есть у нас предложение обрежает спрос, да? Насколько мне известно, что есть желающие женщины, которые хотят на работу, которые хотят, скажем так, отдать детей в детский сад и данного возраста, но не хватает места. Это первый вопрос. Дальше такой момент, он тоже как бы пересекается с первым вопросом. Из вашего доклада на достижение высокого качества услуг дошкольного образования в республике нацелено направление развития системы дошкольного образования. Это развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования. Насколько на сегодняшний день увеличилось негосударственное образовательное учреждение в сфере именно дошкольного образования? Из доклада, тоже я его очень внимательно изучила, Написано, что создано очень много дополнительных моментов для негосударственного сектора. Но насколько мне известно также, что на период 2021 года, наоборот, у нас закрылись негосударственные образовательные учреждения, именно для дошкольников. Значит, также один из пунктов у вас стоит укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных учреждений. Знаете, я часто посещаю детские сады, в частности в городе, и вот, к сожалению, до сих пор я вижу тот момент, что материально-техническая база очень плохо обновляется, и у нас вынуждены воспитатели используют подручные средства, свои личные средства для того, чтобы как-то улучшить материально-техническую базу в детских садах. У нас с 12.20 прошел Робофест, это фестиваль для детей по робототехнике. Кстати, большое спасибо Министерству образования, мы проводим данный фестиваль 5 лет, и впервые за 5 лет Министерство образования, наверное, так чайно и очень хорошо помогло в организации данного процесса. Спасибо огромное. Но есть такой факт, всего приняло участие 525 детей в очень в заочном формате, 65 организаций, из них всего два детских сада. Почему? Потому что, к сожалению, материально-техническая база в детских садах у нас вставляет что-то от лучшего. Когда в наших детских садах будет современная материально-техническая база? Хорошо. И третий у меня есть вопрос. Мы все знаем, что этот возраст очень важен до 7 лет, и я считаю, материально-техническую базу надо обязательно обновлять в свое время. И третий вопрос по обеспечению доступности общего образования. Касается, это инклюзивное образование. К сожалению, инклюзивное образование у нас должным образом до сих пор не работает в образовательных школах. Мы с решением, что в прошлом году мы говорили на этой площадке, в 2021 году говорили с предыдущим министром Вареном по вопросу доступности инклюзивного образования. На сегодняшний день вообще что сделано? Год уже прошел, даже может быть больше. К сожалению, в прошлом году, в начале этого учебного года, в сентябре, только после моего обращения родителей детей-инвалидов, повесили необходимую интерактивную доску в коррекционных классах. И на сегодняшний день коррекционные классы не устроены должным образом, мне кажется, не в одной школе у нас. Прошел. Александр Васильевич, ответы очень лаконичные. Вот это есть, это будем делать, здесь не получается. По детским садам могу сказать, что в 2021 году, у меня сейчас с собой не прошивки на 810 метра, именно за 2021 год, но могу сказать, там где был Эмдык, построили в Кегульте, построили новый сад. Про город, я спрашиваю про город. Я видела вас в очередной школе. А, город, я могу сказать. О, вы, садики, те в рамках проекта «Демография», те садики, которые построены, они полностью оборудованы соответствующими кроватками, пищеблоками, всем-всем. По детским садам, сейчас, которые у нас, вы в городе имеете в виду? Пока, пока программы именно строительства детского сада у нас сейчас нет, мы ждем ее. По ремонту, ну, в этом году я знаю, что у нас идут не в капитали, а в ремонт кровли городские детские сады. И, пока так, конечно же, пока федеральной программы нет, мы сами самостоятельно, то есть, как я и говорю, за республику, сейчас поселить детский сад пока в городе не можно. Александр, мы задаем вопрос, что вот проходят олимпиады, всего два садика, потому что не обучают, по видимости, детей тому, чему можно сегодня уже обучать. Вот что делается, крыша это крышей, что делается для того, чтобы там был набор тех, и для этих ребят до 7 лет, чтобы оно развивалось, чтобы оно чему-то не получилось. Об этом, если под эта программа, или так, кинули два кубика, они борются за эти два кубика, как там, об этом заводят. В рамках дополнительного образования у нас есть программа по созданию новых мест, и в том числе, вот в этом году мы предусмотрели именно на робототехнику порядка, закупку двух комплектов. Сами по себе комплекты очень дорогие, очень дорогие, они стоят порядка 400-420 тысяч. Это было вот по состоянию до соответствующих событий. Сколько они сейчас стоят? Ну, еще пока не можем собрать. А сколько там? Два запланировали, сколько там? Они большие, они включают полностью весь набор со столами, со всей... Это два садика. А на сколько вы везти садикой? Тридцать один. Тридцать один, да? Да, тридцать один садик. Хорошо, давай, конечно. Дело хорошее, ну, дело, конечно же, именно что касается развития робототехники, да. Другие программы реализуем, реализуем. Сейчас планируем реализовывать тот же флотбол, да, флотбол это что-то, будем говорить, легкая форма хоккея. То есть с мячом, как вы раньше его помните, было такое. Сейчас тоже в рамках КТК дали заявку на приобретение соответствующего оборудования. Конечно же, здесь, уважаемый депутат, вы все знаете, что десятилетиями системы образования, именно в части капитального ремонта, обновления материальной и технической базы, да, не было средств. Не было. Сейчас они в рамках нацпроектов, там, образования, демократии, эти средства идут. Но не по всем мероприятиям еще есть. Мы также ждем, также можно вопрос задавать о детских оздоровительных лагерях. У нас их сайгачонок, березка, лесная сказка, да, потом, то есть, если честно, ни один из них, из сегодняшних лагерей, нормальный, в ненормальном состоянии. Потому что это постройки 70-х годов. В 70-х там нет условий для ОВЗ, нам Роспотребподзор не дает открывать, колочим, сколочим, там. Просьба конкретная, вот, по вопросу отвечает. Алиса, я понимаю, почему сейчас такая спроса. Алиса, серьезно, да. Вот, я, наш депутат задавал вам вопрос. Все, по дошкольным учреждениям обеспеченность, так сказать, вот этим фондом такой-то, по программам то-то. Ну, то есть, конкретный ответ. То, что хорошо, что плохо, мы сами додумаем. Реализуем, создаем сейчас в рамках, будут предусмотрены закупка робототехники, в том числе для детских. Воследующий вопрос, тут понятно. Также мы сейчас лицензируем, лицензируем наши садики для, в рамках доп. образования, лицензируем для того, чтобы квалифицированно осуществлять эту деятельность. Еще какие-то. Третье вопрос. По инструкции. По инструкции. По инструкции. По инструкции. По инструкции. Продолжение следует... 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 Там определяется уже группа, чем занимаются наши дети, когда они посещают определенные сайты. То есть для того, чтобы исключить посещение нашими детьми деструктивных сайтов. И проводится, конечно, у нас очень же волнует, резонансные, особенно не занимаются ли они поиском на страничках где-то суицида, или же, не дай бог, школьной стрельбы, школшутинге. Поэтому в рамках этого мы провели так называемое тестирование на базе второй школы и на базе КЭКа. Как раз эти две школы были выбраны как вторая школа с немножко низким результатом, с определенными рисками, и КЭК взяли, где были результаты социального тестирования выше. И в рамках этого проведения выявили двух подростков, которые, видимо, с ними отработали психологи. Сейчас мы в этом году планируем охватить все школы республики для того, чтобы выявить, посмотреть, чем же все-таки занимаются наши дети, что они посещают. Спасибо, Николай Иванович, пожалуйста, и завершаем. Ответ Владимирович, коротко, четко и ясно ответили. У нас тренер-школьник, из них, значит, 342, 583, значит, это вот зачем. До 17-й школы, значит, в прошлом году, в ноябре и месяц, заместитель министра республики докладывал о том, что выделены 17 миллионов рублей на оборудование, некомиссионное образование. Где эти деньги нужны? Это первое. Второе. Значит, капитальный ремонт, вы говорите, что там выделены около миллиардов, полтора миллиардов, 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 большие деньги, большие деньги, все остальное. При правительственной документации вы вообще, в принципе, предусмотрели горячее питание, оборудование, которое было бы, там, все, за минуту, за минуту, все 17-й школах. Я говорю, опять там, значит, еще раз, это ответить, а потом ответить. Еще один вопрос. По улице Шапшукову вы говорите о том, что у школы там деньги добавили дополнительно, это необходимо. А вы вообще думали и требовали с городом, значит, из тех людей, которые на сегодняшний день, значит, занимаются этой проблематикой, значит, да, там же идет 110-я расководная линия. Вы знаете о том, что вам не дадут добро строить школу там? Там 60 земельных участков, люди, которые построились, до сих пор не имеются на эти участки. А вы туда вколачиваете, значит, школу, она идет прямо рядом со школой. Кто вам научил от такого разрешения? Значит, вопросы-то необходимо решать сегодня же, иначе никаких денег еще там не будет у вас. Определяйтесь. Еще один вопрос. По закрытию школы. В Кибровольском районе, в Привыкинском районе, в Вестинском районе, в Горнеговском районе, в Горнеговском районе. И муниципалитеты стараются закрывать там школу. На сегодняшний день, в Кибровольском районе, в Берешкове. Максом Терцем, в Маныче. И там стоял вопрос, буквально перед началом учебного заведения, закрыт Кибровольском районе. В Бельмешево, в Горнеговском районе, школу закрыли. Почему, на каком основании, кто просил закрывать эти школы? Почему Министерство образования принимает такие решения? А я вам скажу. Нам же не скрывают, не говорите. Бельмешево закрыли, потому что мы не смогли обеспечить горячее питание. Это чей вопрос? Ответьте мне. Все, спасибо. Хорошо. Очень только коротко. Ваш вопрос, или не ваш, сделали и будете делать. По поводу оборудования на 17 миллионов, с собой, к сожалению, не имеют расшивки, но скажу, что не целевых денег по этому нет. Я хочу сказать, что все использовано, все освоено в рамках той целевой субсидии, которая была выделена на данное мероприятие. По поводу капитального ремонта школ. Действительно, мы сейчас, было выделено на городские школы 9 900 миллионов на закупку оборудования, на сельские школы от 300 до 6,5 до 9 по некоторым. То есть, нам Минпрос выделил одну целевую сумму 6 600 на каждую школу, но с возможностью или разрешил нам варьировать от 50% до 150%. И мы, таким образом, городским школам уделили внимание. Конечно же, в первую очередь, вопрос именно обеспечения или замены оборудования пищеблоков стоял. Потому что это, наверное, один из основных вопросов нормального функционирования школы. Дело в том, что у нас, все знаете, что у нас само оборудование уже в городских школах мало того, что устарело, там, 30-70-х годов, ну, не во всех. Но мы настоятельно рекомендовали закупить именно школьное оборудование для обновления школьных пищеблоков. Также, конечно же, необходимо, конечно, нам заменить и учебное оборудование, и парты, и доски по этому вопросу. По поводу закрытия школ. Здесь, конечно, ответственность идет глав муниципалитетов. Ответственность глав муниципалитетов, и я этот вопрос давайте еще раз, чтобы сейчас в двух словах его не отвечать. Я могу его проработать и потом вам с вами обсудить. Хорошо? Еще бы вопрос. Шахтукова, да, по десятке, да, то есть, насколько нам управление строительством города Элисты, там есть упражнение специального строительства, они сказали, что эти работы по переносу, в принципе, могут быть осуществлены, осуществлены, там, или же это будет перенос, или же это будет, или же, там, я от нас, ну, был на том участке, в котором, как бы, выезжал, это чуть ниже саника, чуть ниже саника, там, в принципе, 10 метров санитарного зона. Чуть ниже саника, прямо туда, к праву, по-другому, по-другому, по-другому. Почему я так говорю? Дело в том, что это вопрос очень серьезный. Его решение, город не решит, я имею в виду, как, Савел Иванович, закладывайте деньги, чтобы ее перенести эту линию полностью. Деньги закладывают, проект смертной документации, вы построите школу, вам ее не дают, никто не отстать. Насколько я знаю, при договорительном планировании, эти все пожелания были учтены, и они, когда нам озвучили сумму, то она и была такой, среченой переноса коммуникации для Александра Комбинирова. Хорошо. Вы не сказали, что это вопрос решается? Я рад, да. Уважаемые коллеги, есть такое предложение. Прежде чем мы вот дальше пойдем принимать документ, Александр Сергеевич, понятно, какой-то участок, сегмент нам озвучил, Мы давайте так, вот, наших министров суд защиты и министров, да, и министр, замминистра здравоохранения, с точки зрения вопросов, не будете возражать, если так? Марина Петровна, вы где? Да, есть Анатолий Васильевич, готовы ответить на вопросы? Да, лучше, Александр Васильевич, присядьте, лучше вот сюда, приходите, нам приезжать, давай посмотрим. И так, вот, и мы потом как раз с Гулатом Аман-Ильдевичем познакомимся. И ему заднем вопросы. Значит, пожалуйста. Уважаемые коллеги, вот, если есть вопросы, которые вы в форме встреч, набрали в форме подписи, каких-то, Вы для этого вопросы, по детям, по социально-обслуживанию ребят, пожалуйста. И тут, тут тоже. Есть вопросы? Пожалуйста, Николай Ильдевич. Ну, такой вопрос. Значит, я думаю, что он парк есть, но все на себя не интересуют. Вот, я сказал, обозначил цифры, 3-4, 6-3 человек учеников у нас. Из них детей инвалидов, я тоже разлучил. И вот, значит, детей инвалидов в проживательных организациях, 1701 человек. Значит, а было? 1098. Прибавилось бы 400 человек. Вы можете объяснить? Дети инвалиды. Или вот что за показательность? Добрый день, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты. Николай Ильич, отвечу на Ваш вопрос. Вот эта часть именно была подготовлена Министерством образования и науки, видимо, на основании данных образовательных организаций. К сожалению, не всегда учет образовательными организациями соответствует тому учету, который ведется в федеральном реестре инвалидов. В федеральном реестре инвалидов, это официальный реестр, полномочный орган-пенсионный фонд Российской Федерации, у нас на сегодняшний день около 1700 детей инвалидов всего. Значит, соответственно, та статистика, которая ведется образовательными организациями, она, безусловно, может быть, но инвалидность может даваться на год, потом сниматься, да, инвалидность может даваться еще на какой-то период сниматься, а образовательные организации, скорее всего, ведут это накопительным итогом. И, соответственно, вот эти расхождения статистики, они имеют место быть. Мы уже неоднократно обращались с коллегами с Министерства образования и науки все-таки руководствоваться федеральным реестром и вести учет и статистику предоставления образовательных услуг именно на основании этого реестра. Мы учтем это в последующем, и при следующих подготовках к докладу от правительства о положении детей, безусловно, не допустим подобных несоответствий. А вы вот доклад-то читали, вы познакомились? Да, сводный доклад я видела уже, к сожалению, готовый итоговый, потому что Министерство образования было на своде. Значит, паразиты 400 человек сразу же годы прибавили. Нет, здесь Николай Дмитриевич объясняет же, что это может быть аргументировано неверным учетом образовательных услуг. Таковерный, да. И второе, это то, что инвалидность, она может даваться на какой-то период времени. Хорошо, спасибо. Еще Марина Петровна, вопрос это так, пожалуйста. Да, добрый день, Марина Петровна. Будьте добры в плане информации, на какой стадии сейчас идет реконструкция нашего казенного учреждения дома-интерната для умственно-отсталых детей по улице Добровольского и в свете последних событий, достаточно ли финансирования, чтобы завершить эту работу в этом году? Сергей Александрович, работа ведется. Мы контролируем, мониторим ситуацию с исполнением контракта. В принципе, подрядной организацией все материалы необходимые, они были закуплены до повышения цен, поэтому рисков мы не видим. И в принципе, до середины апреля мы планируем, что работы будут совершены полностью. Параллельно мониторим, пронабатываем вопрос финансирования, потому что сейчас есть пока небольшой объем мониторской задолженности, с инвестирством финансов. Пожалуйста, еще раз. Нет, желающие выступить. Нет, мы так делаем. Мы сейчас Минздрав послушаем, потом желающие выступить в целом по программе. Параллельно, спасибо. Вы присаживайтесь, послушайте. Еще это полезно. Значит, давайте мы слово дадим заместителю министра здравоохранения. Була Таман Ильдеевич, вот, сарай, пожалуйста, вот на трибуну. Мы с ним ближе познакомимся. И можно задать вопросы и в действии, как улучшить детское обслуживание с точки зрения укрепления здоровья. Пожалуйста, укрепление. Анатолий Васильевич, я выявляемый парламентарий. Пожалуйста, господа, разрешите представить вам доклад о состоянии здоровья детского населения. Сразу же скажу, что у нас ситуация достаточно позитивная в этом направлении. Эффективные меры медицинского характера за последние годы позволили достичь показательного владельческой смертности 2,6 в 2021 году. Для сравнения привожу, значит, динамики показательного владельческой смертности в республике с 17 по 21 год. Показатель 2017 года 4,8, 18, 6,3, 19, 1,4, 22,9, 21, 2,6. В 2021 году показатель владельческой смертности составил 2,6, как уже говорил. В абсолютных числах это 7 младенцев. Индикативный показатель по дорожной карте на 2021 год составлял 4. То есть мы не достигли даже индикативного показателя. Таким образом, мы оказались ниже показателя заложенного на дорожной карте Федерального Медздрава. Значит, показатель смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет составляет 4,15. Значит, это 11 случаев на 2649 детей, родившиеся живыми. Дикативный показатель был равен 5. Значит, показатель смертности детей от 0 до 17 лет составляет 32, 2,48 на 100 тысяч населения. Значит, индикативный показатель составлял 52. То есть здесь мы тоже не достигли максимального, скажем так, показателя. Ожидаемый результат снижения младенческой смертности до 3,3 на 1000 родившихся в 2024 году. Касательно материнской смертности, значит, динамика также, ну, если можно сказать, положительная. У нас, к сожалению, ковид в 2021 году привнес материнскую смертность плюс 3 случая. Значит, в 2018 году это был один случай, 19-20-й, 0-21-й, 4 случая. Из них 3 случая ковида, а один случай реклампсии и дежурости. Как мы, если можно было, как вот следующим уровнем работаем? Детский сад, школа, взаимодействие с МИНОВРОМ? Вот, если можно. Да, совершенно верно. В цели повышения эффективности межведомственного взаимодействия по организации диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подписаны следующие нормативные документы. Соглашение о порядке взаимодействия сотрудничества Минздрава, Минобора и Минсоцразвития Республики о своевременном указании медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без подпечения родителям. Значит, разработаны и утверждены правила мошутизации указания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, пребывающими в стационарных учреждениях. Актуализированы правила проведения диспансеризации детей в пребывающих в стационарных учреждениях. Схема мошутизации межведомственного взаимодействия. Согласно утвержденному мошутизации, руководитель стационарных учреждений направляет списки дистанциализации, обеспечивает условия для проведения диспансеризации и доставки детей в медицинскую организацию для проведения диспансеризации. Итоги диспансеризации ежегодно рассматриваются на заседании в республиканской комиссии по делам и совершеннолетних. Какие на сегодняшний взгляд проблемы есть с точки зрения здоровья республики? Где мы вроде ничего, а у них плохо. Ну, Анатолий Васильевич, что касается здоровья детей, это вопрос, скажем так, наверное, не то что широчный, он, наверное, принципиальный. И здесь даже те показатели, которых мы достигли за последнее время, они не являются для нас финальными. Мы все-таки будем стараться и поручать. Повторюсь, история с ковидом, к сожалению, она принесла пандемия, принесла особенности в эти показатели. Но мы надеемся, что все-таки пандемия ковида, штамма Omicron, она была, можно сказать, последней, если можно так сказать. Если у вас поликлиническое обслуживание и стационарное обслуживание, что здесь у нас? Где вы впереди? На уровне того, что требуется сегодня обстановка ковидная, которая будет? Вот поликлиническая часть, первая, вторая, стационарная. Ну, все, что касается поликлинической части, у нас все-таки отмечается очень положительная динамика. 16 августа, как известно, у нас совершилось очень важное событие для региона. У нас открылась новая детская поликлиника. Можно сказать, уже в рамках работающей поликлиники. Уже был приезд федерального министра Михаила Бертича Уражко. Он высоко оценил организацию работы в поликлинике. Поликлиника действительно позволяет маршрутизировать пациента, разделять потоки, что очень актуально сейчас в период пандемии. Все помнят эпидемию гриппа в недавнем прошлом. Кроме того, сама поликлиника позволяет на месте проводить все необходимые обследования, инструментальные, лабораторные, все в одном месте. У нас родители не вынуждены больше перемещаться в различные подразделения детского центра. По городу это очень тяжело, сам являюсь родителем. Поэтому нам очень удобно обслуживаться именно в нашей поликлинике. Плюс все, кто там был, увидели, что широкие коридоры, это условия для работы наших докторов максимально, скажем так, удобные. Это рабочие места, полностью оборудованные для врачей, компьютеры. Устанавливаем стационар. Куда мы там? Стационар. Комплектованность. Комплектованность, наверное, не вызову удивления. Скажу, что у нас, к сожалению, с кадрами есть определенный дефицит, но мы тоже движемся в это направление. Вы все знаете, что у нас открывается медицинский факультет в этом году. Бадмага Тенович, огромное спасибо за совместную работу. У нас предполагается 50 мест на этом факультете, 25 для педиатров, 25 для лечебников. И по решению главы региона, совместно с министром Юрий Викторовичем Теновым, все-таки наш регион и аналоги бюджет профинансируют обучение наших ребят. Первого набора. Давайте вопрос еще. Антонина, сейчас сразу вопрос. Значит, мы основную тенденцию, так сказать, уловили, так сказать, лечебная база, клиническая и так далее. Поэтому, Николай, давай, пожалуйста, женщин. У вас, Армений Беревич, да? Я вообще вас иду, я слежу, откуда вы поедились и где до этого работали. Это следующий вопрос. А мы еще сняли. Нет, почему? Интересно. Республика небольшая. Это вы подойдете, не упорщайтесь. Да как-то не хочется этой годы. У меня следующий вопрос. В связи с... Вот сейчас ограничения по пандемии снимаются. Насколько полностью восстановлена плановая медицинская помощь как детям, так и взрослым, да? Потому что недавно был просто страшный случай. Человека вот с аппендицитом везли из садовки, и по пути он умер. Не успели оказать вовремя хирургическую помощь. Поэтому меня интересует очень много нареканий по плановой медицинской помощи. Насколько она восстановлена сегодня? Второй вопрос. Вот вы привели цифры, все это хорошо. А какие конкретные мероприятия были в министерствах запланированы и проведены по профилактике заболеваний детей? Понимаете, мы все это говорим, вот лечим, лечим, лечим. А ведь нужно заниматься профилактикой, вы же лечили, понимаете? Я совершенно с вами согласен. Спасибо, пожалуйста. Ну, начну с последнего вопроса, не так удобнее. Спасибо за вопрос. Здесь чисто технически самая главная работа это нештатного и штатного специалиста по педиатрии. Именно этот специалист выстраивает всю работу педиатров в регионе и курирует. У нас, понимаете, у нас, можно сказать, синдром малых цифр, у нас все-таки не такое большое количество выстрелений, и можно каждого ребенка и каждую беременную отслеживать фамильно. И, собственно говоря, в таком ручном режиме вот это регулирование работы, оно и позволило снизить достаточно быстро. Это тоже очень тяжелая работа была. Мне сейчас коллеги рассказывают, как тяжело было выстроить именно маршрутизацию пациентов, например, с районных наших больниц до республиканского детского центра. Но, тем не менее, скажем так, в телефонном режиме конкретно по каждому ребенку отрабатываем, и именно это позволяет снижать количество умерших детей. А по второму вопросу, да, действительно, плановое. Вот в настоящий момент заболеваемость ОРВИ и коронавирусной инфекции, оно позволило снижение заболеваемости, позволило нам открыть оказание плановой медицинской помощи. В настоящий момент как на амбулаторном, так и на стационарном этапах медицинская помощь оказывается в полном объеме. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, ослаживайтесь. Конкретный вопрос. Да, Владимир Мангельевич, я хотел вопрос задать, как раз таки вытекающий из речи Александра Сергеевича, в части того, что вот конториум. Если вы сейчас сами сказали, то то, что снижение произошло, но и в целом, как бы, и до этого тоже заявляли, да, то, что с амикроном пришло как бы снижение. После, соответственно, насколько еще актуально держать аккулантуриум под ковидный карантин, да, и какие, во-первых, мероприятия запланированы по выводу, да, там, и когда он действительно заработает, то, что уже два года ровно получается, помещение используется, да. И как раз таки так же вытекающий из этого вопрос, да, сколько все практически полтора года мы слышим про строительство ковидного госпиталя, который уже сейчас настолько актуален, да, опять же, но множество, к сожалению, здесь, конечно, и совсем не смешно то, что сколько человеческих жизней, так сказать, из-за своевременного строительства он несет этой заразой, да, пандемии. Соответственно, насколько актуально и вообще стоит ли он еще в перспективах строительства этот ковидный госпиталя. Спасибо, Николай, спасибо за вопрос, да. По первому вопросу, ну, решение о передаче ведения Минздрава к Ванториуму принималось на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Это компетенция оперативного штаба, во-первых. Действительно, да, в настоящий момент значительное снижение заболеваемости ковидом, это объективно. То есть, вот, ну, скажем, тактически, да, наверное, мы могли бы передать аппараты, но стратегически, на самом деле, мы не знаем, что будет дальше с ковидом. Вы видите, насколько быстро мутирует вирус. И я думаю, что вот тот срок аренды, насколько я знаю, до мая он продлен. Как раз-таки к маю, к лету мы видим ситуацию и что нам позволит прогнозировать уже развитие, например, следующего этапа пандемии и так далее. По второму вопросу, спасибо, на самом деле, за этот вопрос. Он, вне зависимости от наличия или отсутствия пандемии, очень актуально для нашего региона. Вспоминаю учебник инфекционных болезней 5-го курса. Практически, ну, наверное, большая часть инфекционных заболеваний в виде природных речевов присутствует и в Калмыкии. И инфекционные, не ковидные, инфекционные госпитали, на любом случае, я думаю, что актуален для нашего региона. И буквально вот после праздников поручения главы региона я встречался с профильным заместителем министра на здравоохранении России, с руководителем департамента соответствующего ГИЗДРАВа. Федеральный ГИЗДРАВ нас абсолютно поддерживает и готов профинансировать этот проект. В настоящий момент, скажем так, идет выбор из тех готовых реализованных проектов на территории России. За последнее время, на самом деле, очень много построили инфекционных госпиталей, различной мощности, укомплектованности на разное количество койко-мест. И мы сейчас подбираем тот удобный проект, который бы подошел с учетом наших особенностей. Это будет сделано буквально в ближайшее время. И как только мы разработаем проект, мы сможем попасть, соответственно, в программу финансирования данного строительства. Работа ведется активно всеми сторонами, очень активно взаимодействуем по этому поводу с Федеральным ГИЗДРАВ. Спасибо. Ну, то есть, до сих пор, ну, речь-то идет уже полтора года, то претензии по-любому не к вам, не конкретно к Минздраву, это в целом, наверное, к правительству, совместно уже с Минздравом, да? То есть, до сих пор еще, ну, не то даже конкретного решения. Нет, почему? У нас был проект, в который мы попали в первую очередь, но, к сожалению, вот сейчас в федеральном проекте строительство, да, действительно, наверное, усилием, воле, скажем так, мы попали в этот проект. Но, к сожалению, вот сейчас судьба этого проекта неизвестна. Поэтому мы сейчас вот движемся в том направлении, в котором нам рекомендуют быть с Федеральным ГИЗДРАВ. Спасибо. Николай Ильич, пожалуйста, шмар, конечно. Булат Ангел Ильич, меня вопрос интересует, в докладе, где есть, там, 506 детей, по-моему, примерно, которых надлежала диспансеризация, у нас около 35 тысяч детей, хотел бы знать, какой процент, во-первых, диспансеризации прошли, какие заболевания, как начать, у нас выявлены. В том числе, я хотел бы уточнить, сказать, у нас была проблема, в нашем пике и предрасположим, там, кто гоклорозом заболеваний. Как сейчас эта ситуация, потому что 30 лет, 35 лет назад, очень внимательно, мы пришли, кому-то относились к имени к этому заболеванию. И еще один вопрос, касающийся, значит, нашего фабричевного опыта, который нашел открываться в этом году, значит, действительно, 50 мест, 25 лет, 4, 4 и 25, 5, 3, по-моему, из них. Значит, ну, это в рамках рекомендации просил бы вас уже сейчас, на этом, значит, в начале этого года, уже сейчас по районам, по всем их делам, сразу начать подготовку, значит, для детей, может быть, там, это по целевым направлениям, чтобы посмотреть. И в первую очередь, мы желательно предсмотреть, чтобы в последние медицинские училища нашего начтания, которые, значит, закончились красным дипломом, значит, и бестеролик, да, имеют хорошие положительные отзывы, чтобы вы их все-таки не упустили. И последнее. Врачи или медсестры? Во всех школах есть или нет вообще, в принципе, или есть негладка этих специалистов? Спасибо. Спасибо за вопросы, да. Значит, по последнему вопросу, это не входит в комбинацию Минздрава, это не наши сотрудники, которые работают в образовательном учреждении, и поэтому статистики по этому поводу не могу сообщить. Значит, по поводу количества детей, да, у нас, я считаю, что одна из самых незащищенных категорий детей, это те дети-инвалиды, которые находятся у нас в специальных учреждениях социального обслуживания. Сам недавно, в прошлом, был руководителем такого учреждения, знаю, не понаслышке об этих проблемах. Хочу сказать, что именно вот касательно таких детей у нас предусмотрено с 13-го года проводить диспансеризацию таких детей, которые находятся именно в самих учреждениях, стационарных. Да, причем? Потому что при диспансеризации таких детей выявляется очень, впервые выявляется в большом количестве различные заболевания. По статистике здесь, значит, впервые выявлены заболевания таких групп детей, это порядка 50% это заболевания сердечно-сосудистой системы, костно-мышечные соединительные ткани на втором месте, на третьем болезни органов пищеварения, значит, и... Блада Владимирович, это, я сказал, что мы это все знаем, я имею в виду, вот, среди, значит, диспансеризации среди 34 643 миллионов. Значит, диспансеризацию проводят, что у вас есть вообще цифры? И какие заболевания сегодня, значит, у нас в республике среди учащихся? Ну, вот, касательно 500 детей из общего количества инвалидов, это цифра, скажем так, тех, кто подлежит именно диспансеризации, не все же дети подлежат диспансеризации, правильно? Вот, я имею в виду стационарных учреждений, то есть те списки, которые нам подают, соответственно, наши коллеги из таких учреждений, мы их и отрабатываем. Это, во-первых. Во-вторых, то количество подлежащих диспансеризации детей, оно, к сожалению, не было исполнено на 100%, почему у нас ковидные ограничения были, мы просто не могли физически проводить эти мероприятия. Значит, и третий вопрос, прошу прощения, уже... Это вопрос связан с лечебным факультетом. Да, действительно, с директором медицинского колледжа ведется активная работа, сейчас составляет список желающих, и в ближайшее время нам представят. Естественно, мы рассматриваем медицинский колледж наш, ну, наверное, как приоритетный, основной для наших выпускников, абитуриентов на медицинском. Спасибо, Влад. Спасибо. Значит, уважаемые коллеги, мы действительно, вот, очень внимательно вопросов подготовили для наших докладчиков, они очень принципиально важные. Хотелось, чтобы принятый нами документ, ну, был на контроле в правительстве. И мы вот следующий год, если придется вести заслушивание, отчет, отчеты, то должны почувствовать, что сделано. За этот период в комплексе всеми министерствами и в итоге правительством. Поэтому, уважаемые коллеги, в любом случае, очень полезно. Даже вот для каждого из нас, я же вижу, мы сидим, каждый через себя трансформируем, вот те мысли, те продолжения, те действия, которые докладывают наши будущие министерства, они очень важны. Анатолий Васильевич, а можно еще один вопросик актуальный просто в тему санкций? Есть не очень. Да, да, да. Нет уже тема. Владимир Владимирович, да, вот в тему санкций как раз-таки я хотел точно так же, как и по комиссию Розу, по комиссии здраво узнать, насколько, соответственно, сейчас наше здравоохранение возможно пострадает. Был ли уже анализ с вашей стороны министерства, да, то, что много лекарств, да, много препаратов, возможно какие-то запчасти к оборудованию, да, это КТ, МРТ, акнематигели, там все это, программное обеспечение, которые, это какие-то обучения в части, да, там, это профобучение, еще что-то. Каким образом оно может, ну, как вы правильно говорили, стратегически, грубо говоря, повлиять там на ближайшие полгода на нашу медицину, на наши граждане. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, действительно, сейчас в очень таком жестком режиме проходит совещание по этому поводу с Федеральным здравом, по розничной сети, по аптекам, ничего не могу сказать, потому что это находится в виде федерального органа Росздравнадзора, именно он, не то ли, цены в рознице. По текущим контрактам на лекарственные препараты проблем у нас нет, то есть поставки исполняются вовремя, соответственно, никаких пожеланий и претензий от поставщиков в плане повышения цен мы пока не услышали. Мы не знаем, что будет дальше, понимаете, да, но на сегодняшний день пока, как бы, таких сигналов от поставщиков лекарственных препаратов не поступало. Мы мониторим активную ситуацию. По оборудованию тоже, значит, с текущими поставками, по законтрактованным, значит, позициям никаких вопросов не возникает. Единственное, мы сейчас экстренно провели совещание по поводу будущих закупок, это вопрос именно в приоритете закупки оборудования отечественного производства, происхождения. Это очень важный вопрос, и все-таки мы будем, наверное, смещаться. Но, как нам сказали на правительственном заседании, сейчас, наверное, все-таки рынок будет направляться, соответственно, в сторону Востока, азиатского, я так думаю. Но пока, вот сейчас, в настоящий момент, именно на сегодня никаких сигналов таких не поступало. Хорошо, спасибо. Ольга Юрьевна, я завершаю. Уважаемые коллеги, все потом желания, вот в перерыве, подружку побеседовать с замминистра. И вы уточните вопросы по закону. На прошлой неделе у нас проходил прием граждан по вопросам здравоохранения в большинстве региональной общественной регионной. И поступило немало вопросов, связанных с обеспечением прав детей на отдых и оздоровлении. По мнению граждан, знаете, очень много этих моментов, что нет доступной информации по тому, как можно отправить кучу ребенка в санаторий, граждане считают, что очень сложно это сделать на сегодняшний момент. Есть ли у вас цифры, какого количества детей вообще воспользовались путем к мастератории в 2021 году? Второй момент, да, очень хорошо, что у нас открылась новая поликлиника, просторное здание, хорошо, что у нас открывается факультет медицинский в Переломовском государственном университете. Ну вот я как мама многодетная, да, хочу сказать, а что вы делаете нам, у меня про детей, маленьких, да, и невозможно записаться к учениковому педиатру. Лично я не пользовалась, ни разу не посещала кабинет, потому что невозможно педиатру, невозможно попасть записаться, не хватало. Что делать сейчас нам, родителям, которые дети, маленькие дети на руках? И не один, а несколько. И второй момент, что-то как проблема с узкими специалистами. Вот я не знаю, что-то будет делать, не будет. В частности, с аллергологом детским, например, вымануло тут же. Понятно. У нас следующий вопрос в повестке дня. Проект постановления Народного курала Парламента Республики о деятельности Контрольной счетной палаты Республики Калмыкия в 21-м году. Вносится председатель Народного курала, докладывающий Петр Валентинович. Петр Валентинович, вам сколько? Минут? Пятнадцать минут. Где он уж не здесь, я здесь пустую. Десять минут. Пожалуйста, затем вопрос, где ты принятия. Пожалуйста, Петр Валентинович, вопрос о деятельности Контрольной счеты палаты Республики. Пожалуйста. Уважаемые, что мы будем с вами. Уважаемые депутаты, в соответствии с установкой Республики, план работы, с учетом изменениям, нацепно, с сложивой и педагогологической основой связанной с расстановлением Каминской инспекции. В 21-м году проведено 44 мероприятия. Из них 15 контрольных и 20-летний инспекции. Контрольными инспекциями, с меня взглядом оплачены широкий спектр вопросов. Детерализация региональных проектов Республики, поддержка малого и среднего предпринимательства для отраслей экономики, оказавшаяся в зоне риска связи с распространением Каминской инспекции. Осуществление бюджетного инспекции в форме капитального вложения в объекта Константской инспекции и мероприятия на сокращение объема, количество объектов, неизвешенно производства. Действия территориального хода ОМС Калабыки, анализ защиты, анализ защиты права за страхом, обязательное медицинское страхование. Ряд мероприятий осуществлен в разъеме действий со счетом Палаты Российской Федерации и муниципального контроля и экстрементридного инспекции позволяет отметить как прежде наличие ряда проблем, как несобъедение принципа эффективности и результативности использований в средствах, ненадлежащие межбедности за медицинские при разработке и утверждении реализации госпрограмм и региональных проектов, нарушение порядка счета объектов государства и муниципальной собственности. Результат проводимого Палатова за программирование и исполнение республиканской обучения в связи с недостатком налогов и налогов доходов под 4 на 100 обязательств, что приводит к увеличению долговой нагрузки на обучение. Так, по предыдущим данным объем государства долга за прошедший год вырос на 1-2 миллиарда и состав 7-80 миллиарда. Я хотел бы, уважаемый, в конце цифра показать состояние экономики наших исполнителей, дендерти и долговую политику. Установлены системы проблемы, связанные с надлежащим прогнозируемым неполнотой доставлением бюджета, отдельным доходом непополнением проводов плана программ и приватизаций с публикацией и мышцами, отсутствие контроля за деятельностью государства и муниципальных предприятий, значительные недостатки системы государства и муниципальных направлений в отношении объекта незавершенного производства. Одним, не исключив запрещение в 2021 году, уделялась контроль дохода реализации региональной составляющей национальных проектов, как в форме контроля контрольных общей таки в данных актах соответствующих мониторингах. В практике осуществление блокографе за использование бюджетных средств позволяет отмерять какие основные недостатки в решении, которые вражаются в следующем, недостатки и стратегического подготовления, недостатки показателей федерального или регионального проекта, риски достижения целей в указатель fing玄альное проекта и нарушения условийReiK IMN субсидии, это нарушение срока оплаты и сроков в исполнении контракта, неопротивление закачкой требований под платом правой за нарушение сроку исполнения контракта. Важность реализации программы капремонта для квартирных домов показала, что со своей задачей она в полной мере, к сожалению, справляется. Важность реализации программы капремонта для квартирных домов показала, что со своей задачей она в полной мере, к сожалению, справляется. Важность реализации программы капремонта не обеспечена контрольной реализации и не принес исчерпывающих метод в целях формирования фонда капремонта для квартирных домов показала, что учет средств фонда капремонта налажен на хорошем уровне. К сожалению, источник, в основном является источник, это собственный тяжелец. Как вы видели, если вы внимательно читал отчет, тех средств не хватает, чтобы улучшать, снимать проблемы такими темпами. Если вы видели, мы смотрели в отчете, то из 10 систем многократных домов, это водоснабжение, газоснабжение, крепоснабжение, подвалы, фасад, крыша, лифты и так далее, все 10 номинований. У нас приспадает расходство только на крышу, укрепут крыши и на лифты, к сожалению. Господдержка практически отсутствует. При проверке реализации Космоса правил охраны окружающей среды установлены, что программы непредусматривались в 2020 году расходы по внедрению новой системы обращения с отходами на территории Республики и Калмыкии. Тем не менее, Космос расходов по данным 6 стали 2 миллиона рублей. Не были реализованы предусмотренные Космос программы мероприятия по ремонту гибротехнических сооружений, не проведены мероприятия по увеличению доли проведенной территориальной отходу строительства от общих площадь Республики, что было бы сходы фактически не выполнять данные показатели. Анализа расходов на бюджетных средах, нарезаясь программой в ЦАПе, подвела, что запланированные мероприятия противноосвещения суммы 96 миллионов рублей, смертная стоимость на 2,8 миллиона, осуществляет, какие затраты связаны с утащением или 8,8 и 20 процентов от прорисухода в объемом программе, при этом из них 8,5 миллионов рублей будут направлены на ограничение кредитов за должности в прошлом году. Установил факт отсутствия коррелации деятельности проведения с программой мероприятий и исполнителем Министерства прорисов и официального исполнителями, и соисполнителем основного учреждения Республики Калмес, учебствировать существенное осложнение показателей госзадания, доведенных в приказы Министерства до исполнителей, со сбудах показателей государства задания на оказании госуслуг из Берграбских государств учредителей определенных программ. Поле консультант faникала о оцененных результатов ре Rodrigno-проекта, государственных программ, по attendности – последние сроки для выставляется гроба установкая стоимостьтура лебоприятия следовательности экономики предыдует убедиться дал ... ... Так, с обознаниями вредной эксплуатации в линкарской больнице Ниженчуева, городская детская полиэкспрессия, посещение смен в городе Листа, общая образовательная школа в Малой Берегете, стадион поселок Мечене, стадион Восточный, каток с искусственным домом для термировавших, января, население в городе Листа, здание учебного учреждения, целый дом-интернат. Недостижение результатов проекта, представленное финансовое обеспечение, связанное с правительством недостаточной, еды установлены контроль со стороны ответственных исполнителей программы и заказчиков строительства объектов. Основные причины нарушения сроку послужили недостатки проекта и документации, несовременные выполнения работы подрядчика по установленной графике работ и многочисленные нарушения установлены в ходе государственного строительства надзора. Огромное нарушение сроков послужили на несовременности проведения закупочных процедур. Так, например, при заключении соглашения о представлении Минсфедерального бюджета в 2020-2022 годах бюджета республики, субсидия на софинансирование федерального проекта старшего поколения, В Организме власти республики не ощущено, что сводные смертные стоимости строительства объекта предусмотрены к строительству финансировой защиты на целых 4-й квартал 2019 года, а сроки строительства приходится на 4-й квартал 2020 года. Представительный достающий объем средств восполнен за счет из амиканской бюджета. Стоимость третьего монтажа работы увеличена на 9 млн. 967 тыс. Расходы на предметение оборудования превысили предусмотренные смертную стоимость на 2,8 млн. рублей. Осуществляется также заправа, связанная с уточнением проекта с документацией и выполнением дополнительных работ, стоимость которых в момент проекта соц. 1 млн. 369 тыс. рублей. Недостатки и нарушения выявлены на объекты выполнения работы по созданию и реконструкции футбольного поля с искусственным покрытием, нелегкоопертической герой дорожкой на сплоть в адресе листа на своих границах, стоимость насущных. Вылечив приемки и оплате недоставленных товаров и непонятных работ, стали следствием отсутствия надлежащих контрольных соц. заказчика. По оценке палаты общей стоимости отсутствия на объект оборудования и невыполненных работ составлено 1 млн. 457 тыс. При этом функционально оснащение школы, так и снялки, малой мероприятий, на работе производственного фирма с обеспечением представила возможность обеспечить, не предоставилось. Так, например, в новой школе необретены электронные табло бегущего проката, аночный металлодетектор для входной зоны школы, широко-панель с медиаплеером для отращивания коридоров и рекориадов, недостаточно оснащены предметы кабинетные. Для обучающихся совместных возможностей здоровья и инвалидности приобретено 7 позиций оборудования из 46. Ненадлежащие исполнения полномочия заказчиков и некачественных проекта решений приводят к рискам несовременности исполнения муниципальных контрактов, изменения цены и условий контрактов и, соответственно, достижения показателей результатов наследования проекта «Жилье в Калмыкии». Именно программы социальной инфраструктуры, кого-то их не наступили в 2020-20-20-20-20-й год. Так, например, представители инженерной сети электрогаза, водоснабжения, водоплутей по другим объектам, город Леса Южнее ГРС, город Леса Южная, часть города Леса и город Леса Рудоправно-3, проведут срок исполнения контрактов в связи с несением изменения проектной документации. Кроме того, представители инженерной сети в селе Тройска увеличены стоимость муниципальных контрактов по изготовлению ПСД, средства формирования заказчиков и качественных технических заданий. Общая площадь застройки составляет 26, а заявлено было 6,5. В связи с отсутствием градостроительного плана, земельного участка и технического условия на подключение объекта и сетям, электрособжение по объектам строительства зданий, бюджет учреждения, республиканский комплексный центр социального обслуживания населения, Министерство правительства транспортно-дорожного хозяйства в республике Леса Рудоправно-3, в количестве на вас, подрядчиков в сумме 930 тысяч рублей, который впоследствии отгадался от исполнения контрактов. В рамках государственной программы комплексной развития и сетях кирждой, на самом деле, были исполнены две программы. Это создание условий на доступном и комфортном жилье в сельском селе и создание развития инфраструктуры за сельской территорией, в предусматривании выполнения конкурса, направленного на повышение качества жизни сельских жителей, сельских жителей, в том числе на улучшение жилища, условия граждан, благоустройство территории и развитие инженерных инфраструктур на сельских территориях. Несмотря на резервы по госпроме 5, доля сельского населения, в общих числа населения исполнитель продолжается кратчатство. ЦРУ по казачке состоял 53,85% в проекладе 54,4%, то есть снижение состояло 0,6%. В 19-м году Палатка, проведя проверки использования бежевых средств и выпадая доходов в бюджетную поддержку малого и среднего предпринимательства и отрасли экономики, оказавшись в зоне рейс-сельских жителей, распространяемой коронавирусной секции за 2020 год и 2021 год. Основной целью предоставления субсилий, выделяемой на выполнении в условиях главных мероприятий, где предоставление налоговых предпринимателей, являлось сохранение численности в сфере малого и среднего в условиях новой инфекции. Меры по государству поддержки субжекта малого и среднего ФПС, осуществляя деятельности на его патронах отраслят, позволили сохранить имеющие потенциал и занятость в населении в сфере малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, имели место задержки и корректирования средств, что не позволяет получить максимальный результат отректирования соответствующей поддержки на счетов периодов и не может отражаться на достижении значений целевых показателей. Так, в субсидии из бюджетов субжекта малого и среднего предпринимательства на покажение кредита, полученного кредитной организацией в 2020 году, на выплат зарплаты с условием улучшения ситуации в связи с новой инфекцией и корректированной организацией. Перези субъектом предпринимательских деятельностей только 10 февраля 2021 года, не сломан на то, что планы реализации данной меры поддержки в пусматривании в сочетах 2 квартала 2020 года. В отчетном году, параллельно со счетом палаты провел анализ системы защиты прав в сфере обязательства медицинского страхования. Инвестант контроля в связи с на том, что граждане будут не наслаждаться не тренированы, а существующие инструменты защиты их прав, об участке системы ОМС, ответственность за защиту этих прав, о возможности выбора медицинской организации. Кроме того, граждане будут слабо осведомлены о возможности выбора и использования медицинской организации. В результате нарушается право граждан на бесплатную медицинскую помощь, обещающих среди доступности ее отказания и выбора медицинской организации. Существующая модель информационного сопровождения за страховым убийством недостаточно эффективна, в неполной мере направлена на защиту права страховым убийством, как и нарушение. Анализ по региону исполнения объема медицинской помощи в правах первого программа ОМС. На 2020 год показала, что нормативы объема медицинской помощи и финансовое движение в целом соответствует нормативам в основном базовой программе. Фактическая медицинская помощь оказана не в полном объеме по всем формам и условиям ее удовлетворения. Исключение составляет выполнение объемов посещения внеотложенных форме и проведение компьютерных телографий при оказании медицинской помощи в оборудованных условиях, что, естественно, связано с распространением новой карминалистической секции. Из результатов проверки Федеральной службы по надзору и сфере программы следует, что невыполнение утвержденных объемов медицинской помощи может связаться о недоступности медицинской помощи и нарушении права за страховую трата на получение доступной качественной медицинской помощи. Недостаточная реализованная задача и функция конденсационного совета про организацию о защите права за страховую лиц при предоставлении медицинской помощи и реализации в воорудованной сфере обязательности и в求биотVPN страхования в заScript экономики. В части внесения предложений по совершенствованию системы обязательного медицинского страхования и этим reassuringам в обеспечении права за страхами gittiціруют положение медицинской помощи и реализацией в обеспечении контроля объема, сроку, качества, 그들은 ММПH в результате, а также, предупреждения нарушений при оказании медицинской помощи. Таким образом, деятельность участников системы мерз besoin нет полной вины над теми защиты прав за страховой миссия, а существующей системой защиты прав за страховой миссию миссией не в полной вины Miguel способствует повышению доступности и кgebob medit mix моей помощи. спасибо ну давайте в форме вопросов уважаемые коллеги Петр Валентинович завершил доклад мы можем те позиции, которые хотел озвучить в форме вопросов пожалуйста, вопросы, уважаемые коллеги Петру Валентиновичу, пожалуйста ну давайте это общая тема у нас, уважаемые депутаты по вопросам я считаю нужным проинформировать значит у нас много берем много относительно то есть смотрите тенденция за последние ряд лет я нечего раз говорю как экономики по росту валов продукции по долгу если вот за 16 за 17 год у нас госдолг вырос на 298 за 17 год он вырос на 492 миллиона за 18 год 108 миллионов за 19 651 миллион за 20 год на 974 миллиона и за 21 год он вырос на миллиарда 180 миллионов на миллиарда 200 миллионов я хотел бы в то же время сказать что вот расходы по расходу какой возьмем такой расходы, как расходы из бюджета на дорожное хозяйство средств бюджета значит в 2016 году мы израсходы на дорожное хозяйство средств бюджета чистой диссиденции 93 миллиона в 2017 году 226 миллиона в 2018 году мы направили на дорожное хозяйство 563 миллиона в 2019 году 427 миллиона в 2020 году в 2020 год долг вырос на 2 миллиарда то есть мы сами санкционируем это потом только уничтожим, где вы долг берете откуда это все санкционируется боевисты делают проектные решения целеполагания а народу право законодательного органа утверждают поэтому вопрос, когда какой долг будет муниципи на этой штаташки не имеет муниципи исполняет бюджет это сделано законодательным органом представлен проектом правительства он исполняет бюджет, чтобы все расходы орицательные выборы поэтому гранитуется, он делает кредиты перегранитуется и, значит, чтобы исполнить те расходы, которые законы предусмотрены поэтому госдолг муниципи на это вообще отношение тут принимает правительство и народу прав с левой стороны доходы принимаемые, ну, я умею думал второй расходы они не акционируются поэтому к Минфину я уже раньше говорю это вообще не имеет друг друга он исполняет если он возьмет лишние кредиты как у соседей Астраловской области они взяли лишние кредиты при отсутствии при отсутствии необходимости когда, значит, так они представитель правительства не связаны и не соответственно осуждены поэтому тут Минфин берет много, мало это для обывательского 5 миллионов за после перекредитования он берет кредиты перекредитоваться на пределах тех программ поздравительства которые закон а закон утверждает дорогу права поэтому вопрос к госдолгу это вопрос к правительству и потому что теперь второй момент мы извиняюсь двадцатый год миллиард 171 дорожных хозяйств здесь выскакает миллиард 972 в двадцать первом году миллиард 702 мы направили средств бюджета собственные средства на БКД мы направили и выскакает здесь миллиард поэтому здесь надо думать или мы направляем это только одна статья направляем но тогда никого не винить или мы смотрим потому что заказчики подрядчики они будут направить 3 миллиарда так же при этом надо смотреть если мы идем на эти расходы мы должны знать что там выскочит если мы знаем расходы какие-то но доходный часть позволяет идет на величие тогда можно согнуть поэтому Анатольевич я бы просил депутатов когда распады звучит внимательно считать и доходную часть вот по доходной части тоже слева дохода это право расход значит в последнее время на комитете обеспечения закрыты палаты налоговая инспекция прокуратура и вот сейчас налоговая инспекция у них своя свой прогноз цифры и вот на 400 миллионов 300 миллионов даже по нашей проверке на 400 миллионов уменьшается сумма по факту чем было чем упреждено было принято на работу я так говорю зачем на те доходы были заплаты здесь расходы фактически исполняются там за доход получают долг это не к министру финансов кстати я хотел сказать что университет финансовый это министерство работает очень качественно не кажется состав такой поэтому здесь вопросов нет поэтому вопросов правительству и к народу права мы подтверждаем правильно мы подтверждаем стоп 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 подожди подожди мы тут не не Петрович все вы наложили цифры это нам не мы же даем я вкусно значит все уважаемое количество еще можно одну минутку давай завершим экономику я информирую у нас последний был спад был когда был финансовый кризис в 17-18 году потом мы пошел рост рост был большой эффект газы рост был до 14-го года такой небольшой вот такой 2,6% 4,7% это существенно с 15-го года естественно когда санкции пошли все обвалилось в целом подтравим и индексы валов выгинопродуктов и комы то же самое потом в 18-ом году мы стабилизируем тоже эффект базы потому что база низкая 100-101 но вот с 19-го года мы падаем уже ниже 100% уже тенденция такая нехорошая теперь значит я при этом хочу вам так говорить потому что расходы принимайте с 20-го года потому что вот я выдерживаю зарплату есть такая дотация с Москвы идет с федерального бюджета дотация на минимальной дотации вот ее хватает на зарплату чтобы удерживать зарплату потому что зарплаты более если будет вы 25 времени давайте вопросы иначе тема большая пожалуйста мы депутатами вручили разрешите с вами не согласиться да я бы прекрасно принял ваш месседж по поводу того что вы депутаты голосуете за этот бюджет а потом задаете глупые вопросы откуда долг извините если бы нам на рассмотрение предлагался бюджет в котором министр финансов который нам его представляет говорил бы о том что у нас извините вот на такие доходы и такие расходы своего права да то что у нас не хватает разницы в бюджете там миллиард и надо будет потом взять долг это одна история но нам каждый год из года в год дают практически бездефицитный бюджет и теперь ваши претензии к нам типа вы за него голосовали и теперь вы спрашиваете глупые вопросы задаете вообще считаем неуместным хорошо ладно давайте мы так говорим значит не мы Петровым молитвичем отчитываемся а Петровым молитвичем перед нами а то мы тут оправдываемся перед Петровым молитвичем значит он отчитывается перед нами депутаты десут консолидированную ответственность за принятие документа ну есть документ который представляется пропускают все дела поэтому давайте задавать вопросы что сделано контрольно-счетной палатой по выявлению тех или иных направлений в работе по использованию программных задач ну и так далее проектов проектов да вот так пожалуйста в первую очередь тогда это по делу смотрите вот из года в год заслушав ваши доклады слышу все эти ужасные цены я вам практически каждый раз задаю вопрос какой КПД от того что вы проявили огромную работу что-то выявили вот какой КПД от этой работы понятно что или просто это констатация пакта то что ну да вот там что такие нарушения либо вот сейчас я вижу например да с вашего отчета по стадиону восточном вы обнаружили на полтора миллиона это огромные цифры есть уголовное дело по этому факту с вашей стороны был какой-то посыл или вы просто так как бы стороночек стоите что мы посчитали да действительно вот там неправильно здесь неправильно тут миллионов не хватает там миллионов не хватает и все на этом остановились вы просто нас в курс ставите что там не хватает миллионов или же какую-то дальнейшую работу проводите то есть настаиваете на возбуждении уголовных дел там если отказывают обращайтесь дальше в вышестоящую там там генеральную прокуратуру соответственно комитет Российской Федерации то есть какая работа с вашей стороны то что где-то чего-то не хватает в принципе это видимо бесчетная палата мне кажется у вас другой немного спасибо все нарушения или признаков признаков уголовного кодекса направляется прокурату или министерство внутреннего дела для квалификации то есть они сказали нет они сказали нет вы говорите окей до свидания они нам отвечают хорошо понятно понятно бывает положительно не вот по восточному конкретно я вот хочу сказать что вот нельзя измерить в рублях или что вот такая позиция что приводится много приниматься на работе которые были проблемами да ну как можно оценить его когда не было порядка да вот по весному хозяйству по фунтам да да вы же материалы читали а там уже непонятно кто за что отвечает стройственного договора а там полномочий нет поэтому привлечь некого если нет порядка сейчас после нас после шага он не начнет через рискозить сейчас вы там вы нас слышали сейчас это уже выключили по восточному по восточному по восточному по восточному я не вы 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 пожалуйста петр военкович здесь есть такая фраза воздушные уголовные дела у меня вопрос а чем закончились эти уголовные дошло дело до суда кто осужден это первый вопрос второй вопрос касается водоснабжения в селе Садовое я не так давно там была там действительно нет воды вот какие меры были приняты вы тут пишете что так водоснабжение в селе Садовое отсутствует в связи с тем что отсутствуют подводящие сети и ресурсно снабжающие организации коммунального комплекса для подключения абонентов и потачи воды а какие меры были приняты кто наказан вот я знаю на главу Сорвенского района там прокуратура пыталась возбудить уголовное дело что-то до конца доведено ведь люди-то до сих пор без воды деньги мы потратили почти 6 миллионов 5 миллионов 293 да а воды в домах нет это вот просто результат действительно этой проверки и третий вопрос у меня давайте я сразу задам все вопросы вот по работе девяти губов на 1 января в 2021 году мы получили от них поступление республиканский бюджет 0,0 рублей то есть 9 губов у нас сыграли я не знаю как ничью или обманули государство какие-то меры были приняты поменяли руководство еще что-то я понимаю полномочия правительства ну что-то должно какие-то результаты и правительства ничего не делала она пока я не видела никакой информации ведь на самом деле ну что это такое значит плохо работает руководитель на самом деле до 2021 года какие-то поступления шли в бюджет пусть небольшие но были а тут вообще три вопроса то есть мало того тут еще и кредиторская задуманность выскочила 54 миллиона это вообще убыточная деятельность и никаких мер ни правительства не приняли в основном кредиторка в основном это группы эффективного управления которые больше тысячи тысячи эффективное управление по предыдущим вопросам по порядку эффективное управление оказалось очень неприятно как называется группа я знаю нормальный губ хорошо по антену по воде значит мы мы когда проявляли что не было водопровод не было источников вознесенок и сарпетских но потом после проверки по поводу они уже обчитали что вода подведена и вознесенок кто читал глава в домах нет нет не вот здесь все 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 вопросы ответили нет хорошо еще вопрос по уголовному то мы направляем у нас не уходим в этих полноручь отслеживают на них бывает отменяется потом прокурору их отменяют поэтому мы не отслеживаем ответ соглашение спасибо не согласен согласен что бюджет население и избирателей кто вообще санкционирует приобретение правительства глава эксперт и мбд прокуратура кто конкретно на сегодняшний день станкционирует взятие кредита еще один момент значит буду проводить проверки у нас на территории республики Калмутин находится обособленное соучреждение буржури рыбак который сегодня было здесь нет тогда тогда значит вопрос 2020 году значит кто проведет как они там с налогами к нам выступают к нам бюджет и второе кто запланирован на 200 год и последнее как то справки я прочитал ваше о том что 2021 году значит федеральный бюджет или шаганский бюджет значит для поддержки тех предпринимателей которые занимаются значит ну скажем фарм оправокологии и лекарствами и все остальное что им было значит разрешено получить дотации для поддержки и у нас в республике получилось так что фирмы получали значит эти субсидии и на уровне федеральном уровне и на уровне республиканского бюджета как это связано почему так получилось на что больше не было поддерживаться спасибо субсидии на уровне и на уровне прием экономист спец одной компания получила связь бюджета полтора миллионов рублей а вторая 200-х тысяч факт есть. Мы отнесли Министерство экономики отнесло к аккаунтам, который будет спасать наши. У них факт есть. Хорошо, еще вопросы? А, пократив, я не знаю. Вы уже катастрофы титан, что вы оборот, то. А мы, например, не санкционируем. Когда Кульпула сдавал санкции, был рекомендует. А, по кредиту я не понимаю. но у нас ответственный орган я говорю о тех обоснованных предприятиях которые на территории республики калмыкии значит я занимаюсь добычей нефти газа и так далее когда другие том числе значит и солнечные и витрины кого проверили 2021 году значит результаты и кого вы хотите проверять в следующем 22-м году связанные с расходом из публикатских счетов в том числе пользующие налоговыми годами у нас налоговыми годами законом принятым на руку на руку в 2014 году пользуются пау в руку значит могу сказать что сколько подачи заходов и второй закон представляет налоговые годы это закон до 2003 года налоговое имящество там пользуются этими годами тоже пау в руку пользуются и на другую гад знаете там ряд водопроводов которые вы знаете как мальность вы поднимаете на самом деле на два значит поэтому они подлежат с нашей стороны у нас есть полномочия давать оценку их активности и предоставление налогового значит от руку заканчивства налогового прибыли мы запланировали в 2021 году в 2022 году давать оценку но я думаю что предварительнее что здесь с одной стороны налоговая инспекция представляет сколько вы получаете на воду по закону по закону называется налоговый расход налоговый это уже публичные финансы они должны быть доступны обществу и так далее теперь это здесь налог и льготы теперь заключается соглашение о сотрудничестве с субъектом налогоплательщик которые льготы и субъектом который подоставил в год учет тех средств которые инвестируют налогоплательщик которые пользуются в год на них по закону по законодательству должно внести министерство экономики полномочий орган вот эти налоговые условия по предыдущим данным по их информации по нашу запросу на протяжении с 500 года которые пользуются льготами налогоплательщик названы к сожалению в министерстве экономики нет учета сколько было направлено средств налогоплательщикам которые пользуются налогоплательщиками в год поэтому уже предстоящий затрудитель дали оценку эффективности процессов налогового жгода потому что после оценки эффективности процессов принимается решение в органы власти определение налогового жгода или сокращивание Вот в первом году налоговая прибыль за качество, мы сейчас приступаем, а налогная мысль за какой-то срок не действует. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте идем дальше. Пожалуйста, вопросы еще. Если нет вопросов, желающие выступить, пожалуйста. А можно уточняю еще? Да, Петр Валентинович, я хотел уточнить, а в итоге сейчас, на данный момент, какой госдолб? Потому что до этого выступали, он говорил, что 7,7. С вашей точки зрения какая сейчас? 7,8. 7,9. 7,9, да? 7,9, 7,1, 0. Он такой долг, он такой, его надо рассмотреть, но он назвал 7,7, возможно, на сегодня. Он нужно отрекусь, а это поражение. Ему надо рассмотреть, например, ряда лет. Там же как бы, если мужчина возьмет социальная, это выплаты, если вы сделаете кредитовку, по-божеству, он выпустит. Если выпустит по декабрь, да, на школьную можно... Понятно. А еще, точнее, вот сумма выпадающих доходов, то, что вы сказали, да, а примерно прогнозируемая, какая она будет, если в итоге Минэк, получается, не найдет этих данных, и что это в итоге будет в минус республиканскому бюджету? Или все-таки, наоборот, таки можно сказать в плюс, то, что вот нету данных, на основании которых нельзя спать, ну, так сказать, проанализировать. Плюс, оно вышло или нет, и, соответственно, мы вам больше не будем выдавать этот год. Вот, века, и современная сумма выпадающих. Ну, это выпадающих доходов, это называется налогу расходчивых. Ну, налогу расходчивых, да. Вот эта компания, ну, в год, она называется, не живо, не в полуке, не в вашу, она получила вот за 15, до 20-й год миллиард, несущих, миллиард шесток, подобного. Теперь, согласно протоколам, которые были заключены в моем основном соглашении, значит, эта компания предусматривала за эти годы, как говорили социальным сервисом, ну, на сумму 45% от этой льготы. Льготы фактические, а намерение протоколамбы, ну, на 45% этой суммы. Эту сумму посчитать, насколько, на самом деле, она может больше, меньше, если компания не ведется, поэтому... Ну, понятно. Ну, сумма, в общем, не маленькая, значительная. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу работу, когда идет ликбез, мы прекратим. Все, все, все. Это прям так вот, мы ликбез превращаем наш стол. Значит, есть вопросы? Пожалуйста. Уважаемый, Петербург Валентинович, у меня, знаете, вопрос вот в части, ежегодных проверок, контрольной счетной палаты, да, и итоги деятельности. Который, Валентинович, вот ваш материал, коли коллеги озвучили, вы направляете к правоохранительному органу. По контролю за реализацией национальных проектов, вот систематические нарушения, которые вы озвучили, которые мы прочитали, они имеют место быть. Вот в форме рекомендаций, которые, Валентинович, отправляете ли вы свои, скажем так, системные, как вы считаете, недоработки в работе главных распорядителей бюджетных средств, да, в адрес председателя правительства, в какой части я их навезу. Ведь, знаете, у Юрия Викторовича, к сожалению, всего не нет, но мы каждый раз говорим о том, что все-таки при принятии бюджета, вы правильно сказали, да, бюджет носит глава республики, за которой голосуют депутаты народного курала и нет суд ответственности. Вот 21 госпрограмма. Каждый раз заключение прокуратуры, контрольной счетной палаты, управление федеральной налоговой службы, это не достижение целевых показателей, предусмотренные в рамках 21 госпрограммы. На уровне правительства есть правительственная комиссия, оценка эффективности вообще работы этих госпрограмм, достижения конечных целей. Нельзя вам, Валентинович, все-таки с учетом того, что у вас достаточно на работа материал, на правительство, направить правительство, о том, что все-таки пересмотреть критерии, да, и определиться с количеством этих госпрограмм. Давайте мы, Коля, если депутаты нет суд ответственности, доведем до 100% финансирования одну из программ и будем говорить о том, что сегодня мы знаем, что есть КПД, о чем сказал сегодня коллега. Это один момент. Второй момент. Мы с вами знаем, что есть индивидуальная программа, да, Республики Калмыкия с внушительным бюджетом. Она практически должна выступать финансовой кубышкой, но, к сожалению, вот непрозрачность использования средств индивидуальной программы, ну, навевает очень много мыслей, в том числе и у нас, в части ее эффективного использования, к этому отдельности. Вот у меня вопрос. План проверок, о вами утвержден, на коллегии, и на 22-й год. Есть ли, скажем так, в проверочных мероприятиях, в том числе и использование средств индивидуальной программы? Спасибо, что это выяснили. Ну, в 2021 году мы не смотрели так, потому что деньги были зачистены, но не использованы. А в 2021 году уже идут использования, с помощью развития КПД, 20-й год. А, может, у вас будет проверка? Уже идут, да. А, уже идут. Вот эта оценка представления Нью-Йорк, учительность, тоже, потому что Нью-Йорк заканчивается уже за ракет, за Нью-Йорк, и за тем. А так уже, может, все, мы представим. Хорошо, спасибо. Уважаемый, спасибо, Петрович. Надо нам всем понимать, что это урон парламента. И он работает над тем, что те ресурсы, которые определены бюджетом, эффективность их использования. Это не правоохранительный орган. Это орган народного курала, для того, чтобы видеть прозрачность использования ресурсов, видеть тенденцию движения бюджетных средств или учебных ресурсов, которые участвуют в городе. У меня предложение. Раз это орган народного курала, да, то я вношу такое предложение, чтобы, когда насчетная палата отчитывалась не один раз в год, вот как сейчас, вот этот долг тяжеловато читать и вообще отслеживать, да, а, возможно, либо раз в полугодие, чтобы у депутатов был временной лаг, как-то отреагировать на какие-то нарушения, обойтиться соответствующим органам, возбуждение правления. Закон надо менять. А что у нас в законе? Один раз в год они? Может быть, не менее, да? Ну, менее или более. Чаще-то можно? Можно обсудить на бюджетном комитете. Конечно. На бюджетном комитете, да. Чтобы мы могли обсудить и знать. А то сейчас уже по результатам их работы мы-то ничего не можем. По отдельным направлениям мы можем на комитет выносить. А так один раз, Наталья Сергеевна. Причем желание есть. Закон, если будем сейчас подгонять под желание Натальи Сергеевны, я тоже здесь. Нет, это не мое желание. Депутаты могли бы включиться в эффективность. В повышение эффективности. Кто-то сказал реплику правильную. На комитете мы можем обсуждать те или иные оправления и проверки. Это правильно. Тогда и будет. Вы хорошо будете на комитет, хорошо работаете на комитете. Вот. Ради Бога. Интерес будет. Мы завершаем наше обсуждение. Уважаемые коллеги. Ну, пару давайте. Вот мы ввязываемся. Мы еще два часа. Нет, я вот, на меня кто-то уже обиделся, да, Влада Сергеевна. Я не обвиняю этот, как это было, что вы там делаете, я отвечаю. Я внимательно смотрел документы, это серьезно. Почему я так говорю, да, поздравление у вас говорю, да, и сейчас просто премии нет. Просто где вы раньше были? Уже обслуживают 200 с лишним миллионов. Поэтому извините, если вы поняли меня, что я объявил, что вы соучаствовали. Вы один раз возьмите, вы сейчас заверните, если не нравится, понимаете, качественно. Вот что дело. Вы, видите, миллиард семьсот, это много-мало, может быть, надо три. Но если принимаем, тогда там грузов потянет. Я так думаю, что каждый, кто участвует в этом процессе, он тоже понимает меру своей ответственности и реальную ситуацию. Но работать надо действительно повнимательнее, видеть расходную заходную часть. Это тут наша обязанность. Видеть, подсказать, поправить, где-то на комитете поправить решение и так далее. Поэтому я согласен. Но там завернуть, не завернуть, перегибать не надо. Что ж, заворачивать мы сами начинаем. Значит, дело в том, что надо просто очень активно и системно работать. Я согласен. А заворачивать мы тут заворачивающие такие, чтобы потом ума не дойти. Значит, а? То, что, друзья, а то мы, давайте мы так, оценку мы должны давать. Значит, мы как, принимаем сведения, информацию, да? В проекте, да. В проекте. Других нет оценок? Нет. Нет. Кто за данное решение? Прошу проголосовать. 23. Вышло. Кто? Вышло. Ну, 23. Хорошо. Спасибо, Петрович. Спасибо вам. Присаживайтесь. Есть над чем работать? Ну, что, мы продолжаем работу. Там более у нас оперативные вопросы. Вот у нас есть о праздничных и памятниках днях. Следующий проект закона, внесение 202 закона о праздничных памятниках республики. Носится депутатами Подмахалаева и Сухинина. Оля Юрьевна инициатор, ну, затем и Сухинин вместе с ней по этим дням. Слушаем, нет информации? По проекту. По проекту. Нет возражений? Нет. Решение комитета, пожалуйста. Да, пожалуйста. Почему второй университет в Сентябре? День права. Что? Ой, царай с футбукой. Долго вообще обсуждали. Ну, по поводу даты, действительно, было несколько какого-то столов проведено. Обращались к научному сообществу, потому что хотелось привязаться к истории, в том числе к профессорам, к обыскому госуниверситету. И научным сообществом было выдвинуто несколько, да, несколько месяцев даже, не да, а месяцев. И один из примеров, это, допустим, было предложено переурочить к празднованию празднику Ирсар. Ну, это конец мая, начало июня, но дело в том, что в саму концепцию того же праздника, да, даже не праздника, а кризисам, поступало предложение к тому, чтобы обязательно этот день был в учебном процессе. То есть, обходи наши дети не были на помещу. Вот. Получается, Ирсар не совсем подходит, потому что конец мая, начало июня наши дети все отдыхают, но чисто и студенты. Поэтому мы эту теорию обожили. Потом был вариант предложения к жарко, да, согласна. Предложение было в апреле сделать, так как у нас сейчас и месячник фестиваля тюльпанов идет. Но тоже по чистотам круглого сдала. Было решено, что достаточно мероприятий проходят в рамках дня празднования тюльпанов. И в рамках этого дня, в принципе, практически много проходит мероприятий, связанных в том числе и с национальными, альбуральными, национальными костюмами. Поэтому было предложено сделать в сентябре, в принципе, изучив опыт других регионов, которые также, там есть ряд регионов, которые празднуют на сентябре. В принципе, он ложился в концепцию праздника, это идет у нас образовательный процесс, начало учебного года. Смотрели по датам. Третья суббота, это получается день города, думали объединить. Но потом решили сделать для привлекательности, скажем так, дополнительной точки для туристов, сделать отдельную дату. Ну, в связи с этим, и в отборожении. Он уже на праздник, нам надо это на празднике расширять. В принципе, это хорошая лень года, начало учебного года, когда дети только приходят в школу. В принципе, в прошлом году, да. Можно, можно вопрос. Он такой, какой этот, знаете. Вы даете, а скажите, а историческая справка, почему в проекте закона вы ее не приложили, да, это один момент. В описании как такового калмыцкого национального костюма, что набрать за основу, где, вот и есть, условно говоря, правильный калмыцкий мужской или женский костюм, да, это один вопрос, ну, как бы несколько вопросов. И еще один вопрос, скажите мне, почему не, условно говоря, не национальный костюм народов там Калмыгии, да, в России там 160 национальных, а нас тоже, тем не менее, как бы, вот такие вопросы. И почему нет в проекте закона описания? Очень хороший вопрос. Можно, конечно, столовик, почему мы не делаем день национального костюма народов, да, там, России, народ, который шел в республике Калмыгия. Да, действительно, были такие мысли, я уже сказала, что было несколько крупных столов. Лично мое мнение, как инициатором данного материала, ну, во-первых, мы живем в республике Калмыгия, у нас есть какие-то, как Калмыгия, день Калмыгской поэзии. День Калмыгской степи, день Калмыгского чая. Наряду с этими праздниками, я думаю, день Калмыгского костюма будет очень актуальным. Потом я уверена, что если мы не учредим день национального Калмыгского костюма, то, я думаю, вряд ли какая-то другая республика учить подобный день, да, правильно же? Если мы сами-сами не сделаем этот праздник, это день, никто кроме нас это не делает. Поэтому я считаю, что это правильно, если у нас будет день национального Калмыгского костюма. Также у нас есть праздник, и 12 июня проходит День России. Насколько мне известно, в рамках данного празднования проходит ряд мероприятий. В том числе есть мероприятие, оно проходит во многих регионах. Это одень национальное День России, когда каждая народность чествует свой народный костюм. Мы также можем это делать в Северной Республике. Потом, в 1 декабря, также при моей поддержке, был открыт, прошлого года был открыт Дом национальности, который также, ну, скажем так, соответствует межнациональным согласию. И он также, в его задаче стоит проведение ряда мероприятий, связанных с межнациональным вопросом. Хорошо. Поэтому, да, да. Еще раз напомните, а мы дальше... Нет, вот я, знаете, уважаемые коллеги, вот вы на меня обижаетесь иногда, да, но я фактически мне его говорю. Вот вы видели вопрос, да, есть сомнения. Выходите на комитет, вот там пообсуждали, рассмотрели, может быть... Вы предлагаете на сессию вообще депутатом? Нет, 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 а почему на комитет не проходите? Ну, я думаю, да. У меня нет времени, скажите, я спрашиваю, можно мне... Пожалуйста. Значит, ну, я считаю, это интересный день национального костюма, закон надо принимать. Я хочу привести вот такой случай, я как-то была на фестивале, посвященном культуре Калмыкии, да, в Рудгос-Университете в Америке, и вы знаете, все вот местные калмыки пришли на этот праздник национальных костюмов, калмыцком национальных костюмах. Даже афроамериканцы были в калмыцких национальных костюмах. Очень смешно, ну, смотрелось, конечно, странно, но это хорошо. Это хорошо, надо принимать все. Наталья Сергеевна, никто не спорит, я говорю, описание калмыцкого костюма, калмыцкого национального костюма, мужское, женское описание, шеверлики и так далее, где взять за основу? У нас же сейчас много стилизаций, монгольских, бурятских, что вы знаете, понимаете? Мы же... Вы полностью правы в том, что действительно у нас сейчас огромная проблема, идет, скажем, дезинформация того, какой должен быть национальный костюм. Вот в рамках Крубовского привлечения нашего научного сообщества обсуждалось то, что есть такая проблема. И именно данный день, лично мое мнение, он поспособствует тому, чтобы углубиться в этот вопрос, привлечь больше интерес к этому. У нас даже на сегодняшний, к сожалению, вот сценический костюм, который выступает, да, наши артисты, к сожалению, и в нем много искажений. У нас есть ряд проблем по шейной одежде. К сожалению, наши мастера не все владеют информацией. Поэтому я считаю, данный день, я могу закончить, данный день даст дополнительную возможность именно к этим проблемам обратиться еще раз. Образиться у нас в музее получает. Да, да. Ну, более чем понятно, уважаемые коллеги. Мы к одному и тому же вопросу возвращаемся. Вот поэтому этот день даст возможность действительно не на что. Уважаемые коллеги, все, спасибо. Комитет решение. А можно пожелания, пожелания? Сколько о народе, сколько мыслей. Анатолий Васильевич, пожелания. Пожелания одну минуту. Да, коротко, коротко. Нет, коллеги, я считаю, конечно, это вообще нужный законопроект. И к тому же праздник, к тому же именно в год культурного наследия народов России, да, это прям вообще актуально, так считаю. К сожалению, то, что это не Министерство культуры, а вот тут наоборот таки отравно, что это как раз-таки наши коллеги выходят с такой инициативой. Более того, я так думаю, я вот с представителями культуры разговаривал еще в прошлом году, да, они говорили, было бы вообще хорошо проводить какой-нибудь фестиваль в части вот именно национальных костюмов. Даже у нас можно было бы на территории Калмыкии в части именно там азиатского костюма, да, это там рядом Казахстан, там приглашают там туинцев, бурят, там этот. Здесь в данном случае, я думаю, можно вообще расширить именно фестиваль. Возможно, это предоставление. Да, 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 у нас просто появится праздник, и мы к нему можем приурочить какой-нибудь расширенный фестиваль. Спасибо. Поэтому, прошу подождать, конечно. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну практически мы все за. Да. Значит, решение комитета, пожалуйста. Решение комитета рекомендовать на руку Аккурату парламенту дневник данный законопроект. Уважаемые коллеги, давайте проголосуем, кто за, с постановлением. Спасибо вам. Я думаю, это правильно. Надо показать в Телеграм, в нашем сайте, все. Надо показать, что, а то иногда говорят, вот где куда ты там, кто же, вот показывать это все. Так, уважаемые коллеги, мы движемся дальше. У нас дальше инициативы, с которыми мы выходим и на ЮПА, и хотим выйти, соответственно, сюда, в Думу, и... По проекту можно? Уважаемые коллеги, тут вот Николай Евгеньевич, Батвай Котиновича предлагают по проекту. Шестнадцатый вопрос о несении изменений в Государственную Думу, Федеральное Собрание, несении изменений в второй части статьи 228 нового кодекса, вносятся комитетом по бюджету. Документы у вас на руках. Антон Алексеевич, там несколько, значит, предложений по проекту, мы предлагаем, в связи с тем, что они все пойдут дорабатываться, даже если пойдут на ЮПА, в принципе, значит, я думаю, что все эти проекты, ой, да, проекты за принятие... Мы по каждому должны проголосовать. Вопрос номер 16. Валерия Ставич, мог ли, решение комитета? Да, мы рассматривались на комитете, и комитет решил нести в комендарном голосового парламенту, и принять на проект постановление. Уважаемые коллеги, нет возражений? Проголосовать, что за? Это по совету, ближайшее время, да? Да. Следующий вопрос номер 17. Рассматривая постановление Народного права, обращение Народного права, представительства Страстной Думы, Володину, представитель правительства Мишустина, по вопросу всей земли налога от контракта по налоговоложению движимого имущества, применяемого в производстве электрической энергии с использованием возобновлений источников энергии. Вносится комитетом. Пожалуйста, решение комитета. В общем, тут с фундаментом, без фундамента. Как без фундамента, недвижимое, единственное, с фундаментом, недвижимое. А без фундамента, недвижимое. Да, да, да. Значит, так, уважаемые коллеги, прошу, мне тоже вопрос 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 на комитете. Было тоже много вопрос задано, и комитет решил внести и рекомендовать Народного права по плану Республики Мухи. И принять на это, например, постановление. Нет других подражений? После оглашения, решения комитета, нет других вопросов? А можно этот, я типа вступил. Да, коллеги, ну вот так вот, надо слегка пояснить. А реплика бывает после решения комитета, реплика? Нет, я слегка, наоборот, поясню. Дело в том, что это ориентировано в части, да, солнечных электростанций, да. Дело в том, что сейчас, на данный момент, солнечные электростанции не платят налог на имущество, поскольку пользуются льготы, федеральные льготы, это не наша региональная, это федеральная льгота, и, соответственно, за счет того, что это движимое имущество, они обладают льготой. Если мы сейчас выходим с инициативой, да, ну вот, это льгота, как раз таки дающая то, что именно на движимое имущество. А сейчас мы выходим с инициативой, соответственно, чтобы на федеральном уровне этот, так сказать, поправочку сделали, и движимое имущество тоже обладало на имущество. Хорошо, уважаемые, понятно, это в нашу пользу. Да, да, однозначно. Польза бюджета республики. Да, следующий вопрос, об основах, рассматривая. А, ну, видите, реплика вот, видите, сбивая. Значит, пожалуйста, кто за решение комитета? Решение комитета обгасил, просто, да. Реплика есть. Кто за это? 24. Спасибо, уважаемые, решение комитета. Следующий вопрос, 18. О проекту восстановления народных урала, внесения в государственную группу федерального собрания, проекта федерального закона, внесения в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Мы с вами комитетом по молодежной политике. Он у вас на руках. Уважаемые коллеги, уважаемые коллеги, речи бюджета об администрации обеспечения граждан лекарственными препаратами инициатива заключается следующим. Прогадается народным урором внести в государственную группу федерального закона, предстоящий вопрос о внесении в полномочий, в полномочий, в полномочий, в лекарственных препаратах для лечения редких арпанных заболеваний в полномочий федеральных органов государственной мласти. Дальше с вами комитета рассмотрели, и комитет рекомендует народным урором принять данный проект. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Если нет реплик, прошу проголосовать. Кто за? Единственное власть. Спасибо, уважаемые коллеги. Следующий вопрос у нас. Рассматривается проект восстановления народного урора парламента республики о досрочном воскрешении к любви Угая Васильевича от обязанности членов депутатной комитеты. Вносится комитетом народного урора по законодательству, законности и так далее. Пожалуйста, решение комитета. Уже вы говорите, но обоиручились на имя представителя парламента написал заявление о сражении полномочий, об освобождении топястей с юно-избирательной делистией до исчезновения полномочий. Поэтому предлагается принять постановление. Здесь с переходом уже нужно год. Уважаемые коллеги, решение комитета озвучено. Если нет реплик, прошу проголосовать. Кто за? Вопросы поделились на. Ответы. Спасибо, уважаемые коллеги. Мы рассматриваем следующий вопрос. Повести меня. Проект постановления народного урала в утверждении плана законопроектных работ народного урала на 2022 год. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, на комитете рассмотрен план законопроектных работ. Все предложения, которые у вас были, они учтены. По кварталам-то разбросали. Есть ли решение комитета, пожалуйста? Решение комитета рекомендовать народным правом принять данный проект постановления. Уважаемые коллеги, если я приняла дипа, прошу подсообщаться, я говорю за. Спасибо, уважаемые коллеги. Решение профильного комитета народного урала предлагается рассмотреть 76 проектов федеральных законов. Из них поддержать 61 проект, не поддержать 15 проектов. На основании изложенного прошу утвердить данный проект. Спасибо. Уважаемые коллеги, ну как, мы всегда это делали, комитет еще рассмотрели, разные там были предложения, пришлось даже менять решение комитета, но мы это сделали правильно, я считаю. Поэтому, если нет предложений, предлагаю. Учли, Наталья Сергеевна, учли. Вот как раз комитет еще рассмотрел. У меня, конечно, 58 зал у меня в раздатке, 18 приходили. Это что? Это у вас, наверное, в раздатке. 76 федеральных проектов, 58 и 18. Всего 7. 76, 58 и 18. Кто за? Спасибо. Спасибо, уважаемый коллеги. Ну и у нас вопросы в разном, два вопроса. Но и главное, что это соблюдать, чтобы мы могли учесть те предложения, которые были. Ну тогда я сегодня напишу, если что там, да, подготовлю, Наталья Сергеевна, пожалуйста. Вот как раз в разном, я хотела бы сказать следующее предложение. Дело в том, что, наверное, всех депутатов Народного Курала я принимала более самая активная участие в избирательной кампании, и с чем я столкнулась. Значит, отношение избирателей, депутатов Народного Курала, к Народному Куралу, как к институту, очень низкое, да? А негативное, я бы сказала. Дело в том, что люди даже не имеют представления, чем занимаются депутаты Народного Курала. Зачастую они говорят, что, ну, просто штаны продирают. Вот я говорю как лист. Значит, что я предлагаю? Я вот в конце года обратилась к Антону Васильевичу с предложением, да, депутатов, с запросом, рассмотреть вопрос об организации на местном телевидении передачи, телепередачи, посвященной в общем-то парламентской деятельности. Может быть, ее назвать там «Парламентский час», «Парламентский вестник». Вот у нас соседи, Волгоградская область, такая передача называется «Слово партии». Вот в рамках этой передачи депутаты Народного Курала, все фракции могут обсуждать законопроекты, высказывать комментарии, свои мнения, предлагать что-то. Люди должны верить и знать, чем вы тут занимаетесь. На самом деле это предложение, я думаю, интересно для, не только для меня, но и для всех депутатов Народного Курала, поэтому я предлагаю принять соответствующее решение именно Народного Курала. Я получила отписку от руководителя ВГТРК Талмыкия, да? Это просто отписка, то есть ни о чем. А вопрос нужно решать, потому что действительно... Ну смотрите, путь его решения мы раньше один пару лет как-то занимались этим вопросом, и оно получалось, смотря, неплохо. Значит, мы должны тогда с вами внести, вот будет изменение в бюджет, внести изменения в нашу смету расходу. И предусмотреть, допустим, какой час. Раз в неделю, раз в месяц, вот парламентский час. Значит, такой вот, ну без денег федералы не решают. Что значит без денег? Вот посмотрите на программу нашего местного телевидения. Они зачастую им просто нечего крутить, они крутят какие-то архивные сюжеты. Мы по 20-30 раз смотрим один и тот же сюжет. У них на самом деле есть время вот в этой сетке. Оно не заполнено. Ну да, может быть вот по нашему... Наверняка многие замечают, включишь телевизор, а там одно и то же, да? То, что и в прошлом году крутили, крутят. Нужно, пока не возможно, что и не потребуется дополнительного финансирования. Ну давайте вот эту систему сейчас фиксируем ваше высказывание. Давайте вот мы в течение буквально 10-15 дней поизучаем. Значит, у нас раньше был такой парламентский час, у вас, первого, кто работал в предыдущих созывах, а не помню. Ну, здесь вот, надо наш канал изучить, если возможности его сетки. В Багетангархах, как вы говорите, там плохо. Там, туда меня адресовали, в Москву, с Москвы, это очень сложно. Значит, ну давайте поизучаем, давайте поручим на правительство. Вот Берта Бактайна смотрит внимательно на нас сзади. Вот она как раз с этим процессом сейчас мы и получим заняться. варианты. Давайте, чтобы мы практические решения. Не просто, а решения. Так, пожалуйста, еще. Пожалуйста, и подогнал. Дорогие, вы последний раз в парламентской весне когда уступали? Что? В парламентской весне когда последний раз уступали? В газете. А мне не на самом деле глаза. А вы хотите, чтобы вам улетели, и не дали слуху. Ну что вы? Вы не будете, вы же уже по этому поводу говорили. Вы так знаете, а местная комданта, все, не будет давать. Вы собирать, ну, это самое, комиссию посмотреть. Дело в том, что это норма фегерального закона. Да, прекрасно. Прекрасно это знаете. Это норма фегерального закона у нас просто не исполняется. Ну давайте добьемся того, чтобы исполнялось. В конце концов, знаете, говорить вот, я понимаю, что Наталья Сергеевна может быть не дадут, но может быть вам дадут слово еще кого-то. Или вместе. Или вместе. Ну на самом деле нужно добиваться исполнения нового фегерального закона. Значит, давайте все вымем эту тему, мы ее потом доложим. Так, давайте еще. Значит, по, мы, пусть мы другую тему тоже поймали. Что еще? Так, пожалуйста. Если, возможно, мой министр остался. Да, да, да. Вот мы как раз-таки. Значит, у меня к вам вопрос будет такой, вопрос довольно серьезный. Мне ко мне были, значит, вот, деперателем мои, по улице Шершукова, значит, мы туда уезжали посмотреть. Значит, конечно, может быть вопрос не плох. На ситуацию, так? Министр Боргин, не заметишь. А кастрюль министр, который отвечает за национальный проект, значит, когда-то так. Когда вы, значит, вместе с руководством правительства, с городом, с городом, решите вопрос по, а нас есть улица Шершукова, значит, там первый вопрос. Когда вы с этим говорили, он решит вопрос, значит, там люди, они имеют свидетельство на дом, а на земельном участке, значит, им не удается здесь тем, что не дай каун, нерка, там, где-то ты какой-то еще один заработок носить. Они не согласовывают все эти вещи. Этот вопрос уже в течение 30 лет уже стоит. Сегодня вы забиваете туда школу. Школу забиваете. И, значит, вот, значит, замминистра дает такой, знаете, браурный ответ нам и все остальное. Тема, там, внутри, там, не погружена на эту тему, не знаете, да? Вот это проблема важнее. Каждый раз мы, когда поднимаем уговоренность, когда идут эти точечные застройки, значит, городу все время как-то переделюсь. То есть прекратите эти столицы, потому что вы буквально три последних года, вы смотрите, с отоплением проблемы, значит, так? С водой проблемы, с электричеством проблемы. Ну, а все время у нас как-то все это мимо проскакивает. И сегодня коллеги правильно поднимали вопрос. Когда, значит, городостроительный кодекс будет у нас выполняться, когда геймплан утвердится, и в конце концов, значит, прекратятся все строительства? Вы, министр нового, я понимаю, что вам очень сложно все это делать, но я думаю, мы так, приехали, вам со стороны-то виднее, мы тут погрязли, глаза замылились, у нас ничего не видим-то, но вы же сколько видите. Люди страдали натуральным образом, и мы с каждым годом эту проблему наращиваем, наращиваем и наращиваем. Какая-то, если вас вообще видим, что вы хотите делать? У города, у правительства. Спасибо. Анатолий Алексеевич, а может попросим министра туда, на трибуну, а то там микрофона нету? Нет, если он способен сказать, может он просто эту тему пока расскажет? Нет, у меня потом же тоже будут вопросы. Может, да, это просто... Ну, давай, давай. Да, просто там, Анатолий Алексеевич, там микрофона нету. Нет, нет, правильно, правильно. Если есть вопросы, мы должны их тут разумлить, и на улице. Конечно. О, на улице. Нет, мы сейчас закончим. Ну, вот, ровно у половины мы закончим. Да, давайте начнем по порядку, чтобы с нами на улице Шапшукова. Это, правильно сказали, это, так скажем, ведомства города, и они занимаются этим. Ну, мы, как министерство, кудирующие это направление ведем, с момента моего подхода взяли полностью, ну, если погрузнали, полностью все строительные объекты. Сейчас мы стараемся забрать из себя, завязать и полностью, потому что на совещаниях правительства, на то, чтобы проводить глава, председатель, преды, кудирующие, я не раз говорил, и все, в принципе, поддерживают, что учителя и доктора не просто строить. Что касаемо этой дороги. Дорога выполнена некачественно. То есть, я вам, что-то, скажу, вообще не выполнено. Грунты не учтены, сливы воды не учтены. То есть, производить работу преступно. Сейчас ее делать нельзя. По-первых, там есть, вы правильно говорите, линии высоковольтные, которые необходимо переносить к ОМЭнерго. Сейчас мы ведем с ними постоянную беседу о том, что как раз вот то, что горит линия, она берет по улице, и, соответственно, из-за этого часть домов попала вот в эту чатку. Вот смысл. Они рассматривают программу по ее переносу, либо закапыванию, какие-то вопросы решения. Но быстрого решения не пройдет. Тут я хочу четко сказать, что люди строили изначально нарушать. То есть, то, что там в документах не было, они обращались в одну компанию, в ОМЭнерго, а в этот момент сетями управляла другая компания, это такая политическая терезия, которая у нас получилась. То есть, по сути, суд вынес правильное решение. Сейчас ОМЭнерго решает этот вопрос, как можно перенести или еще что-то. По дороге производить ее, во-первых, невозможно, потому что цена изначально на 20-й год проектно-инспективная документация была 120 миллионов. Выделили 80. То есть, понизили стоимость искусственную, что-то убрав. На сегодняшний день, с учетом прошлого года подорожания, имеющих сегодня, делать ее невозможно, потому что она будет больше 150 миллионов. Принято решение перепроектировать улицы по Шапшуковому аценту, контракты город с нашей помощью в Росток. А сейчас мы вернем документы перепроектирования и к середине лета заходим, выдвигаемся к федералам, просить на них отдельно инвестиции, так как эти улицы начимы, их надо доделать. Потому что там часть работы начиналась здесь. Но маленькую реплику дам по поводу того, что Черная палата говорила про определение средств и то, что мы тратим безумно деньги на дорогу. Хочу четко пояснить, что деньги Дорожного фонда федеральные власти четко видят. Это совсем другие деньги, они подкрашены. Это не ваши коллеги там выдумки. У нас есть представление от Минтранса о том, что за три года Республика Калмыкия, для информации, 2,1 миллиарда изъяло из Дорожного фонда. То есть мы взяли на свои деньги. То есть мы их раньше не делали. Из-за того, что мы предыдущих лет 7-8, с 9 по 18 год не ухаживали за дорогами, состояние такое, какое сейчас у нас есть. То есть мы сейчас кардинально меняем всю политику этой истории и не строим дороги по какому-то убыточному способу. Что касаемо школы по Шапшуково, проектная документация разработана. Сейчас, чтобы админировать все вот эти вопросы, о которых вы говорите, мы создали главную проблему капитального строительства. В регламенте ГУКСа четко прописано взаимодействие министерств о том, как они происходят все эти действия. Вот то, что вы видите, когда первым пунктом стоит создание комиссии противного министерства с ГУКСом на определение земельного участка. Как раз из-за этого, потому что учителя сидят в кабинете и не понимают, есть ли там охранная зона на этом участке, возможно туда провести. То есть это полностью мы ведем регламенту министерству, либо уже доведен сегодня, либо будет доведен завтра. Он уже разработан со всеми, согласовывается, в том числе Минфин, прокуратура, Минюст, вы уже с корректировками, все прошло. Это то, что к основному платить в ГУКС. Ослабо еще. Да, Антон Александрович, вернемся к вопросу, который я сегодня уже озвучил по дому на третьем микровене, дом 7, да? Вы знаете, уже в курсе, да, то, что я хочу задать, то, что у вас, во-первых, стройконтроль, говорю, да, там я видел заключение, то, что якобы 15 декабря дом был уже 21 года, был заточен. Вод в эксплуатацию был введен 21 декабря 2021 года, да? Да, хотя все жители, здесь многие сидящие видели, что дом не был закончен. То, что вы дали такую отписку в плане того, то, что якобы меняли какие-то заклепки с 3-х метров на 4-х метров, ну, во-первых, конечно, посмотреть бы тогда не просто на переписку, да, которую вы там, так сказать, сделали между подрядчиком и подрядчиком, и заказчиком. Во-первых, здесь все видели, вот вы сейчас здесь будете утверждать всем обманное, да, потому что есть даже у блогеров, который 25 декабря на крыше этого дома работал, снимал и говорил, вот он делает дом, там стоят уже стоят строительные леса, еще даже, они даже не докончили этот дом. Точно так же, соответственно, даже сам директор этой компании питерской, да, там, 25 декабря у себя в инстаграме публиковал, как дом сейчас выглядит. И вы после этого говорите, что якобы 21 декабря дом был полностью выполнен, 27 декабря якобы заказчик сказал то, что надо бы с чего-то, непонятно, он взял, сказал, хотя ветронагрузка все заранее делается на уровне проекта. И дана полная ветронагрузка, а не так, то, что с 21 декабря случайно какой-то ветер подул, и вы подумали и решили, надо было укрепить заклепки. Во-первых, чем вы снимали эти заклепки? Вы сами видели вот эти заклепки? Вы подойдите, посмотрите. Нет, Антон Васильевич, просто принципиально важно, это министр, тут сидит замплет, который принципиально врали, во-первых, всем в эфирах врали, да, там столько людей живет рядом, дом не останавливался ни днем, ни ночью. Не то, что там 21 декабря, даже 31 декабря не останавливался строительство. И тут нагло врать у всех на виду, то, что он был закончен 21 декабря. Просто к чему это, Андрей Алексеевич? Я очень искренне рад за жильцов, которые, да, перевеселились туда, да, я считаю это главное. Вот у меня в том-то и дело, то, что парадоксально, вот тут принципиально было зачем враг перед теми. Просто отсюда, соответственно, вырисовывается ярко именно коррупционная спайка, да, связка всех. Там еще даже, знаете, то, что субподрядчик, ну, подрядчик, он должен был там перечень работ, которые он должен был делать самостоятельно, и прямо в контракте сказано. Там порядка 90% всех работ. А он выполнил всего лишь там максимум, он даже вообще ничего не выполнял. А из 173 миллионов, он забрал только 10 миллионов, 160 миллионов он дал суд подрядчику. Это тоже нарушение. Более того, они сами, что министр, что зампред, они говорили, что именно этого суд подрядчика привел глава республики. Это обход 44-го федерального закона. Это также коррупционная, соответственно, составляющая. И они это сами в своих эфирах подтверждали. И вы даже в своем эфире от 20 января, который я также пересматривал, да, говорили, что вы сейчас с этой стройки приехали, и там вот маляры работают, все дела. Вы тем самым подтверждали, а у вас акт уже там от 20-го был сначала от стройконтроля, потом 21-го вы ввели в обыксплата. Отсюда идет, соответственно, понимание, то, что вам доверия вообще нет вашему слову, то, что вы даже сейчас говорите, утверждаете. И отсюда ваши, соответственно, национальные проекты в части дорог, городских дорог, да, то, что выполняла компания «Эра», ни одной дороги не сдано. И то, что вы сейчас говорите, да, вы отчасти лукавите. У меня сейчас на руках есть протокол под председательством как раз-таки зампреда, да, Кюкеева, и где он дает вам поручение, вам и Шурунгову, о том, то, чтобы расторгнуть, это 9-го февраля, Антолий Васильевич, 9-го февраля данный протокол был составлен. Он дает поручение, чтобы они расторгли договор с компанией «Эра», рассмотреть, как расторгнуть. То бишь, они должны были в период, как раз-таки, прошлого года, в период контракта, строй-контроль компания, да, которая оплачивает по каждому участку по 500 тысяч рублей с лишним, правильно же? И, соответственно, она еженедельно должна была делать замеры, то, как выполняется работа. Так и да, еще в прошлом году должны были расторгнуть и подать… Нет, простите, Андрей Васильевич, и я понимаю, ну, извините, но я тоже целый день ждал, чтобы задать эти вопросы. И, соответственно, по компании «Эра» и по Шапчуковой, непосредственно, Мансенкетс, да, также в этом протоколе уже было сказано, то, чтобы рассмотреть перенос данного финансирования на въезд в поселок Вознесенское, то бишь, они уже, понимаете, жильцы, Анатолий Васильевич, которые ждали, у которых якобы начали делать дорогу. Сейчас мы слышим в Лукавском, что они только сейчас выяснили то, что оказывается запроектированное неправо. Проектировку кто делал? Кто утверждал проектировку? Как вы тогда проектировали и такой проект выставили на конкурсную документацию? В этом вопрос, тогда вообще вопрос профессионализма всего правительства как такового вообще. Каким образом вы из девяти дорог, да, вы там вот две дороги, вообще непонятно каким образом. Вы сейчас переносли… Ну, в целом, здесь… Да, здесь заместитель представительства как раз таки сидит, да, в части этого, да. И также, соответственно, в части вот этой дороги Шапшукова, да, там этот подрядчик начал делать дорогу, как вы сказали, да, изначально, тем самым перенаправил там ручь Восточных вод через частное имение, частный дом. Там наша, ну, как сказать, землячка построила новый дом, еще даже не заселилась, он полностью треснул. Кто за это будет внести ответ? Она написала, соответственно, в мэрию, ей написали отписку. И вы хотите данную компанию просто отпустить, вы должны, во-первых, ее подать в список недобросовестных, взыскать полностью штрафные санкции. Плюс вы еще даже этой компанией за 50 тысяч выдавали наш асфальтный завод, который на Астраханском выезде находится, без учета до 223 ФЗ. И аналогично, соответственно, ситуация по участку дороги Элистар-Сгиль, там, 25-й или какой-то километр, 40-й. Также, соответственно, там на протяжении целого года работа якобы ведется, на самом деле там вообще ничего, там 2 километра дороги, там вообще даже асфальтом и не пахнет. И опять же, по данной, это та же самая компания, владелец, точнее, у этой компании тот же самый, что и владелец у компании Эра. Соответственно, опять же, не понесет никакого ни наказания, ни это. Тут опять же, просматривается, как из первого вопроса по этому дому номер 3, то, что вы все друг друга просто покрываете и все. Он ответит, может быть, и этого вы наказания понесет. Так, пожалуйста. Да, давайте начну с чуть-чуть отвлеченной темы. Хочу и вас попросить в других коллег, да, о том, что когда вы высказываете какую-то точку, прошу не затрагивать профессиональные качества, мои личные, в моем министерстве, потому что вы не владеете компетенцией, чтобы определить, насколько я профессионален или нет данном вопросе. Многие ваши высказывания очень хорошо звучат риторикой для людей. У нас с вами не монолог. Вы рассказываете о ветронагрузках, рассказываете еще о чем-то таком умном, рассчитывая людей этим запутать. Но вы же почему-то не берете, если вы так погрузились, что проект этот был разработан экспертно за два месяца с применением проектов, которые строились в Турции, чтобы успеть срок, что проект полностью, когда зашел кем-подрядчик, проект полностью был переделан с момента начала до конца, и последние проектные работы вышли в первых числах декабря. Почему об этом вы не говорите, работу провели? На основании чего так работают? Подождите, я же вас слушал, я разбивал. Почему вы считаете, что там были какие-то ветронагрузки, еще что-то? Если вы не знаете, говорите громко об этом. Мы меняли фасады до последнего, убирали козырьки, чтобы попасть в строй. От того, что где-то там не доделали, они изменили, клепки поменяли. От того, что вы говорите, красили маляры. Но если вы откроете, там, пятилетняя гарантия. Ваши громкие слова о том, что ген-подрядчик должен исполнить 90, в срок четвертом, четко прописано, 25 процентов он исполняет сам. Все остальное он может отдать в суд подряд. Никто его не приводил. Если бы мы не применили свои административные возможности, не привлекли компанию, которая приехала из Питера и построила нам этот дом, сейчас мы бы с вами сидели со словами, что эти люди не получили жилье. И то, что глава нам сказать спасибо, потому что глава смогу говорить большую, огромную компанию, Ленрустрой, приехать в Сталмыкию и построить у нас дом, это нам сказать спасибо, а не просто стараться где-то чего-то там найти. У нас дома такого уровня нет ни одного, к моему сожалению, в республике. Дом эконом-класса получился на уровне комфорт плюс страны. У меня куча обращений людей, которые хотели раньше продавать эти квартиры, считая, что дом за такое время невозможно построить. И при этом сейчас ни один из них квартиру не продал. Все заехали, потому что дом такого класса первой республики. Это то, что касаемо того, что вы говорите. Работы. Если вы откроете, вы так много умными словами рассказываете, но если вы откроете гражданский кодекс, там четко в градостроительной, там четко прописано, какие работы могут не обходить, и будут выполнены по гарантийным обязательствам. Я сегодня не раз слышал от коллег и от вас в том числе тот же самый вопрос по школе, по Шапшуту ООО Троинской, которую мы не ведем, но контролируем ее. Работы там, то же самое, работы по благоустройству, либо по фасадной работе, которые невозможно выполнить в связи с свободными условиями, разрешается переносить при наступлении благоприятных условий. Делать и нарушать просто, как это происходило раньше, никто в стране уже не позволит. Мы можем залить, могли залить там в декабре спокойно асфальт, закатать, залить резиновое покрытие, а потом в химпоедр начинать бегать, стараться его переделать. Так больше строить мы не будем. И слова вот эти ваши, я хочу еще раз подчеркнуть, прошу вас не употреблять слова. Если у вас есть четкие доказательства, вы можете обратиться в прокуратуру. Если нет, пишите к нам. Я почему-то очень удивлен, что если у вас такая активная позиция политическая, почему вы до сих пор не пришли ко мне в кабинет? Почему мы с вами встречались здесь в первый раз? Я любого из вас могу принять для себя, если у вас есть какая-то позиция, вы видите какое-то нарушение, приходите. Я полностью открыл, я готов с каждым лично собраться, чтобы не выносить на такой уровень и не держать всех коллег с какой-то личной беседой, составьте полностью обращение. Если у вас есть что сказать, есть фаски о нарушениях, о коррупции, я готов в любой момент пройти в прокуратуру, записать, давайте сдадим билинги, там все. Но хочу четко поставить понимание, что если оскорбления идут, я не знаю, как принято было здесь до этого, я буду обращаться также в прокуратуру с висением на кревету. Потому что это подрывает мое политическое. Я пришел сюда не для того, чтобы хапнуть или рубать республики. Я не хочу сделать так. Подождите, я отвечаю на разные вопросы. Я пришел сюда для того, чтобы люди увидели, что страна изменилась, что у нас изменился вектор. И мне очень тяжело придать сюда сейчас, я вам десятый раз с каждым, на каждом совещании говорю, что я толкаю гость, который заржалел. С каждым вопросом, любое введение цифрового контроля, любое введение, будь то там нормативного, введение газ на более жестко, каждый раз я встречаю сопротивление. Спасибо, что Калмыкию ржавым поездом назвали. Я назвал не Калмыкию, а строительную недорожную оборудование. Нет, подождите, вопрос не отвечен. 15 декабря был завершен дом? Полностью было завершено? Все предоставлены. Во-первых, во вторых, вы строитесь, приходит председательный вопрос. Вопрос, ну, скажите. Министерство, которое его ведет, было МинЖКХ. Минстрой выдавал разрешение. На основании акта госстроенадзора 21 числа дом был готов и соответствовал всем необходимым нормам. От того, что вы говорите, где-то 15-е, еще что-то, обращайтесь, пишите в паркуратуру, узнавайте у тех министерств, которые вели. Минстрой этот дом вел просто, потому что это была задача политически выполнить. Это дом надо было сделать. Мы там жили, ночевали, в отличие от вас. Не бегали с камерами, а решали вопросы, как их решить. Никто не говорил о программе «ЭР». 15 декабря. 15 декабря. Вы было завершено, или нет? Вы больше ни о чем не говорите. Дороги по кампании «ЭР», то, что рассказывали, 9 февраля. Если вы хорошо прочитаете протокол, на который вы сослались, его лично готовил я, согласовывал с федеральными коллегами. Как раз по этому вопросу. У нас, если вы не знаете, есть у республики обязательства перед федеральными властями о показателях обведения километров в дорогу. То, что мы меняем сейчас улицу Шапшукова, меняют на подъезд к Вознесеновке, мы используем деньги. Я же еще раз сказал, вы говорите о лугавстве, а это неправда. Слушайте внимательно, как я вам говорю тогда. И вы поймете, что каждый раз я говорю вам одно и то же. Мы деньги с улицы Шапшукова и Мацинкец переводим на более рациональные, на дороги, на которых хватит денег. Нет смысла использовать 150 миллионов на две дороги, когда на них надо 300. За эти 150 миллионов я сделаю две дороги в Троицком, там, где у нас такая же аквалирация. А так, как я вернусь, как говорил 20 минут назад, деньги на Шапшукова и Мацинкец будут предусмотрены либо в 2023 год, либо если федералы нам придут на уступки, летом 2022 мы запустим переходящие контракты. Но только, еще раз повторюсь, только после того, как проектно-спертная документация будет приведена в соответствие, и ее реально можно будет исполнить в эти вопросы. Если у вас есть, отвечая на ваши вопросы, если у вас есть обращение от жительницы, которую там затопило, или еще что-то вы говорите, еще раз повторюсь, придите с этими документами ко мне и будем смотреть, к чему это произошло, кто сделал. Я первый раз от вас это слышу, так же, как от людей. Если кто-то придет, приходите, будем разбираться. То, что касаемо стройконтроля, каждый раз слышу, и вот вас прошу, если вы возьмете журнал производства работы, вы говорите, голоснул, я вам говорю фактами, возьмете журнал производства работы, запросите, я думаю, у вас есть такое право, запросите его. Там есть шестой раздел журнала производства работы, где поежедневно расписаны данные стройконтроля. Все замечания, когда он ходил, куда он ходил, что делал, какие постановления выпускал, откройте и почитайте, голословно говорить о том, что никто не присутствовал на дорогах, никто не присутствовал на домах, это неправильно. Мы с вами все-таки не где-то находимся, у нас с вами серьезное место заседания, и здесь надо оперировать факторами, а не просто словами. То, что касаемо дороги или Старцгир, то же самое, как и по Шепшуковой Мацинкет. Дорога запроектирована в 2020 году. Вы все знаете, в съезде по этой дороге, что она имеет так называемые пучинистые слои, то есть когда дорога пошла волной. Но при вскрытии этой дороги, из-за чего все остановилось? Некачественное проектирование. Мы не снимаем себе вины, и не важно, что до этого там был не я или еще кто-то, мы не снимаем вины в том, что проект не соответствовал. Но, к моему, вот то, что я говорил, к большому сожалению, с района где-то там 2009 по 2019 строительная и дорожная отрасль в республике рухнула. Дорога выполнена с нарушением изначально. Она пошла у нас с вами гулять, вот так вот там волной идет, не потому, что там под почвенной водой, еще что-то, а просто она изначально была сделана неправильно. Там нет основания щебеночного под ней. Когда дорожники ее вскрыли, на это есть соответствующие акты, хоть вы и говорите там, что какая-то коррупция, на это есть акты. Когда вскрыли основание за место 25 сантиметров под ней, щебеночного, пять. Вот почему она поплыла. И, конечно, продвижник не может выполнить работу, он останавливает работу. До этого куски все, которые были, он устранил. Но здесь основания нет. Засыпали, у них было предложение, мы можем начать в декабре делать эту часть дороги. Но что это даст нам с вами? Мы просто зайдем асфальтом, а через год вы здесь же находясь опять скажете, что вот вы сделали новую дорогу, а она снова играет. Нет, мы так строить не будем. У меня позиция одна и та же. Я лучше на месяц задержу срок, попаду на какие-то штрафные санкции, но сделаю хорошо и качественно. Спасибо. Спасибо. Сессия объявляется закрытой. Компания Р. 27-я сессия. Компания Р. Я хочу всех поблагодарить за работу. С Саганом. Целый месяц мы еще можем, да? Тут надо уголазать. Вот так вот прерывают. 27-я сессия объявляется закрытой. Все позиции мы вышли. Обиды ни у кого нет. Все.